«Тайные знания, меняющие жизнь» – Майк Лин. Тренинг по системе Майкла Ньютона «Путешествие вне пространства и времени. Как жить счастливо, используя опыт предыдущих жизней». Вступление. Добро пожаловать в бессмертие. Эта книга поможет вам на собственном опыте убедиться, смерти нет. Вы избавитесь от страхов, обретете подлинный смысл своей жизни, откроете свое высшее предназначение, узнаете сокровенные тайны собственной души, найдете ответы на беспокоящие вас вопросы, обретете для себя новые источники силы, счастья, вдохновения, здоровья. Вы бессмертны. Вам не нужно верить в это. Скоро вы будете об этом знать. Абсолютно точно, со стопроцентной уверенностью. Добро пожаловать к новым горизонтам своего бытия. Прежних границ больше не существует. Добро пожаловать в бессмертие. Все не напрасно. Ваша жизнь имеет огромный смысл. Кто из нас хоть раз в жизни не мечтал о бессмертии? В детстве мы все без исключения верили, что будем жить вечно. И потому такой болезненной оказывалась реальность, которая безжалостно вторгалась в наше сознание в один далеко непрекрасный момент. Вы помните, когда к вам впервые пришло осознание, что люди смертны? В каком возрасте это было? В пять, в семь или в десять лет? Возможно, в вашей памяти отпечатался тот страх, который вы испытывали в связи с этим открытием. Страх «А вдруг мама умрет? А вдруг я сам умру?» И парализующий ужас от страшного открытия. Это может случиться с каждым в любой момент. Это самая настоящая психологическая травма, с которой ребенку не под силу справиться. Поэтому сознание очень быстро вытесняет подобные страхи и связанные с ними мрачные мысли. И всю оставшуюся жизнь мы просто стараемся об этом не думать. Мысли о неизбежности смерти невыносимы не только для детей, но и для большинства взрослых. Но как бы мы ни пытались отделаться от страха смерти и жутких предчувствий грядущего конца, они никуда не исчезают, а продолжают исподваль отравлять нам жизнь. Очень многих людей страх смерти приводит к потере смысла жизни и как следствие к депрессии и мыслям о самоубийстве. Во всем мире сейчас наблюдается очень нехорошая тенденция к росту подобных настроений. Депрессивное самоощущение уже обретает характер эпидемии, захватившей множество стран мира. И большинство методов психотерапии вкупе с новейшими достижениями фармакологической промышленности не в силах справиться с этим. В самом деле, если мы смертны, если со смертью кончается абсолютно все, зачем тогда жить, к чему-то стремиться, чего-то достигать, что-то делать, искать себя, расти и развиваться, реализовывать свои таланты и способности? Зачем все это? Ведь смерть абсолютно все обесценит. Если смерть обрывает все, то жизнь бессмысленна. Верующим людям легче. Практически все религии говорят о том, что смерть — это не конец. Но и вера далеко не всегда помогает справиться со страхом. Ведь даже для верующих людей остается загадкой, что там, за гранью. Точных и аргументированных представлений об этом религия не дает. Остается довольствоваться мифами и легендами. Кроме того, многие религии пугают своих последователей адом и посмертными муками. Книга американского психолога и гипнотерапевта Майкла Ньютона положила конец этому мучительному неведению. Они стали настоящей сенсацией, так как прорили свет на тайны, которые веками были скрыты от людей. На основе своих многолетних исследований и работы с сотнями пациентов Майкл Ньютон убедительно доказал — смерти нет. Наши детские догадки были верны. Мы бессмертны. И этот вывод основан вовсе не на религиозных верованиях, не на мифах и легендах, не на гипотезах и предположениях, не на чьем-то субъективном опыте, а на научно обоснованном, дающем объективные результаты методе регрессивного гипноза, способного возвращать человеку воспоминания не только его раннего детства и периода внутриутробного развития, но и прошлых жизней, а также промежутков между воплощениями. Майкл Ньютон — американский психолог, дипломированный гипнотерапевт высшей категории, доктор философии. В начале своей профессиональной деятельности он использовал гипноз, чтобы возвращать своим пациентам воспоминания раннего детства и благодаря этому вскрывать психологические травмы, ставшие причиной последующих проблем, различных расстройств, неприятностей и болезней. Но однажды, по чистой случайности, он обнаружил, что может погружать пациентов еще глубже, не только в детство, но и в период, предшествующий рождению. Вдохновленный успехом, он сумел погрузить пациента в воспоминания прошлой жизни, а затем обнаружил, что человек, находящийся в состоянии гипноза, может рассказать о том, что происходило с ним в мире душ, между жизнями на Земле. Майкл Ньютон называет себя скептиком. Он никогда не был верующим человеком и не имел склонности к метафизическим изысканиям. Долгое время он ориентировался исключительно на традиционную психотерапию и отклонял любые просьбы пациентов погрузить их в прошлую жизнь. К исследованиям прошлых воплощений и жизни между жизнями его привели не вера, не система убеждений, не теоретические изыскания, а лишь опыт, полученный на практике. Разработав свою собственную технику гипнотерапии, Майкл Ньютон стал признанным специалистом в этой области. Он – основатель Института гипнотерапии, жизни между жизнями, преподаватель и практикующий гипнотерапевт, а также автор трех бестселлеров, переведенных на множество языков мира. Путешествие души, предназначение души, гипнотерапия, жизни между жизнями. Что вы получите от этой книги? А теперь главное. Как мы с вами можем использовать на практике открытие Майкла Ньютона и что мы получим благодаря этим открытиям? Не нужно расстраиваться, если у вас нет возможности попасть на прием лично к Майклу Ньютону и испытать на себе его метод регрессивной, то есть погружающей в прошлое, гипнотерапии. Можете, конечно, предпринять попытку, но имейте в виду, что запись к доктору ведется на несколько лет вперед, что неудивительно. Желающих очень много. Можно попытаться найти гипнотерапевта уровня Майкла Ньютона в вашем регионе, но если вы держите в руках эту книгу, то вам совершенно не обязательно идти таким сложным путем. Можно выбрать более простой, а вместе с тем более надежный и безопасный путь, довериться себе, своему подсознанию и открыть в себе способности к самостоятельному погружению в гипнотическое, трансовое или измененное состояние сознания, в котором вы сможете пробудить память своей души о жизни между жизнями и прошлых воплощениях. Книга-тренинг по мотивам работ Майкла Ньютона поможет вам в этом. Вы увидите, что можете практиковать его методику самостоятельно, руководствуясь практическими рекомендациями, изложенными здесь. Вы убедитесь, что в этом нет ничего сверхъестественного или особо сложного, ведь способность погружаться в состояние транса дана нам всем от природы. У каждого человека есть такой опыт, так почему бы не использовать его для более глубокого самопознания и познания мира. В состоянии транса мы не впадаем в бессознательность, а остаемся бодрствующими и все осознающими. В этом состоянии мы видим ни сны и ни галлюцинации, не оказываемся в плену иллюзий и собственных фантазий, а получаем информацию, заложенную в нашем подсознании. Именно там кроется и память нашей души обо всем том, что происходило с нами еще до нынешнего воплощения. Что еще вы получите, работая по этой книге? Конечно, самое главное — это то, что вы убедитесь в собственном бессмертии, вы начнете слышать и понимать свою бессмертную душу. Вы узнаете, что в вашей жизни все не напрасно, что со смертью тела ничего не кончается, что жизнь — это лишь один из множества этапов прекрасного путешествия души, которая в каждом воплощении получает бесценный опыт, необходимый ей для роста, развития и совершенствования. Благодаря новому знанию вы избавитесь от страха смерти, а также от прочих страхов и фобий. Вы узнаете, как устроен духовный мир или мир душ, как его называет Майкл Ньютон. Никакого ада и посмертных мучений не существует. Заканчивая земную жизнь, мы оказываемся вовсе не в каком-то мрачном, загробном мире, а в самом прекрасном месте, какое только можно себе вообразить. Покидая земное тело, душа чувствует, что возвращается домой и испытывает огромную радость по этому поводу. Мир душ полон любви. Там нет и не может быть вражды, неприятия, осуждения или наказания. Наш духовный дом встречает нас теплом, пониманием и заботой. Вы сможете навсегда покончить с чувством одиночества, узнав, что никто на самом деле никогда не бывает одинок, что мы не расстаемся с близкими и родными людьми, они всегда рядом с нами, так же, как и любящие нас гиды-помощники, сопровождающие каждого человека в его жизни на земле. Вы узнаете о той роли, которую играют в вашей жизни другие люди, выясните, какие уроки несут в себе те или иные отношения. Вы разберетесь в том, кто является вашей родственной душой и в чем смысл вашей встречи в нынешней жизни. Это поможет наладить гармоничное взаимодействие между вами. Вы сможете справиться с болезнями, хроническими неудачами, прочими проблемами и неприятностями, если выясните, что их причина в прошлых воплощениях. Эти проблемы не наказание, а урок, который нужно пройти. Узнав, в чем урок, и сделав верные выводы, вы освободитесь даже от застарелых, годами нерешаемых проблем. Вы узнаете, для чего живете на Земле, в чем ваше высшее предназначение, благодаря чему обретете новые возможности для самореализации в данном воплощении, получите новый импульс к дальнейшему развитию, сможете с воодушевлением смотреть в завтрашний день, твердо зная, в чем состоит ваш путь и какие шаги по нему вам предстоит совершить. Вы откроете новые источники силы и энергии в собственной душе. Вы сможете изменить к лучшему свою настоящую жизнь, опираясь на опыт прошлых воплощений. Вы сделаете свою жизнь гораздо более осмысленной, насыщенной, интересной, и, конечно, станете не в пример счастливее, чем были раньше. Как работать по книге В этой книге вы найдете 10 уроков, сочетающих в себе теоретический материал и практические задания. Слушайте не спеша. Если по ходу прослушивания будут возникать какие-то вопросы, выписывайте их в тетрадь или блокнот. Вы всегда сможете вернуться к непонятному материалу или вызывающему сомнение материалу, чтобы спокойно обдумать его. Когда вы наладите контакт со своей душой, то сможете обращаться с вопросами напрямую к ней, а также к вашим гидам-помощникам. Поэтому, пожалуйста, не принимайте на веру то, что вы прочитаете в этой книге. Обязательно проверяйте, находит ли это отклик в вашей душе, подтверждает ли она, что прочитанное является истиной для вас. Эта книга написана не для того, чтобы вам что-то внушить или обратить вас в какую-то новую веру. Нет и еще раз нет. Она написана для того, чтобы вы могли самостоятельно открыть двери в мир душ, подобрать ключи к своей собственной душе и открывать для себя свои собственные истины без чьего-либо посредничества. Желательно сначала прослушать весь текст урока целиком, включая описание упражнений. Затем закройте книгу и оцените свое состояние. Готовы ли вы перейти к практике? Если нет, дайте себе возможность отдохнуть. Если да, определите, какие упражнения вы готовы выполнить, а какие нет. Если за один раз вы выполните не все упражнения урока, а только часть из них, это нормально. Не торопите себя. Работайте в своем темпе. Желательно не заниматься дольше одного часа в день. Если даже на каждый урок у вас уйдет неделя или больше, все в порядке. Но если кто-то захочет проходить по уроку в день, это его право. Выбирайте свой темп соразмерно своим силам и возможностям. Не нужно заниматься, если вы устали или просто нет желания. Занятия должны идти легко и с удовольствием, а не через преодоление себя. Только тогда в них будет смысл. Все практические задания абсолютно безопасны. Они созданы таким образом, чтобы каждый человек мог выполнить их самостоятельно, без посторонней помощи и контроля. Упражнения основаны на естественных способностях и возможностях человека. Не предлагают ничего, что противоречит вашей природе и могло бы навредить. Но если вы почувствуете какое-то внутреннее сопротивление выполнению того или иного упражнения, отложите его. Может быть, еще не пришло время и нужно дождаться, когда вы будете готовы. Может быть, вы просто устали и надо восстановить силы. А может быть, вам нужно попробовать альтернативный вариант. Там, где это возможно, авторы пособия предлагают несколько способов достижения одного и того же результата. Например, вы найдете целых семь вариантов вхождения в измененное состояние сознания или транс и сможете выбрать любой, какой окажется вам ближе. Мы надеемся, что данная книга полностью перевернет ваше представление о мире и о себе. Счастливого путешествия души! Урок 1. Сенсационные открытия о том, как на самом деле устроен мир. А не выдумки ли все это? Во время погружения в гипнотический транс по методу Майкла Ньютона человек может вернуться в прошлую жизнь и заново пережить момент смерти и перехода в мир душ. Майкл Ньютон задает вопросы, чтобы пациент мог подробно рассказать о том, что он видит. Из этих рассказов сложилась целостная картина того, что с нами происходит после смерти. Конечно, доктор Ньютон многократно сталкивался со скептиками, которые задавали примерно такие вопросы. Где гарантия, что пациенты все это не выдумали? Может быть, все, что они рассказывают, это галлюцинации, вызванные гипнотическим воздействием? Разве можно исключить, что доктор сам им все это внушил под гипнозом? На эти вопросы есть четкие аргументированные ответы. Находясь в состоянии глубокого транса, пациент не может ничего выдумать, так как находится в измененном состоянии сознания, в котором может говорить только правду. Все пациенты, с которыми работал Майкл Ньютон, а их сотни, описывают удивительно схожие картины пребывания в мире душ. По этой причине галлюцинации, как и выдумки со стороны пациентов, исключены. Сотни людей не могут галлюцинировать совершенно одинаково. Во время своих сеансов Майкл Ньютон ничего не внушает пациентам, а только задает вопросы. Причем эти вопросы не являются наводящими или намекающими на правильный ответ. Он формулирует вопросы так, будто ничего не знает о мире душ, чтобы пациент в своих ответах дал наиболее полную и объективную информацию. Существуют видеозаписи сеансов доктора Ньютона, и каждый желающий может убедиться, что здесь нет никаких подвохов и подтасовок. Все честно. Смерть это не тьма, а свет. Что же нас ждет после смерти? Попробуйте на время отодвинуть свой страх и преодолеть внутренние запреты на обдумывание этой темы. У каждого человека есть такие запреты и предубеждения. Таким образом, мы стараемся вытеснить свой страх из сознания, но это очень неэффективно, так как страх, загнанный в подсознание, становится еще более разрушительным. Представьте, что вы бесстрашны и откройте свое сознание новой информации. Доктор Ньютон часто говорит своим пациентам, что если они будут открыты, у них все обязательно получится. Отбросьте все свои прежние представления о смерти, как о чем-то мрачном и ужасном. Давайте посмотрим, что говорят очевидцы. Первое, что замечает человек сразу после смерти, это то, что он не умер. Он наблюдает за происходящим откуда-то сверху. Если рядом убитые горем близкие, он хочет их утешить, сообщить, что он не умер, но убеждается, что его не слышат. И все же, как мы увидим позже, душа находит способы связываться с оставшимися близкими и утешить их. Если смерть произошла внезапно, человек может быть дезориентирован, но сам процесс освобождения от тела воспринимается как нечто приятное. Исчезает боль, появляется упоительное чувство свободы. Многие люди боятся не столько смерти, сколько боли и мучений, связанных с умиранием. Хорошая новость. Если боль слишком сильная и смерть уже неминуема, душа может покинуть тело за несколько мгновений до фактической смерти. Пациенты говорят о том, что какая-то сила словно выталкивает их из тела, после чего они превращаются в светящуюся энергию, которая может свободно плавать, летать, перемещаться в пространстве. Обнаружив, что он на самом деле не умер, человек замечает, что превращается в светящуюся энергию, он становится светом. Какое-то время душа может оставаться на месте смерти тела, как правило, до похорон, то есть по земным меркам несколько дней. Но для души они пролетают как одна минута. Вскоре после этого душа ощущает, что та же сила, которая вытолкнула ее из тела, продолжает подталкивать ее куда-то дальше, выше, по направлению к яркому свету, к ослепительной белизне, которая находится где-то в отдалении и очень сильно влечет душу к себе. Она влечет так, как будто там родной дом, а там оказывается и есть родной дом. Чтобы туда попасть, нужно пройти тоннель со светом в конце. Да, этот тоннель, который видят люди в состоянии клинической смерти, действительно существует. Иногда он начинается прямо от земли, а иногда нужно подняться выше, в небо, чтобы туда попасть. Есть и такие души, которые не проходят сквозь тоннель, а устремляются к ослепительной белизне другим путем, сквозь различные энергетические пространства. Иногда они путешествуют, словно оседлав волну света или сами превращаются в столб света. Такое чаще бывает с очень опытными душами, которые не раз осознанно проходили через смерть. И вот тоннель пройден. Что же там? Там могут быть различные световые энергетические пространства, через которые проходит душа. Там могут быть разные цветовые вибрации, там может быть прекрасная музыка, легкий перезвон, а также ароматы и даже ощущение вкуса. Все это успокаивает и расслабляет душу. Потом душа выходит на просторы, залитые ярким светом. Там появляется ощущение глубокого покоя. Душе там очень хорошо. Она возвращается к гармонии. И еще она ощущает чье-то присутствие вокруг себя, не кого-то конкретного. Скорее это ощущается как энергия сознания, энергия мысли очень любящих существ. Это как предчувствие, что вас ждут те, кто вас любит, относятся к вам с добром и симпатией, и они совсем рядом. И тут у человека обычно вырывается вздох облегчения. Наконец-то я дома. Наконец я в этом спокойном, мирном и чудесном месте. душа наслаждается этим. Потому что она обрела свою истинную суть, скинув временную человеческую оболочку, стала светом. Потому что она вернулась в свет на свою родину, где ждут самые любящие души. Смерть это не тьма, а свет. Практическое задание. Вспомните, что вы думали о смерти в разные периоды вашей жизни. Или может быть вы не задумывались об этом, старались избегать этих мыслей? Как вам кажется? Почему? Они портили вам настроение, казались слишком мрачными, лишали радости жизни? Если вам неприятно думать о смерти или вы чего-то боитесь, мысленно окружите себя золотистым сиянием. Представьте, что этот свет, как защитный кокон, оберегает вас от неприятных эмоций и позволяет чувствовать себя в безопасности. Когда вы в первый раз поняли, что смерть это страшно? Из чего вы сделали такие выводы? Может быть кто-то вам рассказывал или вы читали об этом? Почему вы приняли это на веру? Если вы сделали вывод о том, что смерть это страшно, основываясь на собственном опыте потери близких, значит у вас есть убеждение, что смерть разлучила вас навсегда, что этот человек перестал существовать, что его больше нет и не будет никогда. Откуда у вас взялись эти убеждения? Вы получили их от других людей и поверили им на слово? Попробуйте усомниться во всем том, что вы знали о смерти раньше. Скажите себе, что все ваши представления это еще не истина, вы ведь не знаете, как все на самом смерти и думать о ней как о чем-то ужасном? А что если в реальности все совсем не так? Что бы вы думали о смерти, если бы точно знали, что это не конец, а продолжение прекрасного путешествия души, что это возвращение домой, уход не во тьму, а в свет? Как бы это изменило вашу жизнь? Мы живем в разумном и любящем мире. Атеисты считают, что после смерти нас ждет пустота, ничто. Верующие боятся ада и посмертных мук. У множества людей смерть ассоциируется с тьмой и холодом. Такова сила общественного сознания, веками культивировавшая и внушавшая людям подобные представления. А с чем ассоциируется посмертное существование у вас? Верите ли вы в мрачный и наполненный призраками загробный мир, в мир, разделенный на ад и рай, страшный суд, или думаете, что со смертью просто все закончится и не будет больше ничего? Мы не призываем вас изменить свои верования немедленно. Просто подумайте о том, что в реальности все может быть совершенно иначе. Люди, вновь пережившие смертный и посмертный опыт в измененном состоянии сознания, свидетельствуют не в пользу устоявшихся пугающих представлений о посмертном существовании. Они говорят, что никакого ада не существует, нет ни страшного суда, ни наказания, нет мрачного загробного мира, а есть чистый и светлый мир душ, наполненный энергией любви и спокойствия. И в этот мир попадает абсолютно каждая душа, независимо от того, как прожил жизнь человек, которому эта душа принадлежала, какие поступки он совершал, как вел себя по отношению к другим, был ли достаточно нравственным и ответственным, хорошо ли справлялся с жизненными задачами. Все без исключения души, возвращаясь в мир душ, чувствуют, что окружены энергиями любви. Все испытывают необыкновенную радость, ощущая себя вернувшимися домой, в любящую семью, к друзьям и родным, а встречи с которыми уже и не мечтали. Вам кажется, что это несправедливо? Что люди нечестные и непорядочные должны получать какое-то наказание за неправедно прожитую жизнь? Что они не должны после смерти оказываться в том же пространстве любви, как и те, кто прожил достойно, честно и сделал много добра? Дело в том, что в мире душ вообще нет таких понятий, как наказание, осуждение, неприятие, враждебность. Эти понятия есть только в материальном мире, в котором мы с вами живем с рождения до смерти. Мы так привыкаем к этой реальности, что невольно в своем сознании переносим ее законы и в мир душ. Нам трудно представить себе мир, наполненный любовью и только любовью. Нам хочется, чтобы там тоже кого-то осуждали и наказывали. Но там не наказывают, там сочувствуют, там не осуждают, там относятся с пониманием ко всему, там не ругают, там помогают исправить ошибки и сделать верные выводы. Там никто не заставляет душу каяться, но она сама начинает очень ясно видеть ошибки и просчеты своего поведения на земле. Такое осознание может даваться непросто. И для мира душ это более чем суровое наказание, вернее не наказание, а урок. Душа сама стремится стать совершеннее и следующую жизнь прожить лучше. Нам здесь, на земле, трудно представить, что после смерти мы попадаем в разумный и любящий мир. Но это на самом деле так. Практическое задание. Не обязательно умирать, чтобы почувствовать энергию любви, которая и является основой нашего мира. Ведь мир душ и является той подлинной реальностью, из которой мы все вышли и в которую вернемся. Закройте глаза, на время отгоните все беспокоящие, тревожные мысли. Представьте, что вы находитесь в абсолютно безопасном, спокойном месте. Вам комфортно и легко. Вы отдыхаете, наслаждаетесь тишиной и покоем. Представьте, что где-то рядом находятся люди или души, которые очень вас любят. Вы точно знаете, что они одобряют вас в каждом вашем шаге и поступке. Им все нравится в вас, ваш характер, поведение, внешность. Они прощают ваши ошибки, относясь к ним с пониманием. Они добры к вам независимо ни от чего. Они любят вас без всяких условий, такого, какой вы есть. И они не замечают ваших недостатков, а если и замечают, то не осуждают за них. И вообще, они не способны вас осуждать, критиковать, а тем более ругать. И вы чувствуете это любящее присутствие. Это словно энергия, разлитая в воздухе. Вы можете расслабиться и просто быть самим собой. Эта любовь никогда не исчезнет, она не закончится, что бы ни произошло. Представьте себя в самом комфортном мире, где вам хорошо и спокойно. Представьте, что сам воздух пропитан бескорыстной чистой любовью. Представьте, что рядом самые близкие родные люди, искренне любящие вас, заботящиеся о вас, помогающие и сочувствующие вам, и вы получите некоторые представления о той атмосфере, которая царит в мире душ. Кого мы встретим в мире душ? Некоторые люди думают, что после смерти предстанут непосредственно перед лицом Бога. Это и так и не так. Все, кто в состоянии транста путешествуют в мир душ, всегда чувствуют присутствие некой высшей силы, управляющей миром. Но эта сила всегда остается невидимой. Причем каждая душа чувствует себя крепко связанной с этой силой так, как будто является ее частью. Некоторые люди говорили, что ощущают мир душ как энергию, исходящую от некоего высшего источника или как дыхание Творца. Причем эта энергия несет в себе гармонию, порядок и мудрость. Майкл Ньютон не любит употреблять слово Бог. Оно создает представление о высшей силе как о некой личности, тогда как это вовсе не личность, а могучее сознание, пронизывающее собой абсолютно все, что есть в мире. Правильнее говорить, что Бог это не тот, кто есть, а все, что есть. В работах Майкла Ньютона чаще употребляются слова источник, творец и присутствие, хотя и они, конечно же, не точны. А есть ли в человеческом языке слова, которые могли бы точно отразить ту огромную, разумную и любящую силу, частью которой мы все являемся, из которой вышли и в которую вернемся? Вряд ли найдутся подходящие словесные обозначения. Поэтому лучше полагаться на свое собственное восприятие, чем на чьи-то образы и определения. Возможно, вы в своей жизни даже не раз ощущали присутствие некой силы, которую трудно определить. Поскольку Творец — это все, что есть, то мы можем контактировать с этой силой не только в мире душ, но и в нашем материальном мире. Практическое задание Вспомните ситуации в своей жизни, когда вы словно бы ощущали присутствие некой силы, могучей и при этом доброй и любящей. Это могло быть в момент сильного стресса, или когда вы чего-то испугались, или когда вам нужна была помощь и защита. Но это могло быть и в самые спокойные моменты, когда вы любовались красотой природы или слушали музыку, наслаждались поэзией или другим видом искусства. Если вы верующий человек, то ощущение присутствия могло быть у вас во время молитвы, но даже атеисты иногда могут почувствовать, что какая-то сила им помогает и сочувствует. Если вам трудно вспомнить это ощущение, вспомните ситуации, когда к вам откуда-то неожиданно пришла помощь или чудесным образом исполнилось ваше желание, вас посетила удача, когда вы ее и не ждали, свершилось то, что казалось невозможным. Такие маленькие или большие чудеса бывали у каждого. Возможно, на какой-то момент вам показалось, что это было не случайно, что вам помогли какие-то незримые силы? Вы тогда не поверили в это, потому что взрослые в сказки не верят? Попробуйте допустить, что это все же не сказка, а некая закономерность нашего мира, о которой вы просто еще не знаете. задайте себе вопрос, а как на самом деле устроен мир? И поразмышляйте об этом. Итак, Творец или Источник время от времени являет свое незримое присутствие, но никогда не проявляется в зримом облике. Но после смерти мы встречаем множество любящих душ, которых мы можем увидеть, как в виде светящейся энергии, так и в том облике, в котором мы знали их на земле. Все, кто погружался при помощи гипноза в жизнь между жизнями, рассказывают, что первыми их встречают самые любимые и близкие, именно те, кого больше всего хочется увидеть. Это могут быть и родители, и дети, и братья, и сестры, и другие родственники, и близкие друзья. Это неизменно радостные, счастливые встречи. Часто они проходят очень эмоционально, ведь человек при жизни уже не ожидал их когда-либо встретить. Затем подходят и другие души, с которыми вы так или иначе были связаны в ваших воплощениях. Даже если при жизни между вами были не лучшие отношения, в мире душ все предстает совершенно в ином свете. Вы понимаете, что на самом деле любите друг друга, и если преподносили друг другу на земле не самые легкие уроки, это тоже делалось из любви и желания помочь друг другу приблизиться к совершенству. Потому это тоже радостные и счастливые встречи. Всех их мы увидим в том облике, какой известен нам по земным воплощениям. Ведь души, являясь чистой энергией, тем не менее, находясь в мире душ, могут принимать любой облик, и многие души предпочитают выглядеть так, как они выглядели на земле. Кроме близких душ нас встречает наш гид-проводник. Это особая душа, которая помогала нам, вела нас и поддерживала во время множества наших жизней на земле. Многие люди чувствуют, что кто-то им незримо помогает, утешает, вселяет надежду, дает поддержку. Издавна таких незримых помощников называли ангелами-хранителями. Майкл Ньютон считает это определение слишком архаичным. На самом деле, гиды-помощники это такие же души, как мы сами, только более опытные и способные быть наставниками для других. Они тоже воплощаются на земле в качестве людей, и в некоторых воплощениях даже могли быть нашими лучшими друзьями или учителями, а иногда родителями или даже детьми. Встреча с гидом-помощником в мире душ это тоже радость, поскольку мы сразу же узнаем эту душу и начинаем чувствовать себя под защитой. Нам нечего бояться, мы не одиноки, мы окружены любовью, потому что рядом те, кого мы любим, кем любимы и на кого можем положиться. Что мы увидим в мире душ? Мир душ это чистая энергия, это свет, и в первую очередь мы увидим именно свет, но это не значит, что в мире душ мы будем только парить в пространстве энергий, также имея вид светящейся энергии и больше ничего. Энергия может принимать самые разные формы. Души тоже могут иметь в мире душ тот же облик, что и на земле. Вот почему мы безошибочно узнаем тех, кто встречал нас у входа в тот мир, из которого мы вышли и в который возвращаемся. Но если они даже предстают в виде облака светящейся энергии, мы все равно узнаем их, ведь души умеют чувствовать и распознавать особые вибрации, качества энергии, которые отличают нас друг от друга. Так что не волнуйтесь, вас не спутают ни с кем другим, и вы тоже будете точно знать, с кем имеете дело. Итак, что же вы увидите в мире душ? Каждая душа увидит там что-то свое. Обычно души видят то, что было им особенно близко и дорого в земном мире. Например, если вы любили цветы, то можете оказаться в цветущем саду. Если вам нравились храмы и дворцы, если какие-то из ваших воплощений, особенно дорогих для вас, проходили в этих зданиях, в мире душ вы окажетесь именно в них. Если вам дорог ваш дом на земле, вы можете смоделировать его и в мире душ. Практическое задание. Вы можете почувствовать энергию мира душ, даже оставаясь на земле. Закройте глаза, расслабьтесь, успокойтесь, дышите ровно и размеренно, не спеша. Представьте себе самое приятное и комфортное для себя место. Оно может быть как реальным, так и воображаемым. Подумайте о том, какое место для вас похоже на рай. Может быть, это сад или утопающий в цветах маленький домик, или остров посреди теплого моря, или место, где есть красивый храм. выбирайте то, что именно вам по душе, ориентируясь на свои собственные ощущения, а не на какие-то внешние образы. Просто представьте, где вам в самом деле было бы приятно и радостно находиться, где бы вы чувствовали себя комфортно и в полной безопасности. представьте, что вы оказались в таком месте. Вот вы осматриваетесь по сторонам. Что вы видите? Попробуйте представить все как можно более детально. Обязательно рисуйте в воображении красочную картину. Заметьте, какая природа вас окружает. Если есть цветы, сколько их, какие они, где конкретно растут, есть ли горы, водоемы, какого цвета небо, какая погода, если есть здания, как они выглядят, для чего предназначены. Вы в одиночестве или рядом есть еще люди, какие они? А может есть животные и птицы? Они в отдалении или рядом? Вы просто смотрите на них или каким-то образом общаетесь? Затем обратите внимание на звуки, запахи, ощущения тела, тепло ли вам, есть ли ветерок, к чему вы прикасаетесь, как движетесь, как ощущается поверхность, на которой вы стоите или сидите. Это трава, земля, песок, еще что-то? Что на вас надето и как ощущается эта одежда? Есть ли ароматы цветов, еще какие-то запахи? Помните, что все ощущения должны быть приятны для вас. Представьте, что вы в полной безопасности, этот мир дружелюбен к вам, и здесь могут происходить только приятные, радостные события. Вы можете мысленно возвращаться в этот придуманный вами мир в любой момент, особенно тогда, когда вам нужно успокоиться, расслабиться, отдохнуть и собраться с силами. Смысл путешествия души – движение к совершенству. Итак, вот что мы выяснили. Душа человека бессмертна. Наша истинная суть – это божественный свет, он скрыт внутри нас, и благодаря нему мы связаны с Творцом напрямую, без посредников. Наша настоящая Родина – это мир, душ. Попадая туда, все мы чувствуем, что вернулись домой. В мире душ царит гармония и спокойствие, там исчезает вражда, ненависть и осуждение, там царит любовь и понимание. В мире душ мы оказываемся в поистине райском месте, где вновь обретаем всех тех, кого любили и считали потерянными навсегда. Но что же такое тогда земля? И для чего души воплощаются на земле? Не является ли необходимость воплощаться своего рода наказанием? Нет, это не наказание, ведь души добровольно принимают решение воплощаться в материальном мире. Они делают это для того, чтобы получить опыт, который в конечном итоге должен приблизить душу к совершенству. Все мы вышли из великого источника, все мы связаны с совершенным творцом, каждый из нас несет в себе искру Божию. Все мы вышли из совершенства и должны вернуться к совершенству. Души решают воплощаться в материальном мире потому, что не являются совершенными. Каждая душа знает, какие уроки ей нужно пройти на пути к совершенству и выбирает такие условия своего воплощения, которые наилучшим образом будут способствовать прохождению этих уроков. Когда душа достигает необходимого совершенства, она может перестать воплощаться и постоянно обитать в мире душ. Но есть и такие совершенные души, которые все же выбирают продолжение воплощений, чтобы помогать людям быть мудрецами и целителями, теми, кто уже не нуждается в земных уроках, но несет свет и знания воплощенным душам, проходящим уроки на земле. Есть и другие материальные миры, кроме земли, где души могут воплощаться. Во многих из этих миров условия жизни гораздо более мягкие и щадящие, чем на земле. Поэтому души, выбирающие воплощение на земле, считаются в мире душ самыми смелыми и отважными. Если ваша жизнь трудна, не жалуйтесь. Вы знали, на что шли. Спросите об этом у вашей души. Она обязательно подтвердит, что так оно и есть. Да, наша планета это своего рода испытательный полигон или школа для душ, учебный и тренировочный центр. Но не только. Земля это еще и огромная сценическая площадка. Помните? Весь мир театр, а люди в нем актеры. Шекспир гений, и он был прав, произнося эти слова, но даже он наверняка не понимал того скрытого смысла, который можно обнаружить в них. Истинная суть человека это его высшее Я. Это искра Творца. Это свет любви, это божественная энергия. Но воплощаясь на земле, мы словно бы надеваем маски и начинаем играть самые разные роли. Кем мы только ни были на протяжении множества воплощений. Мы жили в разные века, меняли лица и костюмы, были и принцами, и нищими, проходили через самые разные драматические коллизии. И все для того, чтобы стать лучше, совершеннее, отточить самые разные навыки и умения стать сильнее, научиться сохранять свет души в самых темных, мрачных обстоятельствах. И все это мы выбрали добровольно и для своего собственного блага. Наша планета прекрасна, и ее красота это то, что тоже привлекает сюда души. Изначально она задумывалась как место, где души могут играть, развиваться, совершенствоваться, реализовывать свои лучшие качества, наслаждаться жизнью в материальном мире и получать удовольствие от своего путешествия. Да, после здесь поселились и ненависть, и вражда, и зло. И все же это не повод считать землю каким-то воплощением ада, вместилищем тьмы и пороков. Это не так. Даже то негативное, с чем мы сталкиваемся, может послужить нам во благо, если только мы научимся справляться с трудностями и правильно пользоваться своей силой, духовной, божественной энергией, данной каждому от природы. Но почему же, воплощаясь на земле, мы ничего не помним о своей истинной сути и о настоящем доме, о нашей духовной родине? Почему мы не помним о главном, о своем бессмертии? Таково было условие, которое души также приняли добровольно. это нужно для того, чтобы прежний опыт не давлел над каждой следующей жизнью, чтобы нас не тянуло воплощаться все время в одном и том же месте и в одной и той же семье, если, к примеру, там проходила наша счастливая жизнь. Душе нужен разнообразный опыт, и для лучшего обучения желательно начинать каждый раз как будто с чистого листа, испытывая в новых условиях качества, наработанные в прошлых воплощениях. Да, каждый раз, проходя через смерть тела, мы переплываем реку забвения, так считали наши древние предки, и их догадки были обоснованы. Рождаясь вновь, мы не помним прежних жизней, но наше высшее «я», наша душа помнит все. Многие люди чувствуют это даже без сеансов гипноза. У многих память о своей истинной сути пробуждается во время молитвы или медитации. Множество людей в разные моменты своей жизни ощущают свет где-то в глубине своего существа, свет из высших источников, божественную энергию, связывающую человека со всем миром. И сейчас духовный мир открывает нам свои тайны, может быть, именно потому, что так много людей стремятся к постижению высших истин и молятся о том, чтобы быть услышанными Творцом. Именно поэтому человечеству открываются тайны, которые веками были скрыты, тайны о нашей истинной сути и о том, как на самом деле устроен мир. Практическое задание. Попробуйте взглянуть на свою жизнь глазами бессмертной души. Закройте глаза и представьте, что где-то в глубине вашего существа есть источник света, высшей божественной энергии, которая соединяет вас с Творцом безо всяких посредников. Это разумная энергия, которая наполняет ваше сознание. Представьте, что вы и есть этот свет. Вы свет, разумный, одушевленный свет. Ваша природа это божественная энергия. Вы бессмертны, вы вечны, потому что этот свет никогда не погаснет, нет силы, способной загасить его. Мысленно соединитесь со своей бессмертной сутью и представьте, что в вашей жизни на земле вы играете одну из многих ролей, которые уже выпадали на вашу долю. Сценарий вашей судьбы не случайен. Он составлен так, чтобы вы могли пройти наиболее важные для вас уроки. Как вам кажется, вы справляетесь с этими уроками? Следуете ли идеалам любви и добра? Приближаете ли свою жизнь и окружающий мир к гармонии? Стремитесь ли решению? Посмотрите глазами бессмертной души на сложные проблемные моменты вашей жизни. Как бы вы себя вели, если бы точно знали, что бессмертны и связаны с Творцом, что рядом с вами ваш гид-помощник, что все происходящее не случайность и не наказание, а возможность получить важный опыт и пройти необходимые уроки? Что вы можете сделать, чтобы ваша жизнь дальше развивалась более гармонично? Обратитесь к вашей бессмертной душе за советом. Вы можете делать это в любых ситуациях, когда трудно принять какое-то решение или справиться с какой-то ситуацией. Когда мы смотрим на жизнь глазами бессмертной души, все начинает меняться к лучшему, находятся ответы на мучившие вопросы и все неясное постепенно проясняется. Урок 2. Бесконечная жизнь души. Кто же мы на самом деле? Что вы имеете в виду, когда говорите «я»? Вот вы произносите простое слово «я». Что вы подразумеваете под этим? Свою внешность, ум, характер, социальные и семейные роли, чувства, эмоции, поведение, поступки, таланты и способности? То, чем вы владеете, то, что о вас думают другие, все это вместе? Скажите «я», прислушайтесь к себе, где, в какой части вашего существа отзывается это слово. Может быть, вы почувствуете, что «я» — это гораздо больше, чем внешность, социальные роли, характер, эмоции и сознание. Это что-то более глубокое, может быть, даже безграничное. Вы можете перечислить все ваши социальные роли, все то, что привыкли считать собой, и все равно понятие «я» этим не будет исчерпано. Что-то останется неназванным и неопределенным. Почему так происходит? Мы можем прожить всю свою жизнь и так толком и не узнать, что же такое «я»? Ответ прост. Мы привыкли воспринимать наше «я» как нечто, относящееся исключительно к земной, материальной реальности. Соответственно, и определение ищем в том, что нам известно по нашей земной жизни, и при этом не учитываем, что наше подлинное «я» имеет вовсе неземное происхождение. Все проясняется, когда мы начинаем понимать и принимать такую простую и вместе с тем сложную вещь, то, что мы называем наше «я» — это душа. Скажите, «я» — это душа. И прислушайтесь к себе. Как отзывается в вас эта фраза? Может быть, вы почувствуете, что, произнося эти слова, как будто становитесь больше? Словно исчезают границы, и вы дорастаете до небес и даже выше? Все прежние определения ограничивают вас. Вы говорите, «я профессионал», «я мужчина», «я жена» и «мать», «я хороший человек», но эти определения не вмещают вашу суть. Когда вы говорите «я душа», ограничения исчезают, душа вмещает в себя все, не только ваши жизненные роли, но и все то, чем вы были, есть и будете. Душа — это целый мир, в котором нет невозможного и нет границ. Душа — это свет, это энергия, наделенная сознанием. Душа имеет божественное происхождение, душа несет в себе частицу Творца. Душа приходит на Землю как путешественница. Она создана не на Земле, она создана там, откуда все мы вышли, в мире душ, который и является, нашей настоящей Родиной. Практическое задание. Перечислите все те роли, с которыми вы ассоциируете себя, все то, что вы подразумеваете, говоря «Я». Это могут быть и ваши социальные роли, и ваши достижения, и чувства, мысли, таланты, и ваша внешность, возраст, и то, как воспринимают вас другие. Назовите лишь то, что в самом деле имеет отношение к вам, отражает ваше восприятие себя. Сделайте это в письменном виде, продолжив фразы. Первое. Я это. Второе. Я это. Третье. Я это. Четвертое. Я это. Пятое. Я это. Шестое. Я это. Седьмое. Я это. Если семи определений оказалось недостаточно, добавьте еще. Вернитесь к первому определению и представьте себя выполняющим соответствующую ему роль. Что вы делаете, что чувствуете в этой роли, комфортно ли вам в ней. Как вам кажется, эта роль полностью отражает вас. Вы получаете удовлетворение от реализации в данном качестве? Точно так же пройдите по всем определениям, анализируя, как вы чувствуете себя в каждой роли и насколько полна она отражает вас. Вы сможете заметить, что каждая из этих ролей отражает лишь какую-то грань вашего существа. Ваше я значительно больше, чем то, как вы проявляете себя в этих ролях. Даже все эти роли, свойства и качества вместе взятые не отражают вас полностью. А теперь представьте, что все эти роли лишь внешняя, поверхностная часть вашего существа. Это лишь внешний слой, тогда как вы на самом деле гораздо глубже. Закройте глаза и представьте, что вы погружаетесь внутрь своего существа, словно в огромный, прозрачный, пронизанный светом спокойный океан. Вот вы проходите верхний слой, это ваши социальные, семейные и прочие жизненные роли. Скажите себе, все эти роли не я. Вот вы погружаетесь глубже и проходите через слой ваших чувств, мыслей, качеств характера, талантов. Скажите себе, что все это тоже не вы. Погружаетесь все глубже и глубже. Там, в глубине, вы видите источник света. Это и есть ваша истинная суть. это свет души. Этот свет принадлежит и вам, и Творцу одновременно. Это ваш свет, как неотделимой части Творца. Представьте, что вы соединяетесь с этим светом. Вы слились воедино со своей душой. Мысленно окружите себя золотистым сиянием. Это свет любви. Представьте, что этот свет заполняет все ваше существо. Скажите себе «Я душа». Повторите несколько раз. Теперь вы вернули память о том, что являетесь душой. Теперь вы можете нести свет души в самом себе постоянно и наполнять этим светом все, что вы делаете. Представьте, что вы возвращаетесь обратно. Вы снова проходите сначала через слой своих мыслей, чувств, качеств, талантов, а затем через слой социальных ролей. Представьте, что наполняете эти слои светом своей души. Вернувшись обратно, почувствуйте свое тело и откройте глаза. Скажите еще несколько раз «Я душа». почувствуйте свет души во всем своем существе. Человек – существо неземное. Да, мы с вами вовсе неземляне по своему происхождению. И если вы задаетесь вопросом, существует ли внеземной разум, просто посмотрите на себя. Вы и есть представитель внеземного разума, хоть и забыли об этом. Но как же так получилось, что души, частицы Бога, единого и целостного, отделились от источника и оказались на земле в очень трудных, подчас невыносимых условиях? Нет, это не наказание за грехопадение. То, что Бог наказал Адама и Еву, выгнав их из рая, не более, чем легенда. Бог — это энергия любви, а потому Он никого не наказывает. Бог вовсе не отрекался от людей, отправляя их воплощаться в материальные миры. Напротив, Он сделал их своими представителями. Мы посланцы Бога на земле. С нашей помощью Бог расширяет свое влияние. Наша задача нести свет и любовь источника в те уголки Вселенной, где еще много тьмы. Одновременно Бог познает свои возможности с нашей помощью. Представьте себя, Бог — это свет. Вселенная Бога — это свет, там нет никакой тьмы. Но свет не виден на фоне света. Соответственно, Бог не может познавать сам себя. Познание возможно лишь в сравнении с чем-то. Свет можно познать только там, где есть тьма. Поэтому были созданы миры, подобные земле, где есть не только свет, но и тьма, не только любовь, но и вражда, не только сотрудничество, но и соперничество. Поэтому души которые, будучи частицами Бога совершенны, как и Он, здесь временно забывают о своем совершенстве и играют роли, воплощаясь в людей и пытаясь в этом качестве все-таки вспомнить о своем совершенстве и решить все земные задачи наилучшим образом. Надо иметь в виду, мы не отделяемся от Бога во время наших земных путешествий, мы остаемся едиными с Ним, просто забываем об этом. Мы не перестаем быть совершенными, как Бог, просто временно натягиваем маски несовершенства, чтобы закалить свою энергию и научиться преодолевать трудности. В мире душ этих трудностей просто нет. Вот почему нужна земля. Это тренажерный зал для душ. Да, здесь трудно, но эти трудности помогают душе оставаться в тонусе и нарабатывать новые качества, накачивать свои духовные мускулы. Кроме того, если вы на земле, значит вы добровольно приняли решение воплощаться здесь. Никто вас сюда не ссылал, никто не принуждал к этому. Это исключительно добровольный выбор души, и воплощаясь, душа знает, на что она идет. Практическое задание. Представьте, что было бы, если бы вы были космическим странником, вечной, бессмертной, прекрасной душой, которая путешествует по Вселенной с целью исследовать новые миры, узнать, как там живется и какие-то из них на время сделать своим домом. На сей раз вы решили узнать, каково это быть человеком на земле. Это непростое, но увлекательное путешествие. Представьте, что для вас жизнь на земле это приключение и еще сложная, но интереснейшая игра. Вы точно знаете, что бессмертны и с вами не случится ничего плохого. Вы чувствуете силу того света, который скрыт внутри вас. Вы чувствуете постоянную связь со своим настоящим домом, с источником. Вы точно знаете, что вам по силам одолеть любые трудности и неприятности. посмотрите глазами такого странника на вашу нынешнюю жизнь. Как бы вы увидели свои нынешние трудности, проблемы, заботы? Как бы вы отнеслись ко всем тем задачам, которые приходится решать каждодневно? Это все часть игры, часть приключения, а еще это испытания, позволяющие вам проверить силу своей души силу своего божественного света, а также вспомнить о своем совершенстве и выйти из тех ролей, где вы ведете себя несовершенно. Попробуйте сделать какое-то обыденное дело так, как его сделала бы бессмертная душа, наполненная божественным светом, бесстрашный и вечный космический странник. душа и тело, союз по любви. С чего же начинается земное путешествие души? Душа вселяется в тело еще на стадии внутриутробного развития, примерно на четвертом месяце беременности. Причем к выбору тела душа подходит очень тщательно, заранее просматривая все возможности, которые откроются для этого совместного существования в процессе жизни. Все души разные. Нет ни одной души, которая как две капли воды походила бы на другую. Вот почему каждый человек уникален и неповторим. Все души без исключения являются частицами Творца и носителями божественных энергий, и при этом у каждой души могут быть свои, отличные от других характеристики. Есть души активные, а есть созерцательные. Есть те, кто любит тишину и покой, а есть склонные к риску и приключениям. Есть души веселые, полные энтузиазма, боевые, а есть тихие и нежные. Бывает, что душа выбирает тело подстать себе. Например, мирной, спокойной душе будет неуютно в беспокойном нервном теле, и она может выбрать тело, которое тоже тянется к спокойствию, к неспешной размеренной жизни. Но очень часто ради прохождения необходимых уроков душа выбирает себе задачу на сопротивление, вселяется в трудное для себя тело. И тогда может случиться так, что душа гармонична и хочет жить спокойной, мирной жизнью, а инстинкты тела все время толкают человека на риск, втягивают в конфликты и заставляют излишне нервничать, беспокоиться. В таком случае перед душой стоит задача воспитать это тело, преодолеть его негативные тенденции привести к гармоничной жизни. Майкл Ньютон говорит, что союз тела и души похож на брак по любви. Он невозможен без взаимного согласия и без гармоничного единства двух половинок. Если же душа с телом не в ладу, значит ваша задача прийти к этому единству обрести мир и согласие с самим собой. Мы должны помнить, что несем ответственность за свое тело. Оно дано нам временно, и мы должны беречь его. Вредные привычки, саморазрушение, плохое отношение к собственному телу, все это противоречит задачам души, пришедшей на землю, и не дает нам решать те задачи, ради которых мы воплотились. Практическое задание. Как вам кажется, какой характер у вашей души? Возьмите бумагу, ручку и напишите «Моя душа?» Продолжайте, отвечая на вопрос «Какая?» «Спокойная, буйная, жизнерадостная, бесшабашная, мудрая, увлекающаяся, осторожная, страстная, нежная?» «Еще какая?» «А владу ли между собой живут ваша душа и ваше тело?» «Бывает ли, что вы поддаетесь инстинктам и делаете что-то такое, что глубинный голос души не одобряет?» «Бывает ли, что этот голос говорит вам, что вы ведете себя неправильно?» «Бывает ли, что вы сами чувствуете, поступаете как-то не так?» «Этот внутренний голос, который мы часто называем голосом совести, и есть голос нашей души. Вы слушаете этот голос? Или поддаетесь тем порывам, на которые вас подталкивают инстинкты тела или ваша нервная система, или древние отделы мозга, которые подчас диктуют нам свои правила, идущие в разрез сознанием? Вспомните случай из вашей жизни, когда вы слушали голос души и жили в согласии с ней, и те случаи, когда душа и тело были не в ладу? Каковы были последствия в каждом из этих вариантов? Что вам больше нравится? Жить в согласии с душой или перечить ей? Как вам кажется, в вашей повседневной жизни вы слушаете голос души? Вы делаете то, чего просит ваша душа? А чего она просит, как вам кажется? Попробуйте услышать голос своей души и последовать его призывам. Подготовка к новому воплощению, исцелению и восстановлению сил. Как же душа подходит к моменту выбора тела? Чтобы ответить на этот вопрос, вернемся к пребыванию души в мире душ и посмотрим, как проходит эта жизнь между жизнями. После земного воплощения душа обычно нуждается в исцелении и восстановлении сил. Жизнь на земле это тяжкий труд. Душа очень устает. Кроме того, во время воплощения она часто совершает ошибки и получает в результате травмы, повреждения. Когда мы говорим «душевная травма», то имеем в виду нечто нематериальное, эфемерное. На самом же деле душевные травмы оставляют самые реальные следы в энергетике души. И прежде чем душа сможет продолжить путешествие, эти травмы нужно исцелить. С этой целью душа попадает в особое пространство, заполненное светом, где она принимает своеобразный энергетический исцеляющий душ. Он не только восстанавливает поврежденные участки энергетики и очищает от любой негативности, но и позволяет душе отпустить от себя прожитую жизнь, развязать узы, связывающие с ней. Душе нужно получать новый опыт, и следы прежнего воплощения не должны ее сковывать. Практическое задание Сейчас, когда мир душ стал более открытым для нас, мы можем учиться у него. Например, исцеляющий душ для души можно практиковать и в нашей земной жизни, когда нам нужно освежиться и очистить свои эмоции, избавиться от негатива и восстановить силы. Это в высшей степени полезная и эффективная процедура. Закройте глаза и представьте, что вы находитесь в просторном, светлом помещении, которое вам очень нравится. Пусть стены, пол, потолок будут из того материала и того цвета, которые вам приятны. Представьте себе интерьер, который действует на вас целительно. там могут быть цветы, картины, скульптуры или все что угодно, что производит на вас хорошее впечатление. Только пусть все это будет выдержано в светлых, мягких, успокаивающих тонах или в ярких, радостных, но не раздражающих. Представьте, что вы встаете в центре этого помещения и сверху на вас начинают литься потоки света, подобного солнечному, только более интенсивные и яркие. Наверху, над собой, вы можете представить прозрачный купол или просто небо, с которого льется свет. Это свет из высшего, божественного источника. Это не просто свет, это энергии любви и исцеления. вас омывают эти чистые струи света, они пронизывают ваше тело, вы наслаждаетесь этими теплыми, мягкими потоками, купаетесь в них и чувствуете, как уходит все негативное, беспокоящее, как заживают ваши эмоциональные раны, как струи света смывают вашу усталость и восстанавливают силы. Вы можете практиковать такой исцеляющий и восстанавливающий энергетический душ в любой момент, когда почувствуете потребность в этом. Разбор полетов с гидом-помощником. Но не все старые раны удается исцелить при помощи энергетического душа. И здесь, на земле, и в мире душ, для полного исцеления требуется дополнительная терапия. Дальнейшему исцелению посвящено все пребывание души в мире душ, где она проходит тщательный разбор полетов, анализ прожитой жизни, делает выводы и постепенно освобождается от остаточных негативных энергий, унаследованных от только что пройденного воплощения. Сначала душа, очень подробно разбирается в прожитой жизни, беседуя со своим гидом-помощником. И это тоже совсем не похоже ни на суд, ни даже на экзамен, скорее на дружескую встречу. Гиды-помощники излучают любовь и доброжелательность. Их задача состоит не в том, чтобы осудить душу, не в том, чтобы выставить ей какие-то оценки за прожитую жизнь, а только в том, чтобы помочь разобраться в ошибках и наметить план их исправления. К моменту этой встречи душа обычно уже сама знает и видит свои недоработки, поэтому она не нуждается в каких-то воспитательных воздействиях со стороны гида-помощника, а только лишь в помощи, подсказке, совете, поддержке. И все это душа получает во время такой встречи. Случаи из практики примечания все случаи взяты из частной консультативной практики все имена изменены. Андрей Н. пришел на консультацию, так как его беспокоили страхи, с которыми он никак не мог справиться. Он ругал себя за недостаточно мужественное поведение в сложных ситуациях, когда другим была нужна его помощь, но ничего не мог с собой сделать. В трансовом состоянии под гипнозом выяснилось, что в прошлом воплощении Андрей был женщиной по имени Марианна. Когда предыдущая жизнь закончилась и душа Марианны попала в мир душ, встреча с гидом-помощником произошла в цветущем яблоневом саду. В точно таком же саду Марианна любила играть в детстве, когда жила в большом доме, вокруг которого было много яблонь. И вот, к своему удивлению и радости, душа Марианны снова оказалась там. К еще большей ее радости гидом-помощником оказалась душа, которая когда-то в еще более ранних воплощениях была ее старшей сестрой. Так что это была очень теплая сердечная встреча. Во время этой встречи Марианна уже знала, в чем ее проблема. Она была очень несмелой на протяжении всей своей жизни, из-за чего упускала все те лучшие возможности, которые преподносила ей жизнь. Одна из наших жизненных задач преодоление страха. Марианна не справилась с этой задачей, из-за чего ее жизнь закончилась плачевно. Она не смогла постоять за себя и своих детей, когда чужие люди выгнали ее из ее собственного дома. Дети оказались в приюте, а она просто погибла от голода и холода, оказавшись бездомной в морозную зиму. Во время беседы гид-помощник начал разговор с того, какими позитивными качествами обладала Мариана. Оказалось, она была наделена очень добрым нравом, умела сочувствовать и помогать другим, но из-за страха редко делала это. В глубине души она была радостным и жизнелюбивым человеком, но не позволила развиться в себе этим качеством. Из беседы с гидом-помощником Мариана сделала вывод, что могла бы прожить жизнь иначе, гораздо успешнее, если бы не побоялась вовремя вырваться из-под опеки слишком властных родителей и начать самостоятельно нести ответственность за себя. было решено, что в следующей жизни Мариане лучше будет воплотиться в мужском теле, которое будет физически крепким и способным преодолевать большие нагрузки. Предполагалось, что это поможет душе одолеть преследующие ее страхи. Узнав о причинах своих страхов, Андрей начал активно работать над их преодолением. Самое главное, что он поверил в себя, в свои силы и взял на себя ответственность за собственное развитие. После встречи с гидом душа отправляется в то место в мире душ, где обитают близкие ей души, друзья и родные. Это место дом души в мире душ. Все по-разному перемещаются туда. Кто-то перелетает по воздуху или плывет в потоках энергии, другие просто оказываются там, где их окружает множество близких душ. Это словно снова оказаться в родной семье после долгой разлуки. Душа счастлива оказаться среди тех, кого она хорошо знает и любит. И дальше им предстоит развиваться и обучаться вместе. Обучение и досуг в мире душ. Обучение в мире душ происходит в обстановке, чем-то напоминающей земные школы, с той только разницей, что оценок здесь не ставят, а сами уроки проходят в очень маленьких группах и в крайне доброжелательной атмосфере. Учителя это обычно тоже души, воплощающиеся на земле, только дальше продвинувшиеся в своем развитии. Учителя не заставляют никого учиться, не принимают дисциплинарных мер. Они бесконечно терпеливы. В мире душ нет времени, поэтому учителя и в самом деле готовы ждать вечность, пока ученик будет готов по своей воле приступить к занятиям. Души учатся тому, что им понадобится для дальнейшего развития как в мире душ, так и в земной жизни. Кто-то учится смелости, а кто-то терпению и сдержанности, кому-то нужно стать более мягким, а кому-то более твердым, кто-то нарабатывает стойкость и умение противостоять трудностям жизни, а кто-то тренирует сочувствие и способность помогать другим, или даже сам готовится быть учителем для молодых душ. У каждого своя задача, и обучение идет согласно индивидуальному плану. Но не только учебой заняты души, у них есть время и для досуга, и для развлечений. Да-да, души во время жизни между жизнями тоже умеют развлекаться. В перерывах между занятиями они могут наслаждаться природой, гулять в лесу или проводить время в саду, устраивать пикники или отдыхать в уединении. Они могут танцевать, петь, заниматься музыкой и созданием произведений искусства, ухаживать за растениями и животными и даже играть в разные игры, например, в мяч или в прятки. Некоторые души любят путешествовать и не раз отправляются на землю, чтобы снова навестить те места, которые они особенно любили при жизни. Душа, даже не обладая телом, может, к примеру, отдыхать на морском берегу, кататься на волнах и играть с дельфинами. Практическое задание. Закройте глаза и представьте, что вы душа, чистая энергия, свет, творца. Ваши возможности не ограничены. Вы можете принимать любую форму, вы можете менять внешность, а можете становиться просто лучом света или разноцветной энергией. Вы можете путешествовать по разным временам и пространством. Вы можете мгновенно оказываться в любом месте, где только захотите. Вы можете прямо из воздуха создавать все необходимые вам предметы. Например, если вам хочется поиграть на гитаре, вам достаточно пожелать, и гитара появится в ваших руках, и вы начнете извлекать прекрасные мелодии, даже если никогда раньше этого не делали. Представьте, что вы путешествуете, играете, принимаете разные формы, трансформируетесь во все, что хотите, что вы понимаете язык животных и птиц, и можете летать с птицами, плавать с дельфинами. Играйте в это, наслаждайтесь игрой, так вы сможете почувствовать свою безграничность, а также восстановить силы и энергию. Совет старейшин на путствие перед дорогой. И вот, когда энергия души восстановлена, раны залечены, учеба закончена, прожитая жизнь проанализирована и извлечены уроки на будущее, душа знает, что приближается момент следующего воплощения. Но сначала она должна предстать перед советом старейшин или мудрецов. Нет, это вовсе не похоже на страшный суд. Старейшины это обычно очень развитые души, которые уже не воплощаются на земле, так как достигли всего возможного совершенства. Они приглашают душу к себе тогда, когда она уже готова встретиться с этими высокоразвитыми созданиями и запланировать свое дальнейшее развитие, принять решение о том, чтобы продолжить путешествие и заняться более важной деятельностью. Встреча со старейшинами это честь для души. Она обычно производит на душу сильнейшие впечатления, и это совершенно не похоже на экзамен или какое-то испытание. Встреча обычно происходит в торжественной обстановке в большом зале. Мудрецы, число которых может составлять от трех до десяти, восседают за длинным столом. Они очень вежливо и мягко приветствуют пришедшего, никогда никого не осуждают. Обычно беседа с ними носит выраженный терапевтический характер. Старейшины помогают душе обрести гармонию, прояснить ее задачи и подготовиться к дальнейшему пути. Именно здесь, в зале совета, как нигде сильно ощущается присутствие некой высшей силы Творца, и это тоже благотворно сказывается на душе, пришедшей на совет. Старейшины задают душе вопросы, отвечая на которые она демонстрирует, насколько хорошо извлекла уроки прошлого и подготовилась к следующему воплощению. Душа обычно не боится критики, ведь, во-первых, в мире душ ничего невозможно скрыть, все видят друг друга насквозь, и, как следствие, отпадают все опасения быть разоблаченными в чем-то. Нет, и не может быть никаких страхов, что кто-то узнает о вас что-то такое, что вы бы хотели скрыть. Во-вторых, в мире душ ничто не встречает осуждения или порицания, вы встретите только сочувствие и желание помочь. И, в-третьих, в мире душ душа настолько явственно видит и осознает свои собственные ошибки и недочеты, что сама себе становится самым строгим критиком, а раз так, ничья критика ей уже не страшна. Но ее и не будут жестко критиковать. Напротив, если старейшины видят, что душа слишком уж расстроена и корит себя за поведение в прошлой жизни, ей дадут понять, что она любима и что ее очень ценят. На совете неизменно царит атмосфера сострадания и прощения. О чем же задают вопросы старейшины? О том, чего душа планирует достичь в следующем воплощении, о том, удается ли ей следовать своей высшей божественной природе, не отступается ли она от высших ценностей и как собирается поддерживать свое единство с Творцом дальше? О том, насколько успешно душа пребывала в выбранном ею теле, был ли гармоничен этот союз? О том, удавалось ли ей сохранить свою целостность в общении с другими людьми, не теряла ли она свою силу, попадая под разные влияния? умеет ли она постоять за себя? О том, как душа преодолевала трудности, удавалось ли ей после падений подняться и продолжить свой путь? О том, научилась ли душа справляться с гневом и прочими негативными эмоциями? О том, готова ли она с радостью идти по жизни в новом воплощении? Таким образом, старейшины выявляют общие тенденции нашего развития и то, насколько успешно мы движемся по пути совершенствования. Затем, они подбадривают душу, помогают ей взглянуть на себя с любовью. Душа обычно покидает совет в состоянии воодушевления, она преисполнена любви и желания реализовать свои лучшие качества в следующем воплощении. Случай из практики. Элеонора, женщина 38 лет, в состоянии транса обнаружила, что в прошлом воплощении очень жестоко вела себя по отношению к близким и даже к собственным детям, которых несправедливо наказывала и частенько лишала своей заботы. Ее дети также выросли озлобленными людьми, которые не могли дать любви и тепла своим потомкам. Представ перед советом, душа Элеоноры очень сильно раскаивалась и корила себя. Тогда старейшины напомнили ей о том, что в глубине души она несет очень много добра и света, просто под давлением обстоятельств в жизни эти качества оказались подавлены. Но все же они проявлялись время от времени. Так, однажды Элеонора увидела на улице плачущего, потерявшегося ребенка. Она остановилась, чтобы ему помочь, несмотря на то, что очень спешила. Отложив все свои дела, Элеонора окружила ребенка таким теплом и заботой, каких сама от себя не ожидала. Она успокоила его и приложила все усилия, чтобы найти его родителей. Малыш запомнил этот случай на всю жизнь, хотя сама Элеонора забыла об этом. Спасенному ею мальчику она показалась доброй феей, волшебным существом. Это помогло ему самому вырасти добрым человеком с верой в то, что в мире много добрых прекрасных людей, готовых прийти на помощь другим. Душа Элеоноры словно возродилась, вспомнив этот эпизод. Она поняла, что не является злой и жестокой от природы, и что задача ее следующей жизни возродить в себе любовь и доброту, даже вопреки всем обстоятельствам. В нынешнем воплощении Элеонора пережила много трудностей и несправедливостей, но не озлобилась. В настоящее время она прекрасная мать троих детей. Ее проблема заключается в периодически возникающих приступах гнева и раздражения, но она научилась успешно с этим справляться, когда поняла, что ее истинная суть — это любовь. Где, когда родиться и кем быть мы выбираем сами. И вот совет старейшин пройден. Большинству душ достаточно пройти его один раз, чтобы получить одобрение на следующее воплощение. А дальше душа направляется в специальный просмотровый зал, где перед дней, как на экране, разворачиваются вероятные картины будущей жизни и предоставляется возможность выбрать место и обстоятельства этой жизни родителей и, конечно, тела. В выборе душам помогают их гиды, а также учителя и наставники из мира душ. Но душе дается во всем этом очень большая свобода выбора. Главное, чтобы она сама приняла решение, где она хочет жить, кем быть в земной жизни. Также она должна самостоятельно определить для себя, какие уроки ей необходимо пройти в будущем воплощении и какие условия будут наилучшим образом соответствовать этим урокам и поставленным душой целям. И вот выбор сделан. душа точно решила, в каком теле хочет воплотиться на сей раз. Ну что ж, в добрый путь. Практическое задание. Представьте, что вы, душа, осознанно выбрали и то тело, в котором сейчас живете, и своих родителей, и место, где вы родились, и условия вашей жизни. все это не случайно, все это результат очень большой работы, серьезного анализа тех уроков, которые вам необходимо пройти. Ваше тело лучше всего подходит для прохождения ваших уроков. Ваши родители именно те люди, у которых вы хотели родиться, потому что считали это лучшим для себя. те условия жизни, и то место, где вы оказались, и даже те трудности, которые вы испытываете, все это вы предвидели заранее, вы были готовы к этому и знали, что сможете использовать все это во благо, чтобы исправить прежние ошибки, наработать новые качества и еще немного приблизиться к божественному совершенству. Нет ли у вас привычки жаловаться на обстоятельства своей жизни, обижаться на родителей? А может вы часто критикуете свое тело, недовольны им? Начните менять привычки. Скажите себе, что все это вы выбрали сами для своего блага. Значит вам надо понять, какие уроки следует извлечь из всего этого. Если в вашей жизни есть трудности, они вам тоже во благо. Главное вспомнить, что вы бессмертная душа, частица Творца, что ваша суть это энергия любви и вам по силам справиться с теми задачами, которые ставит перед вами жизнь. Ведь эти задачи вы тоже наметили себе сами. Урок третий. Уроки земной жизни. Закон кармы «Что посеешь, то и пожнешь». В перерывах между жизнями души восстанавливают свои силы и отдыхают, ведь многие приходят туда очень уставшими и даже нуждающимися в исцелении. Помимо этого, души анализируют прожитую жизнь, а после выбирают новую. Все это происходит в доброжелательной обстановке, в кругу друзей и близких с помощью заботливых любящих наставников. Анализ прошлой жизни не имеет ничего общего с наказанием. Никто душу не ругает, не осуждает, если она сделала что-то не так. Мир душ — это мир любви, где нет никакой враждебности, нет конфликтов, нет и суровых испытаний, которые должна проходить душа. Испытания она проходит только во время своих воплощений в материальном мире. Поэтому религиозные представления о том, что после смерти мы будем мучиться, в корне не верны. Они не соответствуют действительности. Разве недостаточно нам страданий на земле, чтобы испытывать их еще и там, где находится наша подлинная духовная родина, в мире душ. Там мы учимся, анализируем ошибки и готовимся к следующей жизни с тем, чтобы по возможности прожить ее лучше, более эффективно и мудро, чтобы стать счастливее, получить новый позитивный опыт и не попадать больше в разные ловушки, заставляющие нас страдать. во время нашего земного воплощения мы подчас живем не вполне осознанно и даже не задумываемся о том, что перед нами стоят определенные жизненные задачи, с которыми мы должны справиться. От того, как именно мы с ними справимся, зависит очень многое. И то, как складывается наша нынешняя жизнь, и то, как сложатся будущие жизни, никто из нас не хочет страдать, но по собственной неосознанности мы порой совершаем поступки, которые ведут именно к страданиям и лишают нас возможности стать счастливыми. Почему так происходит? Потому что люди далеко не всегда отдают себе отчет в такой простой вещи. Каждый наш поступок порождает определенные последствия. И рано или поздно нам приходится иметь дело с этими последствиями. Иными словами, наши деяния возвращаются к нам. И если эти деяния не вполне благовидны, мы будем вновь и вновь становиться жертвами своих собственных проступков, пока наконец не поймем, что надо измениться самому и изменить свое поведение. К такому переосмыслению своих поступков и к позитивным изменениям нас подталкивает закон кармы, действующей на земле. Суть этого закона проста. Что посеешь, то и пожнешь. Тот, кто обижает других, сам будет обиженным. Кто был агрессивен, станет жертвой агрессии. Кто помогал людям, был милосердным, получит вознаграждение в виде помощи и милосердия со стороны других. Кто насмехался над другими, сам станет жертвой насмешек. Кто был добрым, получит добро в ответ. Не всегда эти последствия наступают быстро. Иногда они проявляются лишь в следующем воплощении. Вот почему для многих людей закон кармы вовсе не очевиден. Они думают, что можно вести себя как угодно и последствий не будет. Они просто не понимают, что последствия неизбежны, и если они не возникли сразу, то обязательно возникнут в будущем. Но карма это вовсе не совокупность плохих поступков, за которые полагается наказание. Карма это вообще все наши поступки, это вся совокупность наших действий, а также мыслей, эмоций, намерений. Из всего этого формируется наше будущее. Карма это вовсе не система наказаний. Карма это механизм, который помогает нам осмыслить свое поведение, сделать выводы, извлечь уроки и тем самым изменить свою судьбу не только в нынешней, но и в будущих жизнях. Бывает и так, что карма дает о себе знать очень быстро, когда последствия своих действий мы получаем чуть ли не мгновенно или с небольшой отсрочкой. Бывает, что карма долго не проявляет себя, но все же настигает человека в пределах одного воплощения. Но чаще всего в нынешнем воплощении мы сталкиваемся с кармой, наработанной в прошлой жизни. Мы не помним прошлую жизнь и можем не догадываться, почему с нами случаются те или иные неприятности, но мы должны знать, все это не случайно. Трудности и неприятности это уроки, которые мы должны пройти, чтобы преодолеть последствия того, что мы совершили в прежних воплощениях. Карма учит нас нести ответственность за все, что мы делаем. Если вы хотите стать более удачливыми и счастливыми уже в этой жизни, лучше взять на себя эту ответственность безотлагательно. Практическое задание. Вспомните ситуации из вашей жизни или жизни ваших друзей, близких, знакомых, когда кармическое воздаяние наступало очень быстро. Например, человек зло посмеялся над кем-то или проявил высокомерие, пренебрежение и почти сразу с ним случилась какая-то неприятность. Например, проезжавшая мимо машина с ног до головы окатила его грязью. Может показаться, что эти два события никак не связаны между собой. В таком случае человек способен разозлиться, посчитать, что его несправедливо наказали. Но с точки зрения кармы случайностей не бывает. Мудрый человек обязательно задаст себе вопрос «Что я сделал такого? Чем притянул к себе это?» Вспомнив ситуации подобных неприятностей постарайтесь найти причину то, с чем они могут быть связаны в вашем собственном поведении. Если вы поймете, что несете ответственность за это, то не будете злиться и обижаться, а сделаете правильный вывод. Больше никогда не повторять таких поступков, которые приводят к нежелательным для вас последствиям. Теперь подумайте, известны ли вам случаи, когда карма настигла человека не сразу, но в пределах одной жизни. Например, мать плохо обращалась с детьми, когда они были маленькими. В итоге дети плохо обращаются с ней, когда она постарела. Или чересчур агрессивный ребенок в детстве задирал и бил всех своих сверстников и младших детей во дворе. А став взрослым, этот человек сам оказался жертвой хулиганов, был избит и превратился в инвалида. Начните замечать и отслеживать подобные закономерности. В мире душ мы видим их очень хорошо, потому что там глаза нашей души открываются. Но если мы научимся замечать их в процессе земной жизни, то сможем жить гораздо эффективнее и эволюционировать намного быстрее. Затем подумайте о тех неприятностях вашей настоящей жизни, с которыми вы никак не можете справиться. Скажите себе, что это не случайно. Всему есть причина. Возможно, это причина в нынешней жизни, а может в прошлой. Попробуйте сначала найти причину в текущем воплощении. Вспомните свое поведение в детстве, в юности, в зрелости. Не было ли там чего-то такого, что нынешняя ситуация просто отзеркаливает? Не похож ли урожай на те семена, которые вы когда-то посеяли? Если же в нынешнем воплощении ничего похожего не было, возможно, вас настигла карма прошлой жизни. И если вы проанализируете происходящее, то сможете примерно представить, что за причина создала эти последствия. Если вы получаете какие-то неприятности от людей, то, скорее всего, сами причиняли подобные неприятности другим. Болезнь может стать следствием того, что вы когда-то были немилосердны к больным. попробуйте обратиться к своей душе и проверить, верны ли ваши догадки. На интуитивном уровне вы сможете получить верный ответ. Наша судьба определяется в первую очередь кармическими задачами. Главное помните, карма никогда не ведет вас в тупик. Она существует не для того, чтобы сделать ваше существование бессмысленным и бесперспективным. Напротив, карма, преподнося уроки, подсказывает вам пути выхода из ситуаций, кажущихся тупиковыми. Важно понять и принять эти уроки, не пытаться сбежать от них. И тогда вам откроются эти лучшие пути. Способ преодоления негативной кармы — это новые, лучшие решения, которые мы принимаем в той или иной ситуации. Например, столкнувшись с последствиями собственного немилосердного отношения к людям, решаем впредь следовать законам любви, научиться прощать и быть добрее. Если мы работаем над этим из жизни в жизнь, то в конечном итоге преодолеваем свою негативную карму. Именно кармическими задачами и определяется в первую очередь то, какую жизнь мы выбираем себе в следующий раз. Поскольку душа, оказавшись в мире душ, очень хорошо видит свои ошибки, то ее не нужно долго уговаривать пройти этот урок еще раз. Душа сама выбирает такие обстоятельства следующей жизни, в которых у нее будет возможность сбалансировать свои прежние деяния. Например, понять, что такое боль и обида, если человек раньше причинял боль другим и обижал их. Оказавшись в роли жертвы, он сможет обнулить прежние деяния, но только в том случае, если не озлобится, не начнет копить обиды, а примет это со спокойствием и терпением, как урок, который необходимо пройти. И, пожалуйста, помните, что вы сами выбирали эти уроки для своего же блага, никто вас не принуждал и тем более не наказывал, дав вам именно такую судьбу. Любая судьба не наказание, а благо. Важно только правильно отнестись ко всему тому, что вам выпадает. Важно двигаться по пути развития и самосовершенствования, преодолевать негативность и реализовывать себя в том, чего просит ваша душа. Практическое задание. Определите, какие негативные эмоции вам свойственны больше всего. Вы обижаетесь или гневаетесь, а может часто впадаете в уныние, тоскуете и переживаете по пустякам? Осознайте, что с этим связан важный жизненный урок. Вам нужно научиться преодолевать эту негативность, но преодолеть негативные эмоции, это не значит подавить их или сделать вид, что их нет. Напротив, нужно осознать, что они вам свойственны. Начните отслеживать те моменты, когда эти эмоции проявляются особенно ярко, в каких ситуациях это происходит. Данные ситуации скорее всего несут в себе кармический урок. Вы гневаетесь или обижаетесь возможно на то, что сами когда-то совершали или считали нормой. Может вы замечали, как родители порой ругают детей за то же самое, чем сами грешили в детстве. Они не помнят этого и искренне возмущаются проступкам своих детей. Посмотрите на подобные ситуации глазами своей бессмертной души. Скажите себе, что это для вашего же блага. Скажите себе, что все это лишь игра, спектакль, разыгрываемый актерами, надевшими маски. Что на самом деле суть мира это любовь. Взгляните на эти ситуации и свои эмоции глазами любви, и негативность растает. Другие задачи человека на земле. В чем еще состоят задачи человека на земле? В том, чтобы возвращаться к источнику, частью которого мы все являемся. в том, чтобы отыскать в себе ту частицу Творца, которая представляет собой энергию любви и одухотворенное сознание. В том, чтобы следовать высшим законам любви, добра и справедливости, которые отвечают нашей подлинной сути. Преодолевать негативность, гнев, обиды, уныние, нетерпимость, самоуничижение. Развивать свои лучшие качества и не поддаваться соблазну отказаться от лучшего в себе ради получения каких-то материальных благ, власти над другими или просто выживания. Следовать желаниям своей души, истинным желаниям, а не тем, которые навязываются рекламой и окружением. Обрести собственное я, стать взрослым, свободным и самостоятельным человеком, независящим от чужих влияний, избавиться от страхов перед жизнью и смертью, смело реализовывать в земных условиях потенциал своей души, стать сильнее духом, обрести мужество и терпение, научиться успешно справляться со всеми вызовами, которые бросает жизнь, обрести и раскрыть свое человеческое достоинство, не ставить себя ни выше, ни ниже других и жить как достойный человек, знающий о том, что он является частицей творца, а потому не опускающийся до недостойного поведения. Следовать пути своего сердца в работе, в общении, в образе жизни, в поведении, раскрывать свое духовное начало, делать то, в чем лучше всего раскрывается красота души, именно ее сделав своим приоритетом, а не материальные ценности. Проявлять доброту и милосердие по отношению к другим, помогать людям, стараясь облегчить их жизнь, беречь вверенное вам тело, быть его мудрым и достойным хранителем, обрести радость и любовь, учиться быть счастливым, стремиться к совершенству в несовершенном мире. Вы и сами можете определить, в чем состоят ваши основные задачи, потому что вы сами поставили их, готовясь к данному воплощению, и вы позаботились о том, чтобы обстоятельства вашей жизни напоминали вам об этих задачах. Может быть, вы раньше не догадывались, что все происходящее с вами – это повод задуматься о вашем жизненном пути и о том, как вы проходите свои уроки? Тогда прямо сейчас начните смотреть на свою жизнь под этим углом. Начинайте искать закономерности. Возможно, раньше ваша жизнь казалась вам нагромождением случайностей? это не так. Теперь вы знаете, что все идет по заранее продуманному плану. И составляли этот план вы. Осталось лишь вспомнить об этом. Случаи из практики. Клара С. Женщина 53-х лет пришла на консультацию с вопросом, почему от нее ушел муж после 25-ти лет совместной жизни. Это был брак по любви, они вырастили двоих прекрасных сыновей и ничто не предвещало такого исхода. Но супруг Клары встретил более молодую женщину и решил в корне изменить свою жизнь, посчитав, что раз дети давно уже стали взрослыми и даже обзавелись своими детьми, то он более не связан никакими обязательствами перед семьей. Клару поразил тот факт, с какой легкостью любимый муж оставил ее в одиночестве, нисколько не заботясь о ее переживаниях. Ее образ жизни после ухода супруга кардинально изменился. Дом опустел, ушли в прошлое совместные праздники и поездки на море, исчезли общие друзья и даже дети и внуки казалось отдалились. Погружение в прошлую жизнь пролило свет на эту ситуацию. Клара и ее супруг уже тогда были вместе, но ситуация развивалась прямо противоположным образом. В предыдущем воплощении Клара тогда ее звали по-другому ушла от мужа, встретив человека, которого, как ей казалось, она полюбила. Ее не беспокоили чувства и переживания супруга. Она была так поглощена новой любовью, что просто не думала о нем. Он же от предательства и измены любимой, в которой души не чаял, заболел и рано ушел из жизни. И вот теперь ей следовало оказаться на месте того, кого предали, чтобы понять, что чувствует человек, от которого уходит любимый. Клара сама запланировала такой сценарий данной жизни, так как знала, что ей необходим этот урок. Новое знание помогло Кларе более мудро и терпеливо принять ситуацию своего одиночества. Она поняла, что должна набраться мужества и достойно выдержать это испытание. Вместо того, чтобы обижаться, жалеть себя и сетовать на судьбу, Клара решила изменить свою жизнь. Она нашла работу, которая ее увлекла и помогла стать материально самостоятельной. В ее жизни появились новые увлечения. Она стала путешествовать, заниматься танцами и фотографией. Супруг не вернулся, но Клара встретила близкого человека, с которым сейчас встречается и чувствует себя счастливой. Библиотека книг жизни. Как душа выбирает уроки на будущее. В промежутке между жизнями в мире душ душа сама выбирает уроки следующей жизни. При этом она основывается на опыте прошлого воплощения. Для этого производится подробный анализ всех допущенных ошибок. Как это происходит? Представьте себе огромный зал с книжными стеллажами вдоль стены. Это библиотека. Она такая огромная, что вы не можете видеть, где кончаются стеллажи. Они словно уходят в бесконечность в обоих направлениях. Посреди зала большой стол. Это место для работы с книгами. Здесь душа вместе с помощниками, которых условно можно назвать библиотекарями, проводит много часов, чтобы проанализировать прошедшую жизнь. Ведь книги в этой библиотеке необычные. Это книги жизни. У каждого человека есть такая книга жизни, вернее, многих жизней. там отражен абсолютно каждый ваш шаг на протяжении всех воплощений. Конечно, это не бумажные книги. Они могут казаться такими, поскольку во время жизни на земле у нас сформировалось определенное представление о том, как должны выглядеть книги. По привычке душа воспринимает их в той же самой земной форме. На самом деле, эти книги представляют собой особым образом структурированную энергию. И когда книга открывается, вы видите там вовсе не буквы и фразы, а нечто вроде киноэкрана, где разворачиваются события вашей жизни. Но и на киноэкран это похоже лишь на первый взгляд. Потому что вы в любой момент можете оказаться внутри этого экрана и заново пережить все эмоции и чувства, связанные с тем или иным эпизодом. Для чего это нужно? Для переосмысления своих деяний, совершенных при жизни. Ведь находясь в мире душ, мы воспринимаем все совершенно по-другому. По-другому это во-первых, с большей осознанностью, а во-вторых, с пониманием сути своих поступков. При жизни мы можем не понимать, что совершаем ошибку или ведем себя разрушительно. Из мира душ мы видим это очень хорошо. Когда нам открывается наша истинная суть — любовь, мы можем ужаснуться тем деянием, которые были совершены нами в разрез законам любви. И вместе с тем мы можем увидеть возможности другого поведения, которые, может быть, были скрыты от нас при жизни. Случай из практики. Герман, мужчина сорока восьми лет, пришел на консультацию после того, как его бизнес, успешно развивавшийся в течение нескольких лет, внезапно потерпел крах после неудачной сделки. Герман оказался банкротом. Причем такая ситуация в его жизни случилась не в первый раз. Он уже два раза терял свое состояние, после чего начинал с нуля. В третий раз у него просто опустились руки. Он понял, что больше не в силах бороться с этой судьбой. Придя в отчаяние, он даже подумывал о том, чтобы наложить на себя руки. При погружении в прошлое воплощение выяснилось, что Герман уже тогда был очень богатым и влиятельным человеком. Он жил в небольшом европейском городе в конце девятнадцатого века. Однажды к нему пришла женщина, которая представляла благотворительную она обратилась к Герману с просьбой поучаствовать в судьбе нищих и бездомных людей, пожертвовать деньги на организацию ночлежки. Герман не только не дал денег, но и приказал вытолкать просительницу за дверь, а после, пользуясь своим влиянием и богатством, подал на нее в суд за вымогательство. Он решил устроить показательный процесс, чтобы другим неповадно было. Бедная женщина оказалась за решеткой и, не выдержав позора и унижения, покончила с собой. Когда Герман в состоянии транса заново пережил момент своего возвращения в мир душ, после того воплощения, и перед ним открылась его книга жизни, он снова словно бы оказался в своем прошлом, и ему пришлось заново пережить момент, когда просительницу выталкивали за ворота его дома. Да, он пережил это заново, но совсем не так, как при жизни. Тогда он наслаждался своей силой и могуществом, упивался своей властью над слабыми и неимущими. Теперь же он горько плакал, ужасаясь своему деянию. Наставник, библиотекарь, спросил Германа, была ли у него возможность поступить по-другому? Конечно, была. Он был в состоянии не только пожертвовать значительную сумму, но и открыть приют для бедных полностью на свои деньги. Там же, в зале библиотеки, Герману была дана возможность прожить, как наяву, такой вариант событий. Он понял, что мог бы стать по-настоящему счастливым человеком, если бы сделал это. Он нашел бы множество друзей, в городе его уважали и любили бы, а не только преклонялись перед его деньгами и властью. Его финансовое положение ничуть не ухудшилось бы от этого, напротив, его дела пошли бы еще успешнее. Герман искренне раскаялся в своем поступке и сам решил в следующей жизни пройти через череду бедствий, чтобы сбалансировать свое поведение. Его главный урок состоял в том, чтобы преодолеть свою гордыню и высокомерие, обрести способность относиться к ближним с любовью и состраданием и не делить людей на богатых и бедных. В прошлом воплощении он не прошел этот урок. Теперь ему представилась еще одна возможность. Герман сделал верные выводы. Будучи фактически банкротом, он взял деньги в долг, чтобы потратить большую их часть на благотворительность, а на остальную сумму вновь начать свой бизнес. В настоящее время он сумел вернуть все долги и дела его понемногу начали поправляться. Очень часто мы планируем на будущую жизнь уроки, которые не смогли пройти в прошлой жизни. Например, если человек покончил с собой, потому что не видел другого выхода, то в следующей жизни он может оказаться в схожей ситуации, кажущейся безвыходной. Но его душа уже готова к этому. И душа будет подсказывать ему позитивные решения. Важно услышать голос своей души и попробовать найти другие возможности, даже если на первый взгляд кажется, что их нет. Другой пример. Человек слишком зависел от чужого мнения, привык рабски подчиняться другим. От этого страдало его развитие. Он по сути отказался от своего я и от самосовершенствования. В следующей жизни он тоже может оказаться в ситуации, в которой ему приходится подчиняться и зависеть от других. Но эта ситуация будет настолько невыносимой, что человек сам задумается о том, как выйти из нее. Для этого ему придется работать над собой, преодолевать свою несамостоятельность и склонность отдавать другим власть над собой. Значит, он встанет на путь развития, начнет восстанавливать свое достоинство и осознавать свое «я», которое призвано быть свободным и самостоятельно нести ответственность за себя и свою жизнь. Таким образом, через трудности и преодоление себя и обстоятельств его жизненный урок будет выполнен. Практическое задание Вспомните те ситуации в вашей жизни, которые вам казались безвыходными или где вы вынуждены были выбирать из двух зол. Что вы выбрали в итоге? Не пришлось ли вам пожертвовать чем-то хорошим в себе, отступить от принципов любви и милосердия? Может, вы не причинили вреда другим, но сделали что-то во вред себе? Например, отказались от желаний своей души ради того, что казалось более выгодным и полезным, необходимым для выживания? Представьте, что вы снова оказались в той ситуации и попробуйте найти более позитивные способы действия. Например, вы боялись остаться без денег и пошли на нелюбимую работу. А если бы вы все-таки рискнули, отбросили страх и занялись тем, к чему лежала душа? Попробуйте представить, как развернулась бы ситуация. Возможно, вам было бы трудно в финансовом отношении, особенно поначалу, но, может быть, вы были бы гораздо счастливее и со временем нашли способ зарабатывать любимым делом? В библиотеке книг жизни вам будет показано, каковы могли быть ваши альтернативы в случае, если бы вы нашли более позитивные возможности в сложных ситуациях. Эти позитивные возможности есть всегда. Ни одна ситуация в нашей жизни не дается нам, чтобы завести нас в тупик и лишить нашу жизнь смысла. Напротив, любая ситуация дается для того, чтобы мы пришли к более осмысленной жизни. Иногда это дается с трудом, но мы сами выбирали себе трудные задачи. Попробуйте решить их при своей нынешней жизни, не дожидаясь перехода в мир душ. Помните, лучший выбор это тот, в котором мы не придаем собственную душу, не отрекаемся от принципов добра и любви и не разрушаем себя ради мнимого благополучия и получения материальных ценностей. Если перед вами сейчас стоит какой-то сложный выбор, руководствуйтесь этими принципами и слушайте свою душу. То, что нам кажется неудачей, может послужить нашему благу. Помните, что не всегда жизненные уроки связаны с кармическим воздаянием задеяния прошлой жизни. Иногда мы выбираем себе сложные задачи, руководствуясь стремлением к саморазвитию. Например, если у вас нет семьи и никак не получается ее создать, это вовсе не обязательно означает, что в прошлом воплощении вы как-то плохо поступили со своей семьей, за что были лишены ее в нынешней жизни. Возможно, ваша душа осознанно выбрала уединение, так как вы слишком много воплощений решали проблемы своей семьи, а не своей души. И данную жизнь вы решили посвятить исключительно саморазвитию, осмыслению своего пути и решению своих собственных духовных задач. Может быть, вы заметили, что сейчас гораздо чаще, чем еще лет тридцать назад, можно встретить бездетных женщин. Причины могут быть разными, но одна из самых существенных состоит в том, что множество женщин на протяжении огромного числа воплощений неизменно играли роль матери и теперь выбрали отдохнуть от этого, пользуясь тем, что в наше время общество относится гораздо более лояльно к одиноким и бездетным женщинам, чем еще в недавнем прошлом. Поэтому, если в вашей жизни что-то не ладится, не спешите корить себя за какие-то прошлые грехи. Даже если вы ошибались, не нужно заниматься самобичеванием. Это непродуктивный путь устранения ошибок. Обратитесь к собственной душе. Она знает верный ответ. Может быть то, что вы считаете проблемой или ошибкой, на самом деле ваш собственный путь добровольно выбранный душой. Так одиночество вовсе не обязательно дается за грехи. Иногда душа выбирает его во благо себе. Спросите себя, вы в самом деле тяготитесь этим одиночеством или может какая-то часть вас сама стремится к нему? Вы в самом деле хотите получить то, что есть у ваших друзей и знакомых? Или вас вводит в заблуждение их пример и вам только кажется, что это на самом деле вам нужно, тогда как у вашей души совсем другие желания? Слушайте свою душу и вы сможете отличить ее выбор, ее желания и потребности от того, что навязывается обществом и вашим окружением. Сколько угодно случаев, когда женщина, чья душа запланировала посвятить эту жизнь саморазвитию и реализации своего духовного потенциала, все-таки поддавшись общественному мнению, обзаводится семьей и детьми, хотя ощущает внутри себя какой-то сильный протест. Итог. Несчастлива она сама, несчастливы ее дети и супруг. Это не значит, что такое одиночество фатально. Главное в подобных случаях начать развивать свое я, заняться самореализацией и саморазвитием. В таком случае, если задача души выполняется, и если душа уже достаточно развита и сильна, чтобы семья и дети не смогли сбить ее с ее собственного пути, выход из одиночества может найтись. В любом случае, не идите на поводу у общественного мнения и чужих желаний. В каждой ситуации выбора спрашивайте себя, какой выбор делает душа, следуете ли вы этому своему собственному или чьему-то чужому выбору. Практическое задание. Подумайте о той ситуации в вашей жизни, которая представляется вам наиболее проблемной. Может быть, это что-то, в чем вы постоянно терпите неудачу. С этим наверняка связана ваша очень важная жизненная задача. Эта неудача призвана чему-то вас научить. И чтобы извлечь урок, вам нужно взглянуть на нее с другой точки зрения, как на то, что потенциально может послужить вашему благу. Обратитесь к себе, к тому источнику света внутри вас, который есть ваша бессмертная душа. Представьте, что разговариваете с собственной душой, как с самым любящим и добрым другом. Спросите свою душу, являются ли эти неудачи следствием каких-то прошлых ошибок, или они просто подсказывают вам, что надо выбрать какой-то другой путь. Неудача может быть знаком, что вам нужно вернуться к себе и к своим подлинным задачам и желаниям. Возможно, вы стучитесь в чьи-то чужие двери, а они не открываются? В таком случае вам просто нужно найти свои собственные двери. Интуитивно вы наверняка чувствуете, что на самом деле ваше, а что чужое. Попробуйте подойти к этому более осознанно, разберитесь, в чем состоят ваши жизненные задачи и какие двери вам в самом деле хочется открыть. Возможно, вы найдете счастливый путь в своей жизни, который лежит прямо перед вами, но до сих пор вы его не замечали. Урок четвертый. Способы связи с миром душ. Духовный мир где-то рядом. Веками люди думали, что Бог где-то далеко, и только избранные могут пробиться к Нему. Но все изменилось. Множество людей стали получать опыт контакта с духовным миром, и оказалось, что он гораздо ближе, чем мы думали. вход в духовный мир следует искать не где-то там, на небесах. Этот вход в нас самих. Наш мозг устроен так, что мы можем контактировать не только с материальной реальностью, но и с духовной. Потому что кроме сознания у нас есть еще и подсознание. Кроме левого полушария мозга, отвечающего за логику, есть еще и правое полушарие, мыслящее образами и ответственное за интуитивное познание мира. Когда снижается активность левого полушария, а правого повышается, мы оказываемся в таком состоянии сознания, когда наша духовная составляющая может проявить себя очень заметно. Благодаря этим естественным свойствам нашего организма мы контактируем с духовным миром достаточно часто. Например, во сне. Или тогда, когда мы о чем-то мечтаем. Или когда что-то заставляет нас глубоко погрузиться в себя, сосредоточиться на какой-то мысли или образе. Возможно, вам знакомо состояние, когда ваше внимание оказалось привлечено чем-то красивым. например, вы увидели необычный цветок или просто засмотрелись на красивую форму облака. Вы увлечены увиденным и ваши мысли останавливаются. Вы отвлеклись от всех своих обыденных забот и буквально загипнотизированы увиденным. В такие моменты вы, даже не осознавая этого, способны контакту с духовным миром. В ваш мозг может прийти информация оттуда. Или вы можете получить какие-то прозрения, откровения, например, о том, как красив наш мир, как он нуждается в заботе и как ценен каждый наш миг на земле. Вы раньше никогда не думали ни о чем подобном, и вдруг откуда такие мысли? они вовсе не вытекли из логики ваших предыдущих рассуждений. Они пришли будто бы из ниоткуда. На самом деле они пришли из духовного мира. Контакт с ним стал возможен тогда, когда вы отвлеклись от своих обычных человеческих забот, и благодаря этому ваше истинное духовное Я стало активным, и через него к вам пришли важные послания. Теперь вы видите, что контакты с духовным миром вещь вполне естественная и даже обыкновенная. Вовсе не обязательно идти к специалисту-гипнотерапевту, чтобы получить опыт прикосновения к другой реальности, реальности нашей души. Вы можете контактировать с этой реальностью без посторонней помощи, и вы уже умеете это делать. Гипноз, транс, самогипноз. Что это такое? У многих людей есть страх перед словом гипноз. Часто и небезосновательно оно вызывает ассоциации с чьим-то чужим влиянием, подавляющим вашу собственную волю. Недобросовестные люди могут использовать гипноз, чтобы подчинить человека и заставить его сделать что-то, что совсем не входит в его интересы. Например, из уст в уста передается множество историй о том, как мошенники с помощью гипноза отняли у человека деньги. Вернее, он их сам отдал, не осознавая, что делает. Люди, подвергшиеся такому воздействию, обычно говорят, не могу понять, что со мной было. Чаще всего в подобных случаях мы имеем дело не с гипнозом как таковым, а с умелым манипулированием сознанием, которым владеют некоторые недобросовестные люди с криминальными наклонностями. Настоящий лечебный гипноз имеет с этим очень мало общего. Кстати, ближе познакомившись с гипнозом и научившись управлять собственным состоянием сознания, вы будете гораздо менее уязвимы перед подобными мошенническими уловками. Давайте разберемся, что такое гипноз. гипноз. Некоторые думают, что это состояние, которое создается для другого человека гипнотизером или врачом, использующим гипноз. На самом деле это не совсем так. Никто не может напустить на вас гипнотическое состояние. Гипнотизер или гипнотерапевт просто создает условия, при которых человек способен погрузиться в транс. Так врач может помочь пациенту сосредоточиться на ощущениях своего тела, произнести, например, такие слова. Вам тепло и спокойно. Вы расслабляетесь, дыхание замедляется. Если вы не согласитесь с этим, то врач окажется бессилен. Вы можете сказать в ответ «Нет, мне холодно и неспокойно». Да еще и начать при этом быстро дышать. И таким образом убедитесь, что гипнотизер не имеет над вами никакой власти. Он не владеет какой-то особой энергией, которая может повлиять на вас. Он не испускает никаких флюидов и не применяет прочих мистических способов наведения транса. Окажетесь вы в трансе или нет, на самом деле зависит не от него, а от вас. Это значит, что вы можете войти в состояние гипнотического транса вообще без посторонней помощи. Вы можете сказать самому себе те же самые слова, которые говорит пациенту гипнотерапевт. И у вас получится даже лучше, потому что наедине с собой вы точно будете чувствовать себя в безопасности и постороннее присутствие не будет вас сковывать. Самогипноз или самовнушение это доступный каждому человеку способ погружения в транс, а значит активизации своего правого полушария и контакта с духовным миром. И чтобы полностью разоблачить мифы о гипнозе и гипнотическом трансе, скажем, что транс это вовсе не потеря контроля над собой. Это состояние не похожее на сон, сознание в нем бодрствует. Человек в состоянии транса все понимает, все осознает и может разговаривать. Ведь транс это всего лишь глубокое погружение в себя или глубокая сосредоточенность на чем-либо. Это состояние особой концентрации внимания, когда оно не рассеивается и не блуждает с предмета на предмет, а полностью сосредоточено внутри или направлено на строго определенный предмет, на котором удерживается достаточно долго. вы понимаете, что можете быть в состоянии транса, когда читаете, смотрите кино или увлечены каким-то делом или просто стоите на автобусной остановке и смотрите вдаль. Каждый человек ежедневно по многу раз оказывается в трансе. Так почему бы не использовать это естественное для нас свойство для более тесного контакта с миром душ, а также для самопознания и саморазвития. Практическое задание. Вспомните ситуации, когда вы были чем-то сильно увлечены или мечтали или любовались природой, отрешившись от всех обычных мыслей и забот. Это было состояние транса. Вспомните, как оно проявляется, что вы чувствовали в этот момент. Попробуйте мысленно вернуться в ту ситуацию и снова испытать то, что вы тогда чувствовали. Затем закройте глаза и представьте себе звездное небо. Представьте, что вы любуетесь звездами, наблюдаете, как они мерцают, рассматриваете созвездия, замечаете, что есть звезды крупные и едва заметные, что их мерцание может отличаться по цвету и интенсивности. Затем представьте, что вы словно бы парите среди звезд, растворяясь в звездном небе, чувствуя себя свободно и расслабленно. Мысленно вернитесь на землю. Вы сейчас испытали состояние транса. Опишите, что вы чувствовали. Отрешенность, свободу, расслабленность, погружение воображаемую реальность, ваши мысли словно остановились. Добавьте свои ощущения. Таким образом, вы научитесь осознанно входить в состояние транса и распознавать, когда вы находитесь в этом состоянии. Чем осознаннее вы это делаете, тем легче вам будет наладить контакт с миром душ. И к тому же, посторонним людям труднее будет без вашего ведома погрузить вас в трансовое состояние. Бета, альфа, тетта и дельта ритмы нашего мозга. Выполняя предыдущее упражнение, вы, скорее всего, испытали легкий транс. В большинстве случаев повседневной жизни мы оказываемся именно в таком, неглубоком трансовом состоянии. Но для контакта с миром душ нам потребуется более глубокое погружение. И это тоже вы можете освоить самостоятельно. Чтобы легче было разобраться, немного теории. Человеческий мозг функционирует в волновом режиме. Он излучает электромагнитные волны, и в зависимости от активности мозга частота этих волн меняется. Частоту мозговых волн в нашем обычном состоянии сознания принято называть бета-ритмом. Когда мы входим в транс, частота мозговых волн замедляется. В этом случае мозг работает в альфа-ритме. В зависимости от того, насколько медленными становятся колебания этих волн, мы можем погрузиться и в легкий, и в средний, и в глубокий транс. С легким трансом вы уже знакомы. В этом состоянии мы мечтаем или любуемся природой. Но для погружения в прошлое воплощение нам понадобятся более глубокие уровни транса. Когда наше сознание постепенно отключается и мы начинаем засыпать, это уже не транс, а промежуточное состояние между сном и явью. При этом наш мозг переходит в тетта-ритм. Это еще более медленный режим работы. В этом состоянии мы работать не будем, так как в нем затруднено осознавание окружающей действительности, а нам необходимо оставаться полностью осознающими. и наконец дельта-ритм. Это либо глубокий сон, либо состояние комы. Частота мозговых волн в это время крайне замедленна. Естественно, для какой-либо осознанной работы это состояние тоже не подходит. И знаете, что происходит с каждым из нас ежевечерне? Мы проходим поочередно все эти стадии от бета-ритма состояния бодрствования к альфа-ритму трансовому состоянию, затем к тета-ритму погружения в сон и от него к дельта-ритму глубокому сну. Эта информация дана для того, чтобы вы окончательно поняли, в трансе нет ничего мистического. Это состояние запрограммировано для нас природой и связано с естественными свойствами нашего мозга. Может быть, вы боитесь, что, оказавшись в состоянии транса, не сможете самостоятельно из него выйти? Но вы каждое утро просыпаетесь ото сна, когда ваше сознание полностью отключено. Вам ведь удается без посторонней помощи включить его снова. А в трансовом состоянии сознание не отключается. Значит, вам достаточно будет дать себе команду выйти из транса, как вы моментально окажетесь в обычном бета-ритме – режиме бодрствования. Даже не обязательно командовать, достаточно этого захотеть. Одно ваше желание тут же переключит режим работы мозга с альфа на бета-волны. Итак, как вы поняли, нас интересует режим работы мозга, характеризующийся альфа-ритмом. Освоив выход на уровень альфа-ритма или альфа-уровень, мы сможем по собственной воле менять свое состояние от легкого до глубокого транса. Кстати, наукой подтверждено, что альфа-ритм крайне целителен для организма. Это состояние полезно для нашего ума и тела, и, конечно, для души. Все болезни исцеляются легче и быстрее, когда мы находимся на альфа-уровне. В этом состоянии мы отдыхаем и восстанавливаем силы. А еще альфа-ритм помогает пробудить таланты и раскрыть творческие способности, так что мы с вами будем заниматься во всех отношениях благим для себя делом. Начальный опыт самопогружения в транс вы уже получили. Давайте его закрепим и углубим. Самостоятельно выйти на альфа-уровень и, соответственно, войти в состояние транса можно множеством разных способов. Каждый из них является методикой самогипноза. Сейчас вам будет предложено семь из них. Вы можете испытать на практике каждый или только те, которые вам больше понравятся и выбрать для себя те способы, которые будут для вас комфортны, а главное окажутся наиболее эффективными. Важно! Если вы хотите действительно научиться входить в такое глубокое трансовое состояние, в котором возможно погружение в прошлые жизни и в жизни между жизнями, тренироваться нужно ежедневно. В течение первого месяца вообще не ждите никаких результатов. Настройтесь на то, что вы пока только учитесь. Легкий транс вам будет даваться легко, а вот для более глубоких уровней придется потрудиться. Ваш мозг должен развить и укрепить привычку к вхождению в транс по вашей собственной воле и к управлению этим состоянием. Вы можете читать книгу и дальше, но к практическим упражнениям следующей главы не рекомендуется приступать раньше, чем через месяц ежедневных тренировок по этой главе. Конечно, ничего страшного не случится, если вы прямо сейчас попробуете погрузиться в прошлую жизнь. Просто из-за неопытности вас может постичь неудача, а затем и разочарование в дальнейшей работе. Чтобы этого избежать, настоятельно рекомендуем вам уделить достаточно времени предварительным тренировкам по изложенным ниже методикам. Еще одно важное замечание. Если вы устали или не выспались, то во время занятий можете уснуть. В этом нет ничего страшного. Напротив, такой сон очень полезен. Но у вас может выработаться условный рефлекс, и вы и в дальнейшем будете засыпать, выполняя ту методику, на которой провал в сон уже случался. Поэтому лучше все-таки заниматься тогда, когда вы чувствуете себя достаточно отдохнувшим и выспавшимся. Метод номер один. Контроль дыхания. Вы уже поняли, что трансовое состояние характеризуется спокойствием и расслабленностью, замедлением дыхания, сосредоточенностью и некоторой отрешенностью. Все это мы можем создать для себя по собственной воле. Мы ведь можем сознательно управлять своим дыханием. Да, мы не можем перестать дышать по своей воле, но можем замедлить дыхание, сделать вдохи и выдохи более плавными и продолжительными. Мы можем ненадолго задерживать дыхание или наоборот, дышать без пауз между вдохами и выдохами. Вы можете заметить, что меняя характер дыхания, меняете и свое внутреннее состояние. От того, как мы дышим, очень сильно зависит то, что и как мы чувствуем. Да, с дыханием связано не только наше физическое самочувствие, но и наше настроение. С помощью дыхания мы можем и успокоиться, и взбодриться, и освободиться от негативных эмоций, и зарядиться энергией. Поэтому для контроля своего состояния очень полезно в первую очередь научиться контролировать свое дыхание. Последите за тем, как вы дышите. Ваши вдохи и выдохи короткие или длинные? Сколько примерно вдохов и выдохов вы делаете в минуту? Есть ли паузы между вдохами и выдохами? Ваше дыхание шумное или тихое? Вы дышите глубоко или поверхностно? Ваши выдохи длиннее, чем вдохи или наоборот? В каких ситуациях вы дышите свободно, полной грудью, а в каких словно затаиваете дыхание? Уже одно только наблюдение за дыханием будет постепенно приучать вас к самоконтролю. Попробуйте изменить привычный для вас характер дыхания и отметьте изменения в самочувствии и настроении. Вам грустно? Подышите интенсивно, делайте громкие, глубокие вдохи и выдохи. Вы слишком возбуждены? Замедлите дыхание, дышите все тише, делайте паузы после вдохов. Если вам нужно сосредоточиться на чем-то, но никак не получается, сосредоточьтесь сначала на своем дыхании. Следите за тем, как воздух проходит по дыхательным путям, как легкие наполняются кислородом, как воздух выходит через нос. Наслаждайтесь этим. Подобное наблюдение за дыханием вы можете сделать основой для вхождения в транс. Вам это удастся легче, если вы будете мягко направлять себя при помощи сознания, давать себе команды на расслабление, успокоение, ощущение тепла вашего тела. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу, закройте глаза, дышите так, как вы обычно дышите. Постепенно замедляйте дыхание. Следите за ощущениями, которые возникают в процессе дыхания. Вот воздух входит через нос, он прохладный, вы чувствуете, как проходит воздушная струя, охлаждая ваши носовые ходы изнутри. Дышите медленно, старайтесь полностью сосредоточиться на всех ощущениях. Вот воздух идет по дыхательным путям дальше, ваша грудь поднимается, воздух проникает в легкие. Наполните их воздухом полностью и по-прежнему следите за ощущениями. Затем начинайте медленно выдыхать. Следите, как воздух выходит из легких, проходит через дыхательные пути и выходит через нос уже нагревшимся, теплым. Продолжайте медленно дышать и следить за дыханием. Представьте, что в мире больше ничего нет, только вы и ваше дыхание. Вы дышите все медленнее и глубже. Дышит все ваше тело. Представьте, что вы вдыхаете и выдыхаете не только носом, но и всем телом. Ваше дыхание все спокойнее и вы успокаиваетесь. Вдох, выдох, вдох, выдох. Вы и ваше дыхание одно целое. Вы и есть ваше дыхание. Вы превращаетесь в дыхание. Представьте, что весь мир дышит в унисон с вами. Вы едины с миром, вы одно целое с его дыханием. Мысли уходят, остается только дыхание, дыхание, дыхание. На этом этапе вы можете уже не следить за дыханием. пусть сознание отойдет в сторону. Вы в состоянии транса. Находитесь в нем столько, сколько захотите. Потом дайте себе команду вернуться в нормальное состояние сознания или просто выразить такое желание. Метод номер два. Самовнушение. Наш мозг очень хорошо воспринимает команды, которые мы даем сами себе. На этом основан метод самовнушения. Как мы знаем, в трансе человек расслаблен, спокоен, ему тепло и комфортно. Мы можем внушить себе эти состояния и тем самым погрузиться в транс. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу, закройте глаза, скажите про себя. Я расслаблен, мне тепло и уютно. Я спокоен, я спокоен, я спокоен, я дышу спокойно, мое дыхание замедляется, я дышу тихо, мои ноги и руки теплые. Я чувствую приятную тяжесть в своем теле. Важно сосредоточить внимание на себе и ни на что не отвлекаться. Придумайте свои собственные формулировки, которые будут вас расслаблять, успокаивать и тем самым погружать в транс. После дайте себе команду выйти из транса. Метод номер три. Концентрация на чувствах. Длительная, глубокая концентрация на чем-либо это основа трансового состояния. Где бы вы ни находились, вы всегда можете сосредоточиться на том, что вы видите, слышите, что ощущает ваше тело и благодаря этому войти в транс. Практическое задание. лягте или сядьте в любую удобную позу. Смотрите прямо перед собой и мысленно называйте то, что вы видите. Например, я вижу белый потолок, я вижу люстру на потолке, я вижу окно, я вижу штору на окне. Затем можете сосредоточиться на деталях. Я вижу узор в виде листьев на обоях, я вижу складки на шторах, я вижу, как свет мерцает в подвесках люстры, я вижу тень от карниза на потолке. Затем закройте глаза и сосредоточьтесь на звуках, точно так же называя себе, что вы слышите. Я слышу шум кондиционера, я слышу звук проезжающей машины, я слышу стук дождя по подоконнику и так далее. После переключитесь на ощущение своего тела. Я чувствую мягкую поверхность, на которой лежу. Я чувствую, что в комнате свежий воздух, я чувствую, что на мне теплая, удобная одежда, я чувствую, как мои волосы касаются лба, я чувствую, что у меня холодные руки, я чувствую, что моя шея напряжена, я чувствую, что шея расслабляется благодаря моему вниманию, я чувствую, что моя грудь поднимается и опускается от дыхания. Постепенно ваши мысли начнут рассеиваться, куда-то отдаляться, вы словно увидите со стороны все свои чувства и ощущения и войдете в приятное состояние транса. Находитесь в нем столько, сколько захотите, затем дайте себе команду вернуться в обычное состояние сознания. Метод номер четыре. Остановка внутреннего диалога. Главный враг концентрации это бесконечный внутренний диалог, который ведет большинство людей. Проследите, о чем вы мысленно разговаривали сами с собой в течение дня. Какие мысли главным образом крутились у вас в голове? Если вы не можете их вспомнить, это не значит, что их не было. Это значит, что они были пустыми и бессмысленными. Мыслить нам необходимо, но мысли имеют смысл только тогда, когда нам в самом деле нужно обдумать что-то важное, принять решение, сделать выводы или что-то изобрести, придумать, сочинить. Это случается не так часто. Гораздо чаще в голове крутится что попало, мысли, которые ни к чему не ведут. Эта привычка так сильна, что остановить бесконечный поток мыслей бывает непросто. Но если нам удастся его остановить хотя бы на несколько секунд, мы автоматически оказываемся в трансе. Практическое задание. Лягте или сядьте в любую удобную позу, закройте глаза. Начните очень бдительно следить за тем, какие мысли приходят вам в голову. Представьте, что вы подобны охотнику, который выслеживает добычу. Вам надо смотреть во все глаза и слушать во все уши. Где? Где она? Мысль? Откуда появится? какой из себя будет? Полностью сосредоточьтесь на ожидании и вы заметите, что мыслей никаких нет. Если же вы хотя бы на миг выйдете из этого сосредоточенного состояния, мысли сразу же появятся. Заметьте их. Что это были за мысли? Представьте, что это добыча, которую вы упустили. Она уже пробежала мимо. проследите, как она убегает. Пусть уходит, не пытайтесь удержать. И снова сосредоточьтесь на ожидании, на выслеживании. Когда вы поймете, что уже довольно долго находитесь в этом состоянии выслеживания и безмыслия, представьте, что вы как будто отрываетесь от земли и оказываетесь в состоянии парения. Вам легко и свободно. Мысли больше не держат вас. Сосредоточьтесь теперь на этом ощущении парения и находитесь в этом состоянии сколько сможете. Когда вы чувствуете себя парящим в состоянии безмыслия, это и есть транс. Метод номер пять. Поэтапное расслабление. В повседневной жизни нам очень редко удается полностью расслабиться. Даже во время сна у большинства людей какие-то части тела все равно остаются напряженными. Ведь это напряжение стало хроническим и человек может сам его не замечать. Между тем оно усиленно ворует его энергию. Вот почему многие люди даже после сна чувствуют себя уставшими. Научиться расслабляться необходимо каждому человеку, прежде всего для восстановления сил и улучшения здоровья. Войти в состояние транса без глубокого расслабления также невозможно. суть этого метода как и других в концентрации. Только на сей раз мы целенаправленно концентрируемся на собственных мышцах и осознанно расслабляемых. Практическое задание. Это упражнение лучше выполнять лежа на спине на любой поверхности. Не слишком мягкой, но и не слишком жесткой. Вам должно быть удобно и комфортно. Позаботьтесь также о том, чтобы вам было тепло, иначе расслабиться будет трудно. Закройте глаза и направьте внимание на свое тело. Мысленно обследуйте его на предмет обнаружения хотя бы малейшего напряжения. Начните с пальцев ног, со ступней, лодыжек. Представьте, что вы своим вниманием проникаете внутрь мышц. И если заметите напряжение, сразу же отпускаете его. Вы заметите, что особых усилий не требуется. Ваше внимание само расслабляет напряженные мышцы. Пройдите таким образом по всему телу, поэтапно расслабляя ноги, затем руки, бедра, живот, спину, грудь, плечи, шею, затем мышцы головы и лица. Вы можете обнаружить, что у вас есть хронически напряженные мышцы, которые расслабить трудно. Если даже они расслабляются, то напряжение возвращается вновь. обычно бывают сильно напряжены мышцы плеч, шеи, затылка, лица. Свободно подвигайте плечами, сделайте несколько расслабленных движений головой из стороны в сторону, помогая расслабиться шея. Несколько раз напрягите все лицо и отпустите напряжение. Затем свободно отпустите нижнюю челюсть, чтобы рот приоткрылся, как бывает у спящего человека. Напрягите веки, крепко зажмурив глаза, затем отпустите напряжение и позвольте векам свободно и расслабленно прикрывать глаза. Еще раз пройдитесь вниманием по всему телу, с ног до головы, обнаруживая и расслабляя оставшиеся очаги напряжения. Затем представьте, что ваше тело превратилось в мешок с песком. В мешке есть маленькая дырочка и песок медленно высыпается. Мешок постепенно обмикает и, наконец, опустев, в виде тряпочки свободно распластывается на земле. Когда все напряжение уйдет из вашего тела, вы окажетесь в состоянии транса. Метод номер шесть. Растворение границ тела. Этот метод продолжение предыдущего. Он позволяет войти в более глубокое состояние транса. Сначала вам нужно как следует расслабиться, а потом представить, что границы вашего тела растворяются. Вы становитесь одним целым с окружающим пространством, миром, Вселенной. Этот метод подводит нас особенно близко к контакту с миром душ. Практическое задание. Расслабьтесь поэтапно, как описано в предыдущем упражнении. Уделите расслаблению достаточно времени. Оно должно быть полным и глубоким. Как только почувствуете, что хорошо расслабились, представьте, что границы вашего тела растворяются. Вы сливаетесь с окружающим пространством, с его энергией. Вы тоже превращаетесь в энергию. Вы теряете свою форму и становитесь безграничным. Вы вырастаете в размерах и сливаетесь с космосом со всей Вселенной. Вы и мир одно целое. Если вам удастся добиться ощущения потери своих границ, вы окажетесь в состоянии транса. Метод номер семь. Визуализация. Для достижения состояния транса вы можете сконцентрироваться на любом образе, который поможет вам успокоиться, сконцентрироваться и почувствовать себя единым с миром. Выбирайте приятные для себя образы и визуализируйте их. А главное, представляйте себя в той обстановке, которую вы визуализируете и концентрируйтесь на своих ощущениях. Практическое задание. Примите любую удобную позу, закройте глаза, расслабьтесь, дышите спокойно и не спеша. Представьте себя там, где вам нравится, в цветущем саду, на пляже или высоко в горах. Визуализируйте самые прекрасные пейзажи. Сделайте глубокий вдох и представьте, что вдыхаете энергию этого места. Вы вдыхаете эту энергию и чувствуете глубокую внутреннюю связь с этим местом. Вы становитесь единым с ним. Представьте, что цветы, горы, море, луга, все то, что вы представляете, это продолжение вас, продолжение вашего тела. Вы своей энергией охватываете весь окружающий мир. Затем представьте, что воспаряете над миром и свободно парите среди облаков или звездного неба, купаетесь в радуге и можете дотянуться до других планет и галактик. Когда вы почувствуете свое единство с миром, который вы визуализировали, вы окажетесь в состоянии транса. Дальше можете просто свободно парить в этом состоянии. Пусть сознание станет менее активным, все мысли и образы уйдут в сторону. находитесь в этом состоянии сколько хотите, а затем дайте себе команду вернуться в обычное состояние сознания. Урок 5. Наши гиды-помощники. Близкие души, от которых мы получаем любовь, добро и защиту. Прежде чем мы будем осваивать технику погружения в прошлую жизнь и в жизнь между жизнями, нам нужно поближе познакомиться с нашими гидами-помощниками. Ведь это души, которые помогают нам во всем и всегда. Они встречают нас, когда мы оставляем тело и попадаем в мир душ. Мы также встречаемся с ними, когда посещаем мир душ в трансовом состоянии. Многие люди чувствуют их присутствие и безо всякого транса. Особенно этим отличаются дети. Может быть, в детстве вы придумывали для себя невидимого друга, разговаривали и играли с ним? И так верили в него, что явственно ощущали «Он рядом». Не сомневайтесь, это был ваш гид-помощник. Кто же такие гиды-помощники? Чаще всего они присутствуют в нашей жизни как невоплощенные существа. То есть это души, не имеющие тела, обитающие в мире душ, но тесно связанные с нами и призванные нам помогать. Но бывают и исключения, когда гид-помощник присутствуют в нашей жизни в качестве ныне живущего человека. Может быть, в вашей жизни есть кто-то, кто отличается необыкновенной добротой по отношению к вам, от кого неизменно исходит энергия любви, добра и сострадания, в чем присутствии вы можете расслабиться, быть самим собой, почувствовать себя значимым и любимым, успокоиться, исцелить свои душевные раны? Это может быть кто-то из родных, и друг, и просто сосед, и даже случайный знакомый. Про таких людей обычно говорят. Он мой ангел-хранитель. Это недалеко от истины. Вполне вероятно, что этот человек и есть ваш гид-помощник, сопровождающий вас из жизни в жизнь в разных обликах. Если рядом с вами нет такой души, не расстраивайтесь. Ваш гид-помощник все равно рядом с вами. Просто у большинства людей гидами являются невоплощенные в данное время существа. Чаще всего у нас даже не один гид, а несколько. Один главный или старший и один или несколько младших, которые являются обычно помощниками и учениками старшего. Практическое задание. Наши гиды могут являться нам самым разным образом. В качестве воображаемых детских друзей или людей, неизменно проявляющих доброту по отношению к нам, также они могут приходить во сне или просто ощущаться как какое-то незримое присутствие. Вспомните моменты вашей жизни, когда вы так или иначе встречались с вашим гидом-помощником, хотя, может, и не осознавали этого. У вас был в детстве воображаемый невидимый друг? Может, вы представляли, что у вас есть сестра или брат, с которым вы разговаривали и играли? Не было ли у вас сновидений, где являлся человек, от которого исходили любовь, добро и забота? Вы помните его лицо, весь облик? Он был мужского или женского пола? Выглядел молодо или казался пожилым, даже старым, а может, наоборот, это был подросток или ребенок? Он что-то говорил вам? Как звучал его голос? Какие слова он произнес? С каким чувством вы проснулись после этого сна? Поняли ли, что это было важное послание для вас? Помогло ли оно вам в чем-то? Если вы проснулись со светлым, радостным настроением, это верный признак, что вы встретились во сне со своим гидом? А может быть, вы наяву ощущали присутствие кого-то незримого, от кого исходили энергии любви, добра и спокойствия? Это могло быть особенно явственно в те минуты, когда вам требовалась помощь и поддержка. возможно, гиды проявляли себя иначе, создавая в вашей жизни чудесные события, счастливые случайности, важные совпадения? Может быть, вы чувствовали, что какое-то важное дело идет у вас как по маслу, ровно и гладко, когда без единой заминки вы приходите к удаче, к счастливому финалу? Не сомневайтесь, что тут сыграла свою роль помощь вашего гида. Осознайте, что у вас есть гид-помощник и даже скорее всего не один. Гид-помощник есть абсолютно у всех людей. Он сопровождает нас и в нашей земной жизни, и в жизни между жизнями. Вы не исключение. Какими качествами обладают гиды-помощники? Чаще всего гиды-помощники сопровождают нас в качестве бестелесных существ, но они далеко не всегда являются такими. Это такие же души, как и мы, и точно так же они способны воплощаться, чтобы проживать на земле человеческую жизнь. Почему же они становятся нашими помощниками и наставниками, если являются такими же душами, как и мы? По трём причинам. Это более развитые, продвинутые души, имеющие больше опыта, чем мы. У них есть склонность и желание быть учителями, наставниками для других. Они проходили специальное обучение в мире душ, чтобы получить статус гида-помощника. Значит ли это, что любая душа, в том числе и мы с вами, может стать гидом-помощником для других? Да, именно так. Но для этого нужно сначала дойти в своём развитии до определённого уровня, а потом пройти специальную подготовку в мире душ. Так что если у вас есть желание стать гидом-помощником, вы можете им стать, и для этого вам не нужно прекращать воплощаться на земле. Но для этого нужно обладать очень важными качествами, без которых невозможно стать гидом-помощником. Это следующие качества. Огромная способность к любви и состраданию. без излишней снисходительности и потакания слабостям своих подопечных. Огромное желание помогать людям. Умение принимать людей такими, как есть, без осуждения и критики, развитые способности к мудрому наставничеству, умение вдохновлять других людей, подбадривать их, вселять в них силы и мужество. Огромный опыт преодоления самых различных трудностей земной жизни и желание делиться своим опытом, учить других. Огромное терпение, умение сохранять спокойное и умиротворенное состояние, что бы ни происходило. Наши гиды-помощники обладают всеми этими качествами. И еще будьте уверены, что ваши гиды знают и понимают вас так хорошо, как никто другой. Они не являются нашими родственными душами, нет. Родственные души обычно воплощаются в качестве наших близких людей, часто мужей и жен, и они относятся примерно к тому же уровню развития, что и мы. В отличие от родственных душ, гиды-наставники заметно опережают нас в развитии. Мы тоже развиваемся, но и они не останавливаются в своем развитии, а потому могут оставаться нашими гидами-наставниками на протяжении тысячелетий, все так же продолжая нас опережать. Как призвать гида-помощника? Заметно опережая нас в развитии, наши гиды-помощники тем не менее имеют сходный с нашим опыт и сходные качества души. Поэтому наши гиды-помощники выбирают нас не случайно, они руководствуются именно этим сходством. Вы можете заметить, что энергетика вашего гида-помощника очень близка вашей и его присутствие вызывают у вас только приятные эмоции, и вы всегда можете почувствовать любовь и понимание, исходящее от гида-помощника. Он знает о вас абсолютно все, от него невозможно что-либо скрыть, его нельзя обмануть, обман мгновенно будет раскрыт. И при всем этом вам не нужно бояться, что гид-помощник будет за что-то вас осуждать или, того хуже, отвернется от вас. Он ведь и сам прошел через то же, что и вы. Он очень хорошо вас понимает. Возможно, он совершал те же ошибки, и теперь хочет помочь вам избежать их или исправить, если они уже совершены. Вы можете в любой момент призвать вашего гида-помощника. Вы можете общаться с ним, задавать вопросы, просить помощи. Для этого не нужно посещать мир душ и даже не обязательно входить в транс. Гиды-помощники всегда на связи с вами. Правда, чаще всего они не вмешиваются в вашу жизнь без вашей осознанной на то просьбы. Но если вы обращаетесь к ним, то они откликаются мгновенно. Практическое задание. На какое-то время отрешитесь от всех своих забот, останьтесь наедине с собой, расслабьтесь и начните следить за своим дыханием. Дышите ровно, размеренно, не спеша. Делайте медленный вдох и прослеживайте, как воздух проходит по дыхательным путям, наполняет легкие. Наслаждайтесь этим вдохом, представляйте, как кислород поступает в кровь, питает каждую вашу клетку. Затем выдыхайте, наблюдая, как воздух, уже прогревшийся, теплый, проходит по вашим дыхательным путям, выходит через нос. Продолжайте наблюдать свое дыхание на протяжении еще нескольких таких неспешных вдохов-выдохов. Одновременно успокойте свои мысли и остановите свой внутренний диалог, который обычно мешает нам быть внимательными к окружающему пространству. Затем просто вслушайтесь безо всяких мыслей и ожиданий. Прислушайтесь к пространству. Представьте, что оно наполнено энергией. Это живая, разумная энергия, потому что весь наш мир создан живой, разумной энергией, и наполнен ею. Представьте, что любящие глаза смотрят на вас из этого пространства. Попробуйте ощутить присутствие вашего гида-помощника. Вам нечего бояться, потому что это хорошо знакомая вам душа. Вы много контактировали на протяжении ваших воплощений. Вы связаны самыми теплыми и дружескими отношениями. Это душа, которая хочет вам только добра и искренне любит вас. Может быть, вы хотели бы ее о чем-то спросить? Может быть, вас что-то беспокоит и нужна помощь? Вы можете обратиться к вашему гиду-помощнику и получить ответ. только не ждите, что услышите какой-то голос. Ответ придет либо в виде ваших собственных мыслей, либо вы получите какое-то интуитивное озарение, либо ваше состояние, настроение изменится к лучшему, появятся новые планы, надежды, и вы поймете, что это и был ответ. Если вам кажется, что помощь не приходит, что делать? Иногда приходится слышать такой вопрос от некоторых людей. Если у меня есть гид-помощник, то почему он мне не помогает? По крайней мере, я не ощущаю его помощи. Возможных причин тут две. Либо вы не просите о помощи, в том, с чем можете и должны справиться самостоятельно. Разберем обе этих причины подробнее. Первая причина. Вы не просите о помощи. Многие люди думают, что гиды-помощники должны постоянно помогать нам, даже без нашей на то просьбы. Это ошибка. Человек создан как существо свободной воли. И если на то вашей воли нет, то никто, в том числе и ваши гиды-помощники, не вправе вмешиваться в вашу жизнь. Если вы не просите о помощи, предполагается, что она вам не нужна. Кстати, заметьте, это правило распространяется и на общение с ныне воплощенными людьми, а не только с гидами-помощниками. Многие знают, как неприятно бывает непрошенная помощь, потому что люди, навязывающие вам помощь, когда она не нужна, нарушают закон вашей свободной воли. Поэтому, если вам нужна помощь, попросите о ней, или как-то иначе, ясно дайте понять, что она вам нужна. Если хотите кому-то помочь, убедитесь сначала, что ваша помощь действительно желанна и уместна. Как попросить помощи у гида-помощника? Призвать его к себе, а затем сказать, что вам нужна помощь в том-то и том-то. Это очень просто. Как вы просите помощи у людей, так просите и у гида-помощника. Только делайте это мягко, с опережающей благодарностью, не в приказном порядке. Помните, что гид-помощник сам знает все ваши нужды, знает он и то, в какой помощи вы нуждаетесь. Ему не нужно ничего объяснять и доказывать. Достаточно дать понять, что вам требуется помощь и вы о ней просите. Вторая причина. Вы просите о том, с чем можете и должны справиться самостоятельно. Чаще всего и больше всего помощи получают незрелые души. Причем они не обязательно молодые и неопытные. Незрелой душой можно остаться и после множества воплощений, потому что не все души должным образом проходят уроки земной жизни. Есть те, что повторяют одни и те же ошибки из воплощения в воплощение. Есть те, кто не хочет учиться и постоянно проходит один и тот же урок. Но и они частицы Творца и их задача вернуться к совершенству и рано или поздно они тоже пройдут свои уроки и достигнут более высоких уровней в своем развитии. Когда такие души все-таки решают развиваться дальше, им бывает нужно больше помощи, чем другим. Так же, как и молодым душам, только начавшим воплощаться. Их особым образом опекают, потому что они в каком-то смысле дети, нуждающиеся в заботе взрослых. Если помощь к вам приходит не так часто, очень может быть, что вы более развитая душа. Гиды готовы помогать и развитым душам, но иногда лучшая помощь это позволить развитой зрелой душе действовать самостоятельно, потому что у нее достаточно сил и опыта, чтобы одолеть даже самые трудные ситуации, потому что она сама добровольно выбрала себе сложные уроки и попросила, чтобы ей дали возможность осваивать их самостоятельно. Гид-помощник всегда рядом с вами. Знайте, что если даже вы не получаете видимой помощи, помощь все равно есть. Она в той энергии любви и добра, которую вы получаете от гида непрестанно. Вы можете почувствовать ее в любой момент. Вы можете услышать с любовью сказанные слова. Давай смелее, действуй самостоятельно, как считаешь нужным, я рядом, и у тебя все получится. Гид-помощник это не тот, кто все сделает за вас. Это тот, кто поможет вам наилучшим образом и с наибольшей эффективностью пройти ваши собственные уроки. Но проходить эти уроки нужно вам и делать это самому. И чем более развитой душой вы являетесь, тем больше самостоятельности вам дается. Делайте выбор, принимайте решения, действуйте без чьей-то помощи. Это будут лучшие уроки для вас. Если вы совершите ошибку, у вас есть силы, чтобы самостоятельно ее исправить. Ну а если что-то совсем не будет ладиться, гид обязательно даст помощь и подсказку. И не забывайте, что главная задача гидов воодушевлять нас, вселять в нас энтузиазм, внушать веру в свои силы. Мы живем на земле, чтобы обретать собственную силу, собственную свободу, становиться взрослыми, продвинутыми, самодостаточными душами. Если гиды будут решать за нас наши проблемы, мы никогда не достигнем этих целей. Поэтому, даже если они просто окружают вас энергиями любви, помогают поверить в себя и внушают решимость самостоятельно справиться с любыми трудностями, поблагодарите их. Это и есть самая лучшая и высококачественная помощь. Препятствия, которые могут мешать вам получать ответы от гида-помощника. Ваши гиды-помощники всегда рядом и в любой момент готовы к общению. Но тут очень важна ваша открытость и готовность к контакту. Контакта может не получиться, если вы боитесь этого общения, вы скептически относитесь к возможности общаться с кем-то невидимым, вы думаете, что у вас все равно ничего не получится, вам кажется, что вы недостойны внимания существ из мира душ, вы предвзяты, ожидаете какого-то конкретного ответа и не хотите слышать что-то другое. Если вы хотите наладить постоянный контакт с вашими гидами, вам прежде всего надо расслабиться и успокоиться. Задайте себе вопрос. Часто ли в вашей жизни бывают моменты покоя, когда вы ничем не заняты, не обдумываете ваши обычные дела и проблемы, не читаете, не смотрите телевизор, не сидите в интернете, не общаетесь в соцсетях, а в самом деле ничего не делаете? как как часто вы погружаетесь в свой внутренний мир и остаетесь наедине с собой не только внешне, но и внутренне? Присутствуете в самом себе, осознаете, ощущаете себя, пребываете своими мыслями не где-то, не с кем-то, а в самом деле только с собой. У большинства людей таких моментов нет вообще. У людей, которые заняты саморазвитием и духовным ростом, такие моменты бывают гораздо чаще, потому что они осознанно к этому стремятся, создают их в своей жизни сами. Состояние транса — это прекрасные исцеляющие моменты, это возможность встретиться самим собой и установить контакт с духовным миром. Но для общения с нашими гидами даже не обязательно погружаться в глубокое трансовое состояние. Можно просто расслабиться и остановить мысли, как вы это уже умеете делать. И тогда вы почувствуете, что духовный мир стал ближе, и вы можете ощутить присутствие ваших невидимых помощников. И не только ощутить их присутствие, но и вступить в общение с ними. Почему не нужно бояться общения с гидом? Поговорим о таком препятствии к этому общению, как страх. Он характерен для многих людей, в том числе и идущих по пути духовного развития. Некоторые люди боятся, что они могут услышать какие-то голоса в своей голове или даже увидеть призраков. У кого-то есть страх, что все это будет напоминать галлюцинации. Кто-то просто боится почувствовать, что рядом с ним в пустой комнате есть кто-то еще. Все эти страхи абсолютно беспочвенны и вот почему. Наши гиды-помощники это очень близкие нам души. Они хорошо знают и понимают нас, им знакомы и все наши страхи. И потому контакт они осуществляют только тем способом, который для нас наиболее приемлем и комфортен. Они не сделают ничего такого, что может вас напугать. Если вы не хотите слышать голоса в голове, вы их не услышите. Если вы боитесь увидеть привидения, ваши страхи необоснованы. Во-первых, потому что гиды-помощники ничем не напоминают призраков и привидений. Во-вторых, потому что они очень редко являются в зримом облике, разве что во сне. И в-третьих, потому что они знают, какого рода общение для вас приемлемо, а какое нет. Это общение чаще всего осуществляется безо всяких голосов в голове. Если вы боитесь почувствовать присутствие рядом с собой, вы его не почувствуете. Вы можете ощутить разве что волну любви, как будто кто-то любящий издалека шлет вам свои добрые пожелания. Само же послание от гида может прийти к вам в самых разных формах. В виде ваших собственных мыслей, в виде интуитивного прозрения, когда вы чувствуете, что просто знаете ответы на ваши вопросы, в виде информации, пришедшей извне, из книги, фильма, радио или телепередачи, или дружеской беседы, даже из случайно услышанного на улице разговора. В виде событий и ситуаций, как будто специально подстроенных, чтобы вам о чем-то сообщить. В виде сновидения. Ответы, которые вы получаете на свои вопросы, могут быть как прямыми, так и косвенными. Например, в виде образов книг, фильмов или сновидений. Эти образы обычно нуждаются в обдумывании и расшифровке. Прямой вы получите ответ или косвенный, это зависит от вашего вопроса и от ситуации. Например, если вы задаете вопрос, касающийся какой-то сложной ситуации, или если от ответа зависит чья-то жизнь или смерть, или если вам нужно срочно принять решение, ответ может быть прямым. Буквально. Во сне вы можете получить четкую инструкцию, что и как вам делать. Или откроете книгу и, к своему удивлению, прочитаете там совет, данный прямым текстом и относящийся именно к вашей ситуации. Если же такой срочности нет, то ответ может прийти в образной форме, нуждающейся в расшифровке. И это тоже делается для вашего же блага. Мы ведь здесь, на земле, чтобы проходить уроки, учиться жить и принимать решения самостоятельно, развиваться и расти. Было бы слишком просто, если бы мы на все наши вопросы получали прямые ответы. Это все равно, что школьнику не решать задачи из учебника самостоятельно, а сразу же подставлять готовые ответы. Наши гиды хотят, чтобы мы чаще думали сами, анализировали свои жизненные ситуации, обдумывали их и делали выводы. Не нужно бояться ошибок. Ошибки часть жизненного плана любого человека. Если вы поймете, что совершили ошибку, вам помогут ее исправить, даже не сомневайтесь, при условии, что вы обратитесь за помощью, конечно. Преодолейте неуверенность. Вы достойны поддержки гида. Теперь поговорим о таком часто встречающемся препятствии к общению с гидами-помощниками, как неуверенность, что у вас что-то получится, и чувство, что вы недостойны такого общения. Вспомните о том, что вы бессмертная душа, несущая в себе частицу Творца. Если в вас есть искра Творца, то вы от рождения несете в себе божественную природу. Вы достойны общаться даже напрямую с Творцом, как и все люди. Среди людей нет тех, кто больше достоин и меньше достоин. Все достойны одинаково. И, конечно же, все мы родственны по сути другим душам частицам Творца. У нас всех единый источник. Мы все равны и воплощенные души, и те, кто находится в мире душ. Да, существуют души более продвинутые, но это не значит, что они выше или достойнее вас. У них больше опыта и знаний, так и вы со временем приобретете этот опыт и эти знания. Это такая переменная составляющая, которая вовсе не ставит вас в более низкое или подчиненное положение. Вы равноправны со всеми душами и с более продвинутыми в том числе. В мире душ каждый одинаково ценен и одинаково любим. Напоминайте себе чаще об этих истинах, укрепляйте ваши чувства собственного достоинства, развивайте уверенность, что вы по полному праву достойны получать помощь и поддержку из мира душ. Как правильно задавать вопросы и получать ответы? Предвзятость еще одно препятствие, когда вы хотите получить только подтверждение своей правоты и по сути не заинтересованы в объективной информации. Например, вы задаете вопрос о том, повысит ли вас в должности и категорически не хотите услышать «нет». Важные условия для получения объективных ответов это умение не ожидать никакого конкретного ответа. Помните, все происходит не случайно и все происходит для вашего же блага. Если вы здесь услышите «нет», значит, где-то в другом месте, возможно, более важном и интересном для вас, вы услышите «да». Отстранитесь от собственных желаний и эмоций во время общения с гидами и будьте открыты получению любой информации. Практическое задание. Это упражнение нацелено на развитие навыка общения с гидами-помощниками. Подумайте о том, какой вопрос вы хотели бы задать им. Это должно быть что-то важное для вас. Вопросы, задаваемые из праздного любопытства, обычно не получают ответов. Не задавайте и проверочных вопросов, типа «сейчас зима или лето», «что на мне надето», «который сейчас час» и так далее. Такие вопросы свидетельствуют о вашем недоверии гидам и тоже не получают ответа. Также нежелательно задавать вопросы, имеющие отношение к какой-то отдаленной перспективе. «Что со мной будет через 10 лет? Какая у меня будет следующая работа?» «Если пока не собираетесь увольняться с этой? Куда мне ехать в отпуск, если до отпуска еще добрых полгода?» В мире душ не существует такого понятия, как время. И потому для него актуален лишь настоящий момент. Спрашивайте о том, какие решения и действия вам нужно предпринять именно сейчас, каков будет результат того шага, который вы собираетесь сделать в настоящий момент. Помните о том, что для гидов лишь настоящий момент реален, а все остальное область домыслов и фантазий, не имеющих прочной опоры в реальности. Желательно отдать предпочтение вопросам, имеющим отношение к вашему развитию, к жизненному пути, к важным для вас решениям. Также можно спрашивать о здоровье, особенно если ему что-то угрожает. Например, о том, решаться ли на операцию и где найти средства исцеления. Если в данный момент решается какое-то важное для вас дело, можно спрашивать о том, какой будет результат, в вашу ли пользу. Расслабьтесь и остановите мысли. Если хотите, погрузитесь в легкий транс. Отстранитесь от собственных желаний и эмоций. Скажите себе, что вы будете удовлетворены любым ответом. Не ждите чего-то конкретного. Мысленно обратитесь к вашему гиду. Неважно, почувствуете вы присутствие или нет. Задайте свой вопрос. Не сомневайтесь, что он будет услышан. Добавьте, прошу дать мне ответ в наиболее уместной и понятной для меня форме. Не просите конкретно. Дайте ответ в виде сновидения или в виде радиопередачи. Гиды используют те средства, которые наиболее доступны и не нужно своими пожеланиями сковывать свободу их действий. Главное, чтобы была выбрана понятная для вас форма, важно попросить именно об этом. Задав вопрос, можете выйти из транса. Затем отпустите все свои мысли о вашем вопросе. Переключитесь на что-то другое. ответ придет достаточно быстро, не позднее ближайшей ночи, когда вам может присниться сон с ответом. Кстати, если вы задаете вопрос непосредственно перед сном, очень большая вероятность, что ответ придет именно в сновидении. Но лишь в том случае, если вы часто видите сны, запоминайте их и имейте хотя бы небольшой навык толкования. Когда ответ придет тем или иным способом, вы обязательно это заметите. Вы можете обратить внимание, что изменились ваши собственные мысли по интересующему вас вопросу. Например, в голову пришло простое и эффективное решение, о котором вы раньше почему-то не задумывались. или информация придет извне, возможно, в виде какой-то ситуации, которая откроет для вас новые возможности или какого-то текста, фильма, чьих-то слов. Если ответ придет в образной форме и вам он окажется не вполне понятен, попросите гида помочь вам понять этот ответ и уделите время, чтобы поразмышлять об этом. В процессе размышления наверняка многое прояснится. Как призвать гида помощника, чтобы он сопровождал вас в путешествии по прошлым жизням? Когда вы будете совершать путешествия в пространство жизни между жизнями, ваши гиды помощники обязательно встретят вас. Возможно, в первую очередь вы познакомитесь с вашим старшим гидом, а может, первым навстречу придет кто-то из его помощников. Там вы можете познакомиться с ним поближе. Вернее, знакомиться вам не нужно будет, вы ведь давно знакомы. Просто вы сразу же узнаете эту душу, вспомните ее имя, поймете, что уже давно идете из жизни в жизнь рука об руку. Если вы захотите, ваш гид будет сопровождать вас и во время вашего погружения в прошлую жизнь. Для этого вы можете обратиться к нему и позвать с собой в такое путешествие. Сделать это можно любым способом. Например, войти в транс и обратиться к гиду с такой просьбой, выразив ее самыми простыми словами. Но можно провести целый ритуал, который поможет вам настроить себя на путешествие в прошлую жизнь. Присутствие вашего гида во время такого путешествия очень поможет вам. Во-первых, он позаботится о том, чтобы уберечь вас от чересчур травмирующей информации, если вы еще к ней не готовы. Во-вторых, он сориентирует вас в событиях прошлой жизни таким образом, чтобы вы могли получить самые важные в данный момент для вас сведения. И в-третьих, он поможет сделать выводы и извлечь те уроки, которые вам нужны, а также улучшить свою нынешнюю жизнь при помощи знания прошлой. Практическое задание. Это упражнение можно выполнять как отдельно, так и непосредственно перед погружением в прошлую жизнь. В любой момент вы можете, выполняя это упражнение, попросить вашего гида сопровождать вас во всех ваших будущих путешествиях в прошлую жизнь. В дальнейшем, когда вы уже будете предпринимать такие погружения перед каждым путешествием, можете просить вашего гида помочь и сопровождать вас именно в данном конкретном случае. Возможно, в этом и не будет нужды, так как достаточно окажется вашей однократной просьбы, чтобы гид-наставник появлялся рядом с вами во время каждой вашей регрессии в прошлое воплощение. Закройте глаза, войдите в состояние транса. Представьте, что вы видите своего гида перед собой не в каком-то конкретном облике, а как чистую энергию. Это может быть светящаяся сфера с ярким чистым сиянием. Представьте, что этот свет несет вам любовь и защиту. Вам радостно и приятно находиться рядом с ним. Возможно, из этого облака энергии начнут проступать какие-то конкретные черты, но это не обязательно. Возможно, вместо визуализации энергии вы просто почувствуете присутствие кого-то, кто вас любит и оберегает. В таком случае ваше обращение тоже достигнет адресата. Вслух или же про себя скажите примерно следующее. Дорогой мой гид-помощник, близкая мне душа, наделенная даром любви и защиты, сопровождая меня в моих путешествиях в прошлые жизни, помоги получить в них нужный мне опыт, пройти его наилучшим для меня образом и извлечь важные для меня уроки. «Благодарю, благодарю, благодарю». Выйдите из транса. Совет. Обращайтесь к гидам только с любовью, почтением и благодарностью, и их помощь и поддержка не заставит себя ждать. В дальнейшем вы можете видоизменять формулировку, с которой обращаетесь к гиду в зависимости от целей вашего погружения в прошлую жизнь. Например, вы можете просить его помочь вам в исцелении душевных травм, в избавлении от негативных эмоций и программ, унаследованных от прошлого, в освобождении от той боли, которая вам была причинена когда-то, и так далее. Урок шестой. Как вспомнить свою прошлую жизнь и жизнь между жизнями. Регрессия в прошлое. Что это такое? Регрессия это путь назад, когда человек словно бы отправляется в свое прошлое. В традиционной психотерапии давно используется метод возвратной регрессии, когда человек под гипнозом не только вспоминает события прошлого, включая самое раннее детство, но и переживает эти события так, как если бы они происходили в настоящее время. Но это не значит, что под влиянием гипноза мы можем впасть в детство и утратить всякую связь с реальностью. На самом деле, события детства или другого отдаленного прошлого в состоянии транса воспроизводит наша собственная психика, психика взрослого человека. То есть, мы не перестаем быть взрослыми в этот момент. Мы остаемся собой, такими, какие мы есть в настоящее время. Просто наше взрослое «Я» позволяет какой-то части нас на время вернуться в прошлое, но при этом наблюдает за происходящим из настоящего момента, а значит, осознает и контролирует все, что происходит. Для чего нужен такой возврат в прошлое? В психотерапии это применяется главным образом для того, чтобы восстановить какой-то давний эпизод, обычно забытый, и разблокировать скрытую там психологическую травму. Такая заблокированная, забытая травма, как мина замедленного действия, до поры до времени не дает о себе знать, а потом может рвануть в самый неподходящий момент. Поэтому так важно разминировать ее безопасным способом. Возрастная регрессия и есть такой безопасный способ, когда вы, находясь наедине с собой или со специалистом, в спокойной обстановке можете пронаблюдать возникновение травмы и разрядить связанные с нею эмоции, тем самым исцелив свою душу. Регрессия в прошлой жизни – это, по сути, углубленный вариант возрастной регрессии. Просто при возрастной регрессии мы погружаемся в прошлое в пределах нынешней жизни, а регрессия в прошлой жизни подразумевает более отдаленное прошлое. В этом и вся разница. Мы можем не помнить многие события нашего детства. Точно так же мы забываем и то, что было в предыдущих воплощениях. Регрессивная психотерапия справляется и с той и с другой проблемой. Работая по методу Майкла Ньютона, мы будем не только погружаться в прошлые жизни, но, и это самое главное, вспоминать свою жизнь между жизнями. Это очень важное отличие метода Майкла Ньютона от традиционной регрессивной психотерапии. Дело в том, что только оказавшись в мире душ, в пространстве жизни между жизнями, мы можем найти ответы на вопросы о том, каковы наши уроки в каждом воплощении, успешно ли мы эти уроки проходим и в чем состоят наши высшие задачи, наша цель, миссия, смысл нашего существования. Путешествие в прошлую жизнь покажет, кем вы там были и какие события с вами происходили. посещение пространства жизни между жизнями ответит на вопрос, зачем все это было нужно. Вы можете самостоятельно осуществить весь процесс. Поскольку, как мы уже знаем, за наш контакт с миром душ отвечает только наше собственное сознание и подсознание, а вовсе не гипнотерапевт, то каждый человек способен совершать такие путешествия самостоятельно. Вы сами можете погрузить себя в транс, уже знаете, как это делается. Затем вы сами можете углубить это трансовое состояние и договориться со своим подсознанием, чтобы оно показало вам ваше прошлое воплощение и последовавшую за ним жизнь между жизнями. Главное при этом помнить, что у вас есть вечная бессмертная душа, и у души есть память, и душа помнит то, что вы забыли. И вы можете при помощи транса и обращения к подсознанию воскресить эти воспоминания. Главное знать, что они у вас есть, они реальны, это не выдумка и не фантазия. Точно так же, как не выдумка и не фантазия ваше раннее детство, хотя вы о нем забыли. Никакое воспоминание не уходит бесследно. Наш мозг хранит все, память не только раннего детства, но даже внутриутробного периода, так же, как и память прошлых жизней и жизни между жизнями. Душа, воплощаясь в новое тело, передает ему и свои собственные воспоминания. Они есть и у вас. И пусть пока вам кажется, что они заперты за семью печатями, мы с вами можем осторожно, постепенно и безопасно эти печати вскрыть. Давайте приступим к процессу и начнем с необходимого подготовительного этапа. Подготовительный этап. Часть первая. Активация памяти. Уделите некоторое время воспоминаниям. Пусть вас не удивляет такое задание. Путешествие в прошлые жизни и в жизнь между жизнями невозможно без активной памяти, то есть готовой к работе и способной работать продуктивно. Много ли вы помните из своего прошлого, из недавнего и отдаленного, а из раннего детства? Что запомнилось лучше, а что хуже? Как вам кажется, ваши воспоминания объективны или в них примешивается ваша собственная фантазия? Не спешите, вспоминайте понемногу, например, один эпизод за день. Если не помните ярких эпизодов, вспоминайте какой-то небольшой период жизни, например, два-три года сегодня, столько же завтра. Пусть у вас уйдет на это несколько дней или даже неделя, зато ваша память будет готова к раскрытию своих более глубоких слоев. Практическое задание. Найдите спокойное, тихое место, где вам никто не помешает и останьтесь наедине с собой на некоторое время. Мысленно окружите себя золотистым сиянием, почувствуйте покой и безопасность. Вспомните наиболее яркие эпизоды из вашего детства. Что вам запомнилось больше всего? Попробуйте вспомнить детали. Если вы помните только общую картину, например, празднование дня рождения в детстве, постарайтесь вспомнить всех гостей, кто что подарил, что за угощение было, во что вы были одеты, как выглядели ваши родители. Если не все будет вспоминаться, дайте своему подсознанию задачу подсказать вам детали и подробности и вернитесь к этим воспоминаниям через какое-то время. Вспомнив в деталях и подробностях настолько, насколько это возможно, несколько таких эпизодов детства обратитесь к самому первому вашему детскому воспоминанию, с какого возраста вы себя помните, что за эпизод связан с этим, желательно вспомнить детали и подробности. Затем попробуйте вспомнить, точно ли это самое первое воспоминание. Может быть было что-то еще раньше, что вы тоже можете вспомнить. Обычно наши первые воспоминания относятся к возрасту 3-4 лет, но есть люди, которые помнят себя в еще более раннем возрасте. Если вы дадите своему подсознанию и памяти задачу вспомнить, то результат может вас удивить. Выяснится, что у вас есть еще более ранние воспоминания. Вспомните эти эпизоды настолько подробно насколько сможете. Продолжайте тренироваться в детализации и конкретизации смутных и расплывчатых воспоминаний прошлого, относящихся не только к детству, но и к более позднему времени. Вспоминая свое забытое прошлое, постарайтесь определить, что преобладает в этих воспоминаниях зрительные образы, звуки или чувства, ощущения. Если вы видите прошлое как на картинке или в кино, то вы визуал. То есть у вас преобладает визуальный способ восприятия. Если вспоминаются прежде всего чьи-то голоса, слова, музыка, другие звуки, то вы аудиал. А если в памяти возникают в первую очередь ваши собственные чувства и ощущения тепло или холодно, грустно или весело, легко или тяжело, вкусно или невкусно, хорошо пахнет или нет, то вы кинестетик, то есть человек, у которого преобладает ощущенческий способ восприятия. В дальнейшем, погружаясь в прошлые жизни, желательно опираться на свой ведущий способ восприятия. Это поможет вам лучше сориентироваться и получить больше информации. Иными словами, визуалу лучше всматриваться в происходящее, аудиалу вслушиваться, кинестетику обращать внимание на свои чувства. После этого вы сможете подключить и другие каналы восприятия, но знайте, что наиболее достоверную информацию вам даст тот канал, который является для вас ведущим. Практическое задание. Закройте глаза и представьте себе море. Откройте глаза и ответьте на вопрос, что вы представили в первую очередь? как море выглядит, как оно шумит или как вы в нем купаетесь. Первое характерно для визуалов, второе для аудиалов, третье для кинестетиков. Возможно, вы представили сразу и то, и другое, и третье, но какой-то образ все равно был самым первым, остальные добавились уже позже. Попробуйте определить, какая ассоциация с морем у вас возникает в самую первую очередь. Проверьте свой ведущий способ восприятия и с помощью других образов. Например, что сразу же возникает в вашем воображении при словах «гроза», «улица», «салют», «театр»?» Вспомните ситуацию, когда вы встретились с кем-то, немного поговорили и разошлись. Что вам легче всего вспомнить, когда встреча уже закончилась? Как этот человек выглядит, во что одет, какая у него прическа? Или может звук его голоса и то, что он говорил? А может вы словно бы почувствовали напряжен он или расслаблен, и вам даже передалось его состояние. Вы внутренне скопировали его и запомнили прежде всего именно это чувство? Если первое, вы визуал, второе, аудиал, третье, кинестетик. Теперь снова обратитесь к воспоминаниям вашего детства и определите, какие образы зрительные, слуховые или кинестетические преобладают в них. Попробуйте сконцентрироваться именно на этих образах. Если вы визуал, мысленно отключите звук и отстранитесь от своих чувств и ощущений. Если аудиал, представьте, что закрыли глаза и только слышите происходящее, словно бы из соседней комнаты. Если вы кинестетик, представьте, что и звук, и картинка отключены, и вы можете ориентироваться только на свои ощущения. Что нового вы узнали таким образом? Может быть, удалось вспомнить что-то более детально? Затем представьте, что снова включаете выключенные каналы восприятия. Какие новые сигналы пришли по этим каналам? Благодаря этому приему ваши воспоминания могут стать более конкретными и объективными. Подготовительный этап часть вторая выявление косвенных свидетельств прошлого. Ваша бессмертная душа помнит все и несет на себе отпечатки прошлых воплощений. Они так или иначе проявляют себя в вашей нынешней жизни. По некоторым косвенным признакам вы можете получить хотя бы общее приблизительное представление о том, где, когда, при каких обстоятельствах проходила ваша прошлая жизнь. Это может проявляться в ваших вкусах и пристрастиях, в том, чем вы интересуетесь, о чем мечтаете и фантазируете. Да, работа воображения тоже может основываться на событиях и обстоятельствах прошлых жизней, о которых вы просто забыли. Вам кажется, что вы мечтаете, а на самом деле в этих мечтах отражается ваше прошлое. Так что не надо опасаться, если вам покажется, что вы просто придумываете свою прошлую жизнь. Выдумки ведь тоже возникают не на пустом месте. Вы можете найти отголосок прошлых жизней в тех играх, в которые любили играть в детстве, в ваших любимых книгах и фильмах, в тех городах, в которых вы всегда мечтали побывать, в тех исторических эпохах, которые вам особенно интересны, в своих любимых занятиях, будь то работа, или хобби. Будьте внимательны к себе, и вам могут открыться тайны прошлых воплощений еще до того, как вы примените технику трансового погружения в них. Практическое задание. Попробуйте найти в своей жизни как можно больше намеков на прошлые воплощения. подумайте о том, какие занятия вас всегда привлекали и к чему у вас есть способности. Если есть что-то, к чему вас очень тянет и что вы умеете делать очень хорошо, даже если не учились этому специально, скорее всего, вы освоили это дело еще в прошлом воплощении. Вспомните школьные уроки истории и географии и ответьте на вопросы, какие страны и какие исторические эпохи вам были особенно интересны. Если вы могли очень хорошо себе представить, как люди там жили, что делали, как одевались, как общались друг с другом, вероятно, вы там жили когда-то. Какие ландшафты вам ближе, горы, равнины, пустыни, леса, обширные поля, морские пейзажи, какой климат привлекает, какие растения вы любите, какие книги и фильмы вам нравятся, какие картины словно притягивают взгляд, что на них изображено, какая эпоха, какие пейзажи, какие люди, какого рода архитектура вас необъяснимо привлекает, какая еда вас всегда привлекала, вам нравится кухня той страны, где вы родились, или тянет к другим национальным кухням, это тоже далеко не случайный признак. Бывают ли у вас ситуации, когда вы испытываете состояние дежавю, как будто с вами это уже когда-то было, это явная отсылка к прошлым воплощениям. Найдите свои признаки, по которым вы можете косвенно судить о прошлых жизнях. Попросите ваше подсознание показывать вам такие признаки, обращать на них ваше внимание. Это поможет пробудить память вашей души и облегчит доступ к более детальному рассмотрению прошлых воплощений. Подготовительный этап Часть третья Договор с подсознанием Прежде чем предпринимать погружение в прошлую жизнь, вы можете договориться со своим подсознанием о том, чтобы оно оказало вам в этом помощь. Наша душа может контактировать с нами через подсознание, но мы не всегда распознаем ее сигналы. Мы можем отнестись к процессу расшифровки этих сигналов более осознанно. Для этого нужно установить контакт со своим подсознанием. Делать это желательно в состоянии транса, когда исчезает обычный барьер между сознанием и подсознанием, и мы оказываемся более восприимчивы к его голосу. Практическое задание. Останьтесь наедине с собой в комфортной обстановке и войдите в состояние транса любым способом. Представьте, что перед вами завеса, которая обычно отделяет вас от вашего подсознания. Представьте, что эта завеса тает, растворяется и исчезает каким-то другим образом. Завесы больше нет, и вы лицом к лицу со своим подсознанием. Это целый мир, космос, который раньше был скрыт от вас. Обратитесь к нему так, как посчитаете нужным. Например, так. Дорогое подсознание, мне очень нужна твоя помощь. Я прошу тебя передавать мне послание моей души. Будь посредником между мной и моей душой. Я прошу тебя передавать достоверную, точную, неискаженную информацию. Также я прошу тебя помочь мне открыть память прошлых воплощений. Мне необходимо это для моего дальнейшего развития, так как благодаря этому я буду лучше понимать и выполнять задачи моей жизни, а также следовать моему высшему предназначению. Учитывая, что в состоянии транса может быть трудно вспомнить слова, желательно заранее заучить наизусть составленную вами формулировку. Тогда в трансе вам будет достаточно вспомнить ее начало, как она начнет сама, словно звучать в вашем сознании, даже если вы не будете мысленно произносить слова. После дайте себе команду выйти из транса. Регрессия в прошлую жизнь основная техника Техника для самостоятельной регрессии в прошлую жизнь несколько отличается от той, которую использует гипнотерапевт. Ведь вам придется быть своим собственным гипнотерапевтом, руководить собой и самостоятельно создавать все необходимые условия. Для этого вам может понадобиться несколько больше времени, а также умение концентрироваться на задаче без посторонней помощи. Предлагаемая вам техника как раз и разработана для того, чтобы облегчить ваше погружение в прошлую жизнь и к тому же сделать его максимально комфортным. Прежде чем приступить к технике, пожалуйста, убедитесь, что вы готовы, то есть освоили методики вхождения в транс и прошли все три подготовительных этапа, описанных в этой главе выше. Еще несколько важных условий. Не нужно заниматься, если вы устали, больны, находитесь в стрессе или у вас плохое настроение. Погружаясь в прошлую жизнь, вы можете столкнуться с довольно сильными эмоциональными переживаниями, поэтому нужно, чтобы вы находились в спокойном уравновешенном состоянии и чувствовали в себе силы не поддаться эмоциям, особенно если они будут неприятными. Не занимайтесь в спешке между делом. Желательно найти хотя бы час-полтора свободного времени, чтобы вы могли провести его в спокойной обстановке, в уединении и вам никто не помешал. Телефоны нужно выключить. Если дома кто-то есть, попросите, чтобы вас не беспокоили. Занимайтесь только в комфортной для себя обстановке. Вам должно быть тепло и уютно. Вы должны быть сыты и не обеспокоены какими-то срочными делами. Найдите для себя такое место, где вы можете по-настоящему расслабиться и отдохнуть. Доверяйте себе. Отключите хотя бы на время критическое мышление и отбросьте сомнения типа «А вдруг у меня не получится, а вдруг это будет всего лишь плод моего воображения». Будьте открыты, будьте готовы принять все, что бы ни произошло. Размышления и анализ оставьте на потом. Станьте на время ребенком, который смотрит интересный фильм или читает книгу. Он просто плывет в потоке образов, не анализируя и не задумываясь, фантазия это или реальность. И помните, сейчас вы предпринимаете только первые попытки регрессии в прошлую жизнь, поэтому не ставьте перед собой слишком больших задач. Например, не нужно пока стремиться обнаружить и исцелить травмы и прочие проблемы, полученные в прошлом. Этому будет посвящена следующая глава. «Покажи вы просто зритель». Представьте, что вы сторонний наблюдатель, который просто смотрит кино или спектакль. Это убережет вас от излишнего эмоционального вовлечения в события, свидетелем которых вы можете стать. После, на досуге, вы сможете обдумать увиденное и решить, что с этим делать дальше. Пока же никаких действий предпринимать не надо. Итак, приступим к технике, которая состоит из нескольких этапов. Погружение в транс, осознание себя как бессмертной души, визуализация мирного, спокойного пейзажа, путешествие в детство, вход в прошлую жизнь, краткий просмотр прошлой жизни, выход из прошлой жизни. Заметьте, на данном этапе мы не посещаем период жизни между жизнями. Для этого нужна будет дополнительная подготовка. И самое главное условие освоить сначала регрессию в прошлую жизнь и выход из нее. Пожалуйста, сначала прослушайте все поэтапное описание техники, убедитесь, что все хорошо поняли и запомнили, и только после этого приступайте к ее выполнению. Первый этап погружение в транс. Выберите любой способ погружения в транс, который для вас является наиболее комфортным и эффективным. Второй этап осознание себя как бессмертной души. Скажите себе «Я бессмертное существо». «Я частица света творца». «Я есть чистая энергия». «Я есть душа». Представьте, что вы как будто отступаете в сторону от своего человеческого «Я» и начинаете мыслить, чувствовать, осознавать происходящее как душа. Третий этап визуализация мирного спокойного пейзажа. Представьте, что вы как бессмертная душа можете мгновенно оказаться в любом месте. Одно ваше желание, и вы перемещаетесь туда, где прекрасная природа чиста и не тронута человеческим вмешательством. Представьте, что у вас нет веса, и вы легко перемещаетесь по воздуху. Вы свободно парите в его теплых потоках, и сверху видите прекрасные горы, луга, реки, моря. Вы можете приземлиться в любом месте, где захотите. Выбирайте спокойное, мирное, защищенное место. Это может быть и цветущий луг, и долина среди гор, и пляж с теплым мягким песком. Какое бы место вы не выбрали, там вы не должны испытывать никакого дискомфорта. Представьте себе самую комфортную погоду, мягкую траву, приятные звуки и ароматы. Все то, что может доставить вам удовольствие, а также позволит чувствовать себя в безопасности и полностью расслабиться. Представьте, что вы находитесь в необычном волшебном месте. Где-то рядом с вами есть двери, которые могут привести вас в прошлое, например, в ваше детство, в самые ранние его годы, и далее в прошлую жизнь. Четвертый этап путешествия в детство. Продолжайте ощущать себя душой, чистой энергией, светом Творца. Вы в волшебном мире и можете найти вход в свое прошлое. Представьте себе этот вход так, как захотите. Это может быть сияющий портал, возникший прямо из воздуха, или тоннель, пещера, или мост, или арка, увитая цветами, а может быть лестница, или эскалатор, или просто дверь в стене. Мысленно сформулируйте желание оказаться в своем детстве. Представьте, что вы входите в эту дверь, или арку, портал, тоннель, и так далее. Там светло, тепло и комфортно, но вы окутаны туманом. Вы идете какое-то время сквозь туман. И вот туман развеивается, и вы видите себя в какой-то ситуации вашего детства. Вы можете заранее решить, что это будет за ситуация. Желательно, чтобы она была приятная и радостная. Проживите ее так, как будто это происходит сейчас. Затем вам нужно двигаться дальше. Вы видите перед собой новый вход, ведущий в прошлое. Войдите в него, пройдите сквозь туман и окажитесь в еще более ранней ситуации вашего детства. Проживите ее и идите дальше, сквозь следующие двери. Дойдите так до самого первого вашего детского воспоминания. Не удивляйтесь, если воспоминания начнут пробуждаться у вас прямо сейчас. Возможно, вы окажетесь в той ситуации вашего самого раннего детства, память о которой, как вам казалось, давно стерлась. Может, вы даже вспомните себя в первые месяцы, а то и дни, часы после рождения. Но даже если этого не произошло, все равно вам надо двигаться дальше. Пятый этап Вход в прошлую жизнь Мысленно сформулируйте желание оказаться в вашей прошлой жизни. Скажите своему подсознанию, что вы даете разрешение на раскрытие этой информации. Призовите вашего гида-помощника, если хотите. Представьте, что перед вами возник новый вход, вы входите в него и снова оказываетесь в тумане. Вы идете довольно долго, и вот туман рассеивается, и вы видите вокруг себя еще множество дверей. Они могут быть просто в воздухе вокруг вас, или в коридоре, или в большом зале. все эти двери ведут ваши прошлые жизни. Вы можете выбрать любую из них. Мысленно договоритесь со своим подсознанием, что сейчас вы выберете ту жизнь, информация о которой в данный момент особенно важна для вас. Представьте, что направляетесь к той двери, которой вас больше всего тянет. Может быть, она чем-то выделяется среди других. Может вы увидите, как она неожиданно засветилась, или с ней произошли еще какие-то изменения. А может изменений нет, но вы интуитивно чувствуете, куда вам нужно войти. Откройте эту дверь и войдите в нее. Сначала вас окутает туман, но потом он рассеется и вы сможете осмотреться. Шестой этап. Краткий просмотр прошлой жизни. Посмотрите сначала на себя, на свои ноги, руки, определите, во что вы одеты. Может быть, вы уже можете предположить, в каком веке и в какой стране оказались? Вы мужчина или женщина? какого вы возраста, какого примерно социального положения? Оглянитесь по сторонам, что вы видите? Вы в помещении или под открытым небом? Что за интерьер или местность или архитектура вас окружает? Есть ли рядом еще люди? Как они выглядят? Чем заняты? А чем заняты вы? Что вы думаете, чувствуете, переживаете при этом? По вашему желанию, вы можете просмотреть либо какой-то один эпизод из вашей прошлой жизни, либо вкратце пройти ее всю, либо увидеть несколько значимых событий. Для первого раза достаточно лишь краткого визита в вашу прошлую жизнь. Если увидите что-то тревожное или пугающее, сразу мысленно окружите себя золотистым сиянием и вспомните, что вы в данный момент всего лишь зритель, сторонний наблюдатель. Можете мысленно выйти из тела и смотреть на происходящее со стороны. А еще не забывайте, что ваш гид-помощник рядом, и вы всегда можете попросить его о помощи, чтобы он от чего-то вас защитил, помог что-то пережить или увел откуда-то, где вы пока не готовы быть. И помните, что вы в любой момент можете вернуться назад. Для этого надо только мысленно выразить такое желание, а затем выйти через ту же дверь, в которую вошли. Седьмой этап выход из прошлой жизни. Выразив намерение вернуться, представьте, что вас снова окутывает туман, и вы возвращаетесь к двери, в которую вошли. Вы выходите из нее и оказываетесь снова в помещении со множеством дверей. Идите к выходу из этого помещения. Представьте, что вы вышли и снова вокруг вас туман. Когда он рассеялся, вы видите себя в своем детстве. Найдите здесь дверь, ведущую в ваше настоящее. Представьте, что входите в нее и оказываетесь снова в том прекрасном мире, откуда начинали ваше путешествие. Вы душа. Путешествующая бессмертная душа. Дайте себе задание вернуться туда, где вы сейчас находитесь, в свою комнату. Затем дайте себе команду выйти из транса. Альтернативные техники. Существует немало техник возврата в прошлое, и вы можете даже изобрести свою собственную. Дело в том, что по мере тренировок такой возврат вам будет даваться все легче. может наступить момент, когда для этого вам будет достаточно лишь войти в состояние транса и выразить желание увидеть одну из своих прошлых жизней. Предложенные здесь альтернативные техники также требуют меньше времени, чем основная. Вы можете попробовать применять их, но желательно это делать тогда, когда у вас уже будет хотя бы небольшой опыт регрессии в прошлой жизни. Техника подземный дворец. Представьте, что ваше подсознание это огромный подземный дворец, где есть множество этажей. Разрешите себе посетить его, войдите в состояние транса и представьте, что спускаетесь с этажа на этаж все ниже и ниже. Представьте, что дворец ярко освещен и вы можете видеть все, что раньше было скрыто от вас. Вы можете спускаться на лифте или по эскалаторам, лестницам, а можете просто мысленно переноситься с одного этажа на другой. Скажите себе, что на самом нижнем этаже будет ярко освещенная дверь и войдя в нее вы попадаете в прошлую жизнь. Техника двойник. Войдите в транс любым способом и попросите свое подсознание, чтобы оно показало вам вас в одной из прошлых жизней. Представьте, что вы видите перед собой себя самого, но только вы выглядите так, как выглядели в прошлом воплощении. Вы можете вообразить двойника на сцене или киноэкране, а можете представить, что смотрите на него в окно. Как он выглядит, что делает, какая это эпоха, какая страна. если захотите, можете представить, что меняетесь двойником местами и оказываетесь там, в прошлой жизни, в его теле. Чтобы вернуться, просто выразите свое желание оказаться вновь в своей комнате. Техника подвал памяти. Представьте, что ваша память — это огромный подвал, где хранится множество вещей, о которых вы давно забыли. Но сейчас вам очень нужно найти какую-то важную для вас вещь. Войдите в транс, затем представьте, что берете яркий фонарь и спускаетесь в подвал. Попросите ваше подсознание направить луч вашего фонаря на то, что вам нужно сейчас увидеть. И вот ваш фонарь высвечивает какую-то яркую сцену. Вы видите эпизод из вашей прошлой жизни. Кто вы, где все это происходит, чем вы заняты. Если хотите, можете мысленно войти в эту сцену и пережить ее так, будто вы на самом деле там находитесь. Техника машина времени Войдите в транс и представьте, что у вас есть машина времени. С ее помощью вы можете в мгновение ока перенестись в любую эпоху, нужно только задать нужные параметры. Представьте, что вы даете машине времени команду перенести вас в одну из ваших прошлых жизней. На мгновение становится темно, затем снова светлеет. Вы уже в вашей прошлой жизни. Оглянитесь по сторонам. Что вы видите? Регрессия в жизнь между жизней. Когда вы освоите путешествие в прошлые жизни, можно переходить к следующему шагу. Перенестись в жизнь между жизнями, в мир душ. Пожалуйста, не торопите события и не делайте этого, если еще недостаточно хорошо усвоили предшествующий материал. Кроме того, имейте в виду, что для возвращения в мир душ нужно будет пройти через смерть в одной из ваших предшествующих жизней. Делайте это только тогда, когда будете готовы, когда у вас исчезнет страх перед подобными переживаниями. На самом деле, ничего страшного в этом нет, если вы убеждены, что являетесь бессмертным существом и множество раз проходили через опыт смерти тела, однако он вам ничем не навредил, ведь вы опять живы и опять на земле. поэтому прежде всего надо научиться отождествлять себя со своей бессмертной душой, тогда для вас просто не останется пугающего или травмирующего опыта, любой опыт будет полезным и вдохновляющим. Техника регрессия в жизнь между жизнями. Чтобы применить эту технику, вам нужно сначала вернуться в прошлую жизнь любым способом, какой вам больше нравится. Осмотритесь, определите, кто вы и где находитесь. Затем представьте, что вы движетесь вперед во времени по этой жизни. Можно просмотреть ее в ускоренном режиме, как будто кинопленка прокручивается на большой скорости. И вот вы оказались в том моменте, когда бессмертная душа готова покинуть тело и отправиться в мир душ. Мысленно окружите себя золотистым сиянием. Это ваша защита от тяжелых переживаний. Напомните себе, что вы много раз проходили через подобный опыт и бояться нечего. Попросите ваше подсознание показать вам сцену смерти. Если у вас это вызовет сильные эмоции, отстранитесь от них и воспринимайте все так, будто это происходит не с вами. Не задерживайтесь в этих переживаниях и вы очень быстро пройдете через них. Воспринимайте себя душой, которая наблюдает происходящее со стороны. Если очень тяжело, просите помощи гида. Наблюдайте, как вы видите свое тело, с какого ракурса вы наблюдаете за телом, только что оставленным вами, сверху, из-под потолка помещения или вы уже гораздо выше, а может наоборот, вы совсем рядом с вашими близкими, переживающими из-за потери и хотите утешить их? Наблюдайте за тем, что будет происходить дальше. Каким образом вы отправляетесь в мир душ? Есть ли тоннель со светом в конце? Как вы проходите его? Кто вас встречает? Вы знаете этих людей? Здесь вас может встретить гид-помощник, возможно, тот же самый, кто сопровождал вас в прошлой жизни, а может другой. Но теперь вы можете увидеть его более отчетливо, а также узнать его имя. Проследите за тем, куда вы отправляетесь дальше. Как выглядит ваш дом в мире душ? Что за души рядом с вами? Если у вас появились какие-то вопросы относительно только что просмотренной жизни, вы можете задать их гиду-помощнику или другим душам, с которыми вы встретились в мире душ. Спросите и послушайте, что вам ответят. Может быть, вы и самостоятельно найдете ответы на многие вопросы. Например, лучше поймете задачи своей жизни, осмыслите проблемы и найдете способы их решения. Решайте сами, как долго оставаться в жизни между жизнями. Может быть, вам захочется проследить весь путь до следующего воплощения, пройти анализ своей жизни в библиотеке, где хранится ваша книга жизни. Может быть, вам захочется пройти через совет старейшин и выбор будущей жизни. Если чувствуете в себе силы и желания, сделайте это. Но помните, что это не обязательно. Вы в любой момент можете покинуть пространство жизни между жизнями и вернуться в свой настоящий момент. Просто выразите желание вернуться обратно. Поблагодарите мир душ за все те знания, которые вы там получили. Затем скажите себе «Я снова здесь и сейчас в своем нынешнем теле» и дайте себе команду выйти из транса. Урок седьмой «Как знание прошлого помогает улучшить настоящее и будущее?» Регрессивная терапия метод исцеления души и тела. «Конечно же, мы оживляем память о наших прошлых воплощениях неиспразного любопытства и не только для того, чтобы узнать о собственном бессмертии. Пользуясь знанием прошлых жизней, мы можем решить множество проблем, избавиться от болезней, фобий, неудач и тем самым значительно улучшить не только свою нынешнюю, но и будущие жизни. Все мы знаем о законе кармического воздаяния, но далеко не всегда можем догадаться, за что конкретно расплачиваемся. Вернее, чаще всего речь идет не о расплате, а о последствиях совершенных когда-то деяний или полученных в прошлом душевных травм. Девушка была изнасилована в прошлой жизни, и теперь не может понять, почему у нее не складываются отношения с мужчинами. Она неосознанно их сторонится. Молодой человек в одном из воплощений был жестоко осмеян за свои слишком смелые высказывания и теперь упорно, но безрезультатно борется со своей замкнутостью и неразговорчивостью. Мужчина в прошлой жизни был богатым человеком и его ограбили, а затем убили всю его семью. Теперь он никак не может даже заработать себе на жизнь, потому что в подсознании присутствует программа «богатым быть опасно». Женщина в прошлом воплощении была обвинена в колдовстве и растерзана разъяренной толпой и теперь не может понять, почему она так боится находиться среди большого скопления людей. Таких случаев очень много. Человек может всю жизнь задаваться вопросами, почему мне не везет, почему вечно нет денег, почему не создать семью и так далее и так и не найти ответа. Ведь ответ в прошлом воплощении, которое скрыто от нас нашей врожденной амнезией. Конечно, далеко не все наши проблемы вырастают из прошлых воплощений. Многие из них приобретены нами уже в нынешней жизни, будучи родом из детства или унаследованные от родителей. Такие проблемы решаются при помощи регрессии в детские годы. Некоторые наши деяния во взрослом возрасте тоже создают для нас проблемы. Их причины обнаружить еще легче. Достаточно быть честным с собой и проанализировать свои действия, поступки, решения, а также мысли и чувства. Но если это не помогло, значит надо копать глубже, идти не просто в прошлое и даже не в детство, а в прошлое воплощение. Этот урок мы посвятим регрессивной терапии, способу исцеления души и тела, основанному на регрессии в прошлую жизнь. В чем суть такой терапии? в том, чтобы вспомнить и осознать прошлые травмы, а самое главное переосмыслить их, то есть, пережив это прошлое заново, отреагировать на него иначе, чем мы это сделали тогда. Как переписать прошлое? Далеко не каждое тяжелое событие нашей жизни становится травмой, налагающей отпечаток на будущее жизни. Дело не в событиях как таковых, а в наших реакциях на них. В одной и той же опасной ситуации кто-то испугается и запаникует, а кто-то соберется с духом и преисполнится решимости выстоять. Как вы думаете, кто в итоге получит душевную травму, заработает фобии и прочие проблемы? Конечно, тот, кто спасовал, кто потерял веру в себя и утратил связь со своей вечной, бессмертной, божественной сутью. Тогда как тот, кто собрался с духом и решил не сдаваться, может выйти даже из самой сложной ситуации закаленным, несломленным, получившим бесценный опыт. От нас зависит, позволяем ли мы жизни травмировать себя или воспринимаем все происходящее как урок, направленный на то, чтобы мы стали сильнее и вспомнили о своей истинной сути. Вспомнить о том, что все мы бессмертные души, частицы Творца, единые и неразделимые с ним, это одна из самых главных задач всех наших воплощений. И когда мы вспоминаем об этом, то проходим любые испытания без душевных травм. Собственно, испытания на этом кончаются, так как они нам больше не нужны. Сейчас, когда вы осознали свою истинную божественную природу и свое бессмертие, вы можете избавиться от любых страхов, преисполниться уверенности, что все происходящее не принесет вам никакого вреда и найти в себе силы достойно и спокойно переносить любые трудности, не позволяя им себя сломать. С этой новой позиции вы можете взглянуть и на те душевные травмы, которые пережили в прошлом, в том числе и в прошлых воплощениях. Вы не можете изменить события прошлого, но можете переписать свою реакцию, свое поведение в них. Сделав это в трансовом состоянии, вы искорените саму причину нынешних невзгод и неприятностей. Ведь бесполезно лечить болезнь, если не устранить ее причину. Иначе получится, что мы лишь пытаемся избавиться от симптомов, тогда как сам корень болезни остается нетронутым, а значит снова и снова дает ростки, как бы мы их не вырывали. Вырывать нужно с корнем, а корень – наше собственное поведение, наши реакции, наши негативные эмоции в прошлом. Не бойтесь снова пережить прошлые эмоции, чтобы освободиться от них. Если вы получили опыт регрессии в прошлой жизни, пройдя предыдущий урок этой книги, то, возможно, уже знаете, что сталкивались в своей истории с самыми разными переживаниями, в том числе не очень приятными. Может быть, вы были не готовы столкнуться с этими эмоциями, и вам не хочется переживать их заново? Это ваше право, но имейте в виду, именно непережитые эмоции, подавленные страхи и загнанные вглубь подсознания проблемы превращаются в самые настоящие программы, которые сами себя возобновляют в следующих воплощениях. Поэтому желательно все-таки перебороть свои страхи и отважиться встретиться с этими проблемами лицом к лицу. Пройдите еще раз уроки один и два, если чувствуете такую необходимость. Одно лишь осознание себя бессмертной душой, сотканной из божественных энергий любви, многократно умножает наши силы и дает такую веру в себя и свои возможности, которая помогает одолеть любые негативные эмоции из прошлого. К тому же вспомните, что это уже далекое прошлое, вы уже пережили это и в настоящий момент находитесь в безопасности. Вокруг вас не поле боя, не разъяренная толпа и поблизости нет костра, на котором жгли грешников. Поэтому можете расслабиться и в комфортной, спокойной обстановке отработать все застарелые травмы, ставшие причиной неприятностей. Пришла пора избавиться от своих вечных проблем и вам это вполне по силам сделать самостоятельно. Практическое задание. Подумайте о той проблеме, которая вас больше всего волнует. Это должна быть проблема, напрямую связанная с вами, с вашими успехами и неудачами, с желаниями или невозможностью чего-то достичь, либо с фобиями, страхами. То есть муж пьет и сын плохо учится, это в данном случае не является лично вашей проблемой, хотя безусловно вас расстраивает и портит вам жизнь. Сформулируйте проблему так, чтобы она была именно вашей. Например, не удается достичь благополучия в семье. При этом определите, что для вас кроется за понятием благополучия. Материальный достаток, взаимная любовь, спокойная, размеренная жизнь, сытость, позитивный настрой и так далее. Попробуйте проанализировать, в чем может содержаться корень этой проблемы, когда она впервые появилась, в чем конкретно это выражалось, не было ли подобного в вашей родительской семье. Может быть, вы просто слепо последовали их примеру, или, возможно, вы когда-то приняли неверное решение, или совершили еще какую-то ошибку. Если вы ясно видите корень проблемы, ее причину, значит, она кроется в данном вашем воплощении. Вы можете ее легко устранить, если мысленно вернетесь в то время, когда ошибка была допущена, и ответите себе на вопросы. Как бы я поступил тогда, как бы себя повел, как бы отреагировал на происходящее, если бы твердо знал о своей силе божественного существа, бессмертной души, созданной энергией любви? Как бы я себя повел, если бы был уверен в себе, в своей силе, и твердо знал, что достоин лучшего? Как бы я себя повел, если бы шел своим собственным путем, не завися от чужих влияний и мнений? Когда вы ответите на эти вопросы, мысленно проживите ситуацию заново, представив себе свои новые реакции и новое поведение. Представьте, что вы исправили все ошибки, что вы не позволили трудностям себя подчинить, что вы не сдались обстоятельствам. Так вы получите новый эмоциональный и духовный опыт, который поможет вам в вашем настоящем преодолеть те проблемы, которые созданы прошлым. Если же вы не обнаружили в текущей жизни корня ваших проблем, значит, имеет смысл попробовать отыскать его в прошлых воплощениях, чему будет посвящен дальнейший материал этой главы. Как найти и устранить причину проблемы в прошлой жизни? Итак, вы обнаружили проблему и хотите ее решить. Для проблем, берущих начало в прошлых воплощениях, характерны следующие признаки. Эти проблемы не решаются годами, какие бы усилия вы не прилагали. Эти проблемы имеют свойство повторяться. Вы вроде бы ее решили, но она появляется в вашей жизни снова, пусть и в несколько ином варианте. Вы не можете обнаружить причин этих проблем, их возникновение кажется необъяснимым. Если ваша проблема проявляет такие свойства, значит, велика вероятность, что ее происхождение стоит искать именно в прошлых жизнях. Но как это сделать? Как найти именно ту жизнь, где положено начало проблеме? Помните, что у вас, во-первых, есть бессмертная душа, а у души есть память. И в этой памяти хранится все нужное вам знание. А во-вторых, у вас есть мудрое подсознание, которое хорошо понимает голос души и способно передавать ее послание вам. И с подсознанием можно договориться. Вы уже умеете это делать. Поэтому, прежде чем отправляться в прошлые воплощения в поисках корня своих сегодняшних проблем, попросите ваше подсознание, чтобы оно помогло вам отыскать нужный адрес, отправило вас именно в ту жизнь, в которой вы найдете то, что ищете. Практическое задание. Непосредственно перед тем, как вы собираетесь осуществить регрессию в прошлое воплощение с целью устранения причин сегодняшних проблем, войдите в состояние транса и обратитесь к вашему подсознанию с просьбой показать вам путь именно в ту жизнь, которая вам нужна. Вы можете представить завесу между вашим сознанием и подсознанием, которое медленно тает и исчезает, и сказать примерно следующее. Дорогое подсознание, я сейчас собираюсь отправиться в ту жизнь, где заложен корень моей сегодняшней проблемы. Назовите проблему. Я хочу наконец разрешить эту проблему во имя моего наивысшего блага. Покажи мне именно ту дверь, которая мне нужна. Дверь, которая ведет в ту жизнь, где эта проблема нашла свой исток. Помоги мне оказаться именно в том моменте той жизни, когда проблема зародилась. Помоги мне справиться с этой ситуацией и благополучно разрешить эту проблему. После этого можете сразу же осуществлять регрессию. если вы уже установили связь со своим гидом-помощником, обязательно заручитесь также его помощью. Войдите в транс, призовите его, назовите по имени и попросите помощи и поддержки в том деле, которое вы собираетесь осуществить. Вы уже знаете, как погрузиться в прошлую жизнь. Если вы попросили помощи у подсознания, то нужная дверь высветится или каким-то другим образом проявит себя. Так что у вас не будет сомнения, куда именно вам держать путь. Вы окажетесь именно в том моменте прошлой жизни, где ваша проблема берет исток. Вам представится возможность пережить эту ситуацию заново так, чтобы у нее не возникло беспокоящих вас последствий. Давайте рассмотрим, каким образом лучше это сделать. Прослушайте текст следующего практического задания, а затем выполните его. Практическое задание. Перед путешествием в прошлую жизнь обязательно окружите себя золотистым сиянием. Если вы в процессе погружения в прошлую жизнь увидели нечто драматичное, травмирующее, вызывающее сильные эмоции, отстранитесь. Смотрите на это как зритель, особенно если чувствуете, что не готовы пережить все это снова. Вернитесь обратно, выйдите из транса. Создайте себе спокойную, комфортную обстановку. Если чувствуете себя уставшим, отдохните и приведите эмоции в равновесие. Когда будете готовы, соединитесь со своим подлинным «Я», почувствуйте себя бессмертной душой, наделенной силой Творца, душой, которой ничто не может повредить, но которая из всего может извлечь полезный опыт. Затем вспомните увиденную вами ситуацию, сделайте это уже в обычном состоянии сознания, не в трансе. Мысленно погрузитесь в ту ситуацию, помните, что вам ничего не грозит, ведь вы бессмертная душа. Даже если это была смертельная ситуация, вы все равно остались живы и теперь точно знаете, что смерти нет, а значит вам нечего было бояться. Переживите заново все эмоции, которые вы испытывали в той ситуации прошлой жизни. Теперь вы в безопасности и можете без страха сделать это. Не надо бежать от своих эмоций. Напротив, нужно признаться себе в том, что вы их испытывали. Если что-то внутри противится переживанию этих эмоций, скажите себе «Да, я очень испугался, да, мне было больно, обидно, я чувствовал себя раздавленным, униженным, я был разъярен, готов был всех убить» и так далее. Назовите то, что относится именно к вам и вашей ситуации. Если после этого возникнет какая-то эмоциональная реакция, например, слезы, или вам захочется покричать, побить подушку, дайте волю этому выходу эмоций. Так идет процесс исцеления душевной травмы. После этого снова окружите себя золотистым сиянием и некоторое время сидите или лежите спокойно, размеренно дышите, представляя, что вдыхаете энергией любви и наполняетесь ими. Божественная любовь окончательно вытеснит энергию душевной травмы, полученной вами в прошлом. После выполнения этого упражнения отдохните и восстановите силы. Уделите этому столько времени, сколько вам требуется. Если у вас есть чувство, что пережитые эмоции уже не властны над вами, значит влияние прошлого значительно ослаблено. Чтобы закрепить этот эффект и полностью дезактивировать программу, создающая неприятности в вашей нынешней жизни, выполните следующее практическое задание. Практическое задание. В спокойной обстановке, не погружаясь в транс, соединитесь со своей бессмертной сутью и обдумайте, как бы вы могли чувствовать себя и каким было бы ваше поведение в той травмирующей ситуации прошлого, если бы вы точно знали, что являетесь частицей Творца, что вы бессмертны, что вам ничего не грозит, что все происходящее «игра», и что вы проходите необходимый вам урок, который призван сделать вас сильнее и в процессе которого вы можете наработать очень нужные для вас новые качества. Обдумав это до мелочей, отправляйтесь снова в тот эпизод прошлой жизни, где была травмирующая ситуация, погрузитесь в нее и проживите ее по-новому, с тем новым восприятием, которое вы уже выработали. Прежние эмоции вы отработали, значит, они уже не будут властны над вами, и новая позиция в отношении травмирующей ситуации должна даться вам легко. Выйдите из этой ситуации с чувством, что вы победили. Вернитесь в настоящее и выйдите из транса. Практика показывает, что после отработки травмирующих ситуаций прошлых воплощений жизнь может измениться буквально мгновенно. Отработав прошлую травму, вы не только освобождаетесь от негативных эмоций, но и отменяете программу, которая заставляет вас переживать все время одни и те же проблемы. Теперь, когда эти программы уже над вами не давлеют, вы можете легко разрешить свои трудности и обрести наконец то, что вам возможно годами не давалось. Деньги, успех, благополучие, здоровье, счастье в личной жизни. Мы не жертвы. Самая большая ошибка, которую мы совершаем и в прошлых воплощениях, и в настоящей жизни, состоит в том, что мы часто чувствуем себя беспомощными жертвами обстоятельств, когда оказываемся в трудных ситуациях. Отсюда проистекают и наши обиды, и чувство собственной ничтожности, и неспособность самостоятельно справиться с проблемами. Важно помнить, что все свои трудности мы выбираем себе сами, выбираем для своего же блага. И главное, у нас есть силы, чтобы не дать этим трудностям себя сломать. Пройти травмирующие ситуации не с чувством жертвы, а с чувством победителя, помня, к тому же, что это добровольно выбранная нами роль в важной и полезной игре. Это и значит устранить причины своих нынешних проблем и улучшить свою жизнь. Случай из практики. Макс пришел на сеанс регрессивной терапии, так как у него сложились довольно неприятные и даже мучительные отношения с женой. Он любил супругу, но очень страдал от ее, как ему казалось, излишней опеки, порой переходящей в придирчивость. Он жаловался, что жена ни на минуту не оставляет его в покое, вмешивается во все его дела, постоянно звонит на работу, хотя он работает на стройке, и у него далеко не всегда есть возможность говорить по телефону. У них периодически возникают серьезные скандалы из-за этого. Макс несколько раз пытался уйти от жены, но каждый раз возвращался. Ситуация казалась ему тупиковой. Во время регрессии в прошлую жизнь выяснилось, что его нынешняя супруга была военачальником, под руководством которого Макс служил во времена античности. Из-за ошибки военачальника множество воинов попали в засаду и погибли. Ни Макс, ни его жена, конечно же, не помнили этого. Но супруга, воплотившись на этот раз в женском теле, подсознательно хотела загладить свою вину, и потому всеми силами опекала Макса, стараясь оградить его от малейших неприятностей. Во время регрессии Макс вспомнил, как был слепо предан военачальнику и, не раздумывая, бросался выполнять любые его приказы. Когда он понял, что его в числе прочих просто бросили на верную смерть, он испытал жестокое разочарование и обиду. В состоянии транса ему удалось высвободить эти застарелые эмоции, а кроме того, он понял, в чем состоял этот добровольно выбранный им урок. Ему следовало научиться быть более самостоятельным, обрести свободную волю и чувство собственного достоинства. Слепая преданность чужой воле в данном случае тормозила его развитие, потому и последовала такая смерть. После сеанса регрессивной терапии Максу удалось мягко поговорить с супругой, избежав их обычных пререканий. Он сказал ей, что очень ценит ее заботу и беспокойство о нем, а затем объяснил, что сам несет ответственность за свою жизнь, являясь взрослым человеком и способен самостоятельно справляться со всеми трудностями. Но все это, конечно же, не значит, что она ему не нужна. Он любит ее, но хочет, чтобы между ними сложились отношения двух взрослых равноправных личностей, а не подчиненного и руководителя. Самое главное, он научился отстаивать границы своей личной территории, самостоятельно принимать решения и вести себя как взрослый самодостаточный человек. Супруга почувствовала эти перемены и в свою очередь изменила свое поведение по отношению к мужу, стала больше уважать его и ценить право его личности на самостоятельность. Сейчас их отношения значительно улучшились. Простить значит освободиться. Довольно часто бывает, что у нас не складываются отношения с каким-то человеком, потому что в прошлой жизни он стал виновником нашей душевной травмы и мы, сами того не зная, до сих пор его не простили. Яркие признаки такой ситуации, когда вы без видимых причин раздражаетесь на кого-то, он выводит вас из себя, злит или вы чувствуете себя с этим человеком не в своей тарелке, как будто вы не принадлежите себе или вам кажется, что он вас унижает или вам просто неприятно его видеть и с ним общаться. Обязательно найдите истоки таких ситуаций в прошлых воплощениях. Затем вспомните, что вы не жертва и человек, обидевший вас, тоже не виновен. Вы сами договорились сыграть в эту игру. Вы сами договорились пройти этот урок. Поймите, в чем урок и поблагодарите вашего обидчика хотя бы мысленно за то, что он таким образом помогает вам в вашем развитии. После этого неприятный человек либо исчезнет из вашей жизни, либо ваши отношения изменятся к лучшему. Практическое задание Есть ли в вашей жизни человек, отношения с которым складываются не лучшим образом? Вы конфликтуете, он вас раздражает или просто неприятен вам? Вы знаете причину этого? Если видимой причины нет, значит, она заложена в подсознании и очень вероятно, что это наследие прошлой жизни. Попросите ваше подсознание подсказать вам вход в то воплощение, где впервые зародилась ваша неприязнь или конфликт между вами и помочь вам оказаться именно в том моменте. Обратитесь к вашему гиду-помощнику за помощью. Войдите в транс, погрузитесь в прошлое воплощение и просмотрите эпизод, ставший истоком ваших нынешних взаимоотношений. Кем были вы? Кем был этот человек? Что между вами произошло? Возможно, увидев правду о вас двоих, вы поймете, что никакой обиды уже нет. Так бывает достаточно часто. Мы обижаемся и злимся, потому что не знаем причин. Как только вы понимаете, что до сих пор продолжаете играть в игру, которая однажды уже сыграна вами, вся неприязнь, ненависть, раздражение и склонность к конфликтам могут уйти. Если же этого не произошло, соединитесь с вашей божественной сутью и мысленно проживите ту изначальную ситуацию, сохраняя любовь в душе и помня, что никто ни в чем не виноват. Вы оба добровольно решили сыграть в эту игру для вашего обоюдного блага. Представьте этого человека перед собой и мысленно попросите у него прощения, а затем скажите, что прощаете его. После этого вы можете почувствовать освобождение, как будто гора с плеч свалилась. Прощая, мы освобождаем самих себя от пут обиды, ненависти, негативных эмоций. После этого могут улучшиться не только ваши отношения с этим человеком, но и ваше здоровье и качество вашей жизни в целом. Когда мы отрабатываем травмы и обиды прошлых жизней, мы тем самым улучшаем не только свою настоящую жизнь, но и будущие жизни. Ведь в следующее воплощение мы уже не понесем те тупиковые сценарии, которые заставляли нас страдать. Мы уже не будем следовать старым деструктивным программам неудач, конфликтов, болезней. А еще мы улучшим жизнь своих детей, внуков и всех последующих потомков, так как не будем своим примером приучать их следовать тем же деструктивным программам. Случай из практики. Изабелла, женщина 32 лет и мама очаровательной трехлетней девочки по имени Моника, была очень обеспокоена, что ребенок в три года все еще не научился говорить. Моника произносила только нечленораздельные звуки и не могла сказать даже слово «мама». Вместо него получалось какое-то мычание. С девочкой много занимались, ее показывали врачам, водили к детскому психологу, но безрезультатно. Причем признаков каких-то психических нарушений или умственной неполноценности у девочки не наблюдалось. Судя по всему, она была очень смышленым ребенком, но категорически не хотела учиться говорить. Понятно, что проводить сеанс регрессивной терапии с таким маленьким ребенком невозможно. К тому же, дети в таком возрасте очень тесно связаны с родителями и их проблемы, скорее всего, являются общими. Поэтому решено было провести сеанс для самой Изабеллы. И тут все встало на свои места. В одном из прошлых воплощений Изабелла была мужчиной, который, будучи советником высокопоставленного государственного деятеля, по неосторожности выдал государственную тайну, за что был лишен языка. Это было суровое время Средневековья, когда за такого рода преступления могли запросто вырвать язык. На всю оставшуюся жизнь этот человек остался немым и влачил довольно жалкое существование. В подсознании у Изабеллы осталась эта травма. Она осознала, что всю жизнь прожила под девизом «Лучше молчать, чем говорить». На сознательном уровне она учила дочку говорить, но подсознательно не хотела, чтобы та разговаривала, потому что дар речи у нее самой ассоциировался с опасностью, с болью, с несчастьем, с поражением и с самой жалкой участью. Изабелле пришлось приложить немало усилий, чтобы отработать эту травмирующую ситуацию. Казалось бы, какой урок может быть заключен в таком жестоком наказании, как лишение языка? Но урок был, и этот урок душа Изабеллы запланировала себе сама. Урок состоял в том, чтобы даже в немоте найти преимущество, не имея возможности общаться с внешним миром, обратиться к миру внутреннему, заняться саморазвитием, найти смысл дальнейшей жизни в философских размышлениях, чтении, изложении своих мыслей на бумаге. В той жизни человек, которым была Изабелла, не использовал эту возможность. Он не только не развивался, а деградировал. Поэтому урок продолжался и в этой жизни. На сей раз Изабелла отчасти выполнила его. Привычка мало говорить привела ее к размышлениям о смысле жизни, к познанию себя и мира. Как только Изабелла поняла, в чем причина происходящего и в чем состоит суть урока, ей стало ясно, что теперь она может говорить без страха и безо всяких опасений учить этому ребенка. Она снова пережила ту страшную ситуацию прошлого и ей удалось простить тех, кто учинил над ней эту жестокость. После чего сама Изабелла изменилась, стала более открытым и общительным человеком и ее дочь стала делать большие успехи в освоении речи. Как вытащить из прошлого ваши забытые таланты и способности при помощи регрессии в прошлые воплощения мы можем не только избавиться от проблем, фобий, неудач, но также и вытащить оттуда забытые нами таланты и способности. За множество воплощений каждая душа успела испытать очень многое, испробовать себя на разных поприщах и обзавестись множеством качеств, которые никуда не исчезают, хоть и забываются нами. Открыть новые грани самого себя может каждый человек, если обратиться к опыту своей души, опыту прошлых воплощений. Случай из практики. Нонна М. обнаружила, что в одной из прошлых жизней была детской писательницей. Ее произведения были не слишком известны, но после долгих поисков ей удалось найти в одной из старейших библиотек томик сказок, изданный в начале прошлого века. Нонна читала и не могла поверить, что это когда-то написала она сама, и вместе с тем глубокое внутреннее чувство подтверждало, что эти строки выведены ее рукой. И стиль, и содержание показались ей очень близки. Она говорила, что писала бы именно так, если бы была писательницей. После сеанса регрессии Нонна осознала, что с самого детства любила придумывать разные истории, но не решалась писать, так как считала, что для этого нужны какие-то особые способности. А теперь ее рука сама потянулась к перу. Сейчас Нонна делает первые успехи, сочиняя и публикуя повести в жанре фэнтези. Не только таланты в области искусства вы можете извлечь из прошлой жизни, но и те качества, которых вам сейчас может быть, очень не хватает. Например, вы живете в напряженном, ускоренном темпе жизни и никак не можете расслабиться. Но наверняка у вас были воплощения, которые проходили в умиротворенной, спокойной обстановке. Вы можете в любой момент попросить ваше подсознание показать вам двери в такие воплощения. Это поможет вам погрузиться в атмосферу покоя и расслабленности. Ваше тело получит новый опыт и запомнит его, и вам будет уже нетрудно перенести этот опыт в вашу нынешнюю жизнь. Какие бы качества и таланты вы не захотели реализовать в нынешней жизни, вы можете получить их в прошлых воплощениях, а затем просто представьте, что вы делаете это прямо сейчас, и у вас получится осуществить то, о чем вы только мечтали. Практическое задание. Подумайте о том, какие качества и таланты вы хотели бы приобрести. Попросите ваше подсознание показать вам дверь в ту жизнь, в которой вы этим обладали. Проживите ситуацию, в которой вы активно используете нужные вам способности. Например, играете на рояле, пишете картины или проявляете любые желаемые качества. Представьте, что вы переносите память об этом в ваше нынешнее тело, словно впечатываете в каждую клетку нужные ощущения. Вернитесь в настоящее, выйдите из транса и представьте, что вы прямо сейчас делаете то же самое, что делали в прожитом вами эпизоде прошлой жизни. Возобновите то же самое внутреннее состояние, повторите те движения, которые делало ваше тело. Это поможет вам активировать данные способности в вашей нынешней жизни. Урок восьмой Вы и ваши родственные души Одиночества нет. Часто бывает, что люди при жизни чувствуют себя одинокими, но когда мы возвращаемся в мир душ, то с радостью и удивлением видим, что нас встречают самые родные наши души. Причем их не так уж и мало. У каждого человека есть группа душ, в которую он входит. При жизни у людей, входящих в одну группу душ, могут быть самые разные отношения, и далеко не всегда это похоже на любовь. Но при жизни мы проходим уроки, для чего играем разные роли. В некоторых из этих ролей мы даже притворяемся, что не любим друг друга. Для чего? Чтобы испытать свою любовь на прочность, провести ее через самые разные перипетии и в итоге сделать еще крепче. Потому что на самом деле именно любовь нас связывает и держит вместе. И когда мы возвращаемся в мир душ, это становится очевидным. Вы станете гораздо счастливее, если все время будете помнить, вы не одиноки, ваши близкие души рядом, ни одна душа не воплощается в одиночку. Такого просто не может быть, чтобы вас единственного из группы отправили в трудное путешествие на землю. Всегда рядом будут те, кто готов поддержать вас и напомнить вам о любви. Может быть, эти люди держатся в тени, если таков был ваш контракт на эту жизнь, если это нужно для вашего урока. А может, они всегда рядом и играют роли ваших братьев, сестер, мужей, жен или друзей. И каковы бы ни были ваши отношения, если вы заглянете глубже в себя, то поймете, что в основе этих отношений лежит любовь, что на самом деле вы любите их, а они вас. Есть и такие родственные вам души, которые в настоящее время не воплощены. Может быть, они были рядом с вами, но уже ушли из жизни. А может, по обоюдной договоренности вы решили не встречаться в данном вашем воплощении, если, опять же, это нужно для урока. Так или иначе, вы с ними все равно вхожи в единую группу душ. Вы родственные души, и ваши связи не прерываются, даже если вы в настоящее время не можете общаться в физическом облике. Но вы всегда можете почувствовать вашу связь. Вы можете почувствовать любовь и поддержку и от этих душ, не воплощенных в настоящее время. И не сомневайтесь, вы встретитесь, вспомните друг друга, вспомните вашу любовь, которая, возможно, длится тысячелетиями, и испытайте истинную радость от этой встречи. Практическое задание Останьтесь наедине с собой, закройте глаза и вспомните, что вы бессмертная душа. Соединитесь мысленно со своей бессмертной божественной сутью. Вы и есть сейчас душа, божественная энергия любви. Мысленно заполните этой энергией всю комнату, где вы находитесь. Представьте, что вы направляете любовь всем своим родственным душам, всем тем, кто вас любит и кого любите вы. Представьте, что они направляют любовь вам в ответ. Вы не видите их, но они где-то рядом. Они смотрят на вас любящими глазами, они понимают вас как никто. Они способны к искреннему сочувствию, они дают вам свою поддержку. Среди этих душ есть и знакомые вам, и незнакомые, и те, кто воплощен в данный момент, и невоплощенные души. Вам не обязательно видеть их, вы можете в любой момент почувствовать их любящее присутствие. Они ничего не требуют от вас, они просто любят вас бескорыстной любовью. Может вам кажется, что знакомые вам люди не умеют так любить, но души умеют. Представьте, что это ваша родная семья, самая заботливая и любящая. Вы часть этой семьи и вы все счастливы быть друг с другом. Между вами самые теплые отношения. Вы всегда помните друг о друге и в любой момент можете почувствовать вашу связь. Если вы будете практиковать это упражнение достаточно часто, то забудете о том, что такое чувство одиночества. Как узнать родственную душу? Многие люди, встречая родственную душу, чувствуют, что знали этого человека уже давно. Они говорят на одном языке и даже без слов понимают друг друга. Когда один начинает фразу, другой может закончить ее именно теми же словами, которые хотел сказать первый. Часто они думают об одном и том же. Вот главные признаки родственных душ. Они сходны по характеру энергетики. Когда говорят противоположности притягиваются, это не о родственных душах. Противоположность это скорее всего кармический партнер, который может принадлежать вообще к другой группе душ. Такие партнеры обычно доставляют много неприятностей, но они нужны для прохождения кармических уроков и развития души. Родственные души обычно схожи, потому им так хорошо вместе. Быть со своей родственной душой это почти то же самое, что со своим вторым «я». Можно быть самим собой, не бояться, что твое поведение неверно истолкуют, знать, что тебя понимают и принимают таким, как есть. Они придерживаются схожих убеждений. Близкие системы ценностей позволяют им жить в согласии, без конфликтов и столкновений на почве разных представлений о мире и о том, что важно для каждого. Они чувствуют себя на равных. Родственные души обычно находятся на одном уровне развития. Невозможно, чтобы один из пары был более продвинутым. Такие души даже не относятся к одной группе. Родственная душа никогда не станет ни вашим учителем, ни учеником. Вы, образно говоря, учитесь в одном классе. Они доверяют друг другу. Родственные души обычно прошли вместе множество воплощений, и главное, что их связывало, это любовь. Потому, встретившись, такие души с первого же момента знакомства начинают испытывать огромное доверие друг к другу. Они не боятся быть открытыми друг с другом и проявлять свои истинные чувства. Им хочется быть вместе. им хорошо вместе. Им приятно общаться и поддерживать взаимоотношения. Как правило, они получают позитивные эмоции от общения друг с другом. Им тепло и спокойно, когда они рядом. Они поддерживают друг друга. Родственные души заботятся друг о друге и всегда будут рядом, если кому-то из них нужна помощь. В трудной ситуации или в случае конфликта с окружающими они всегда будут друг за друга горой и никогда не окажутся по разные стороны баррикад. Практическое задание. Составьте список всех людей, кого вы считаете и считали в прошлом своими близкими. Это родственники, близкие друзья, жены, мужья, любимые. Если даже с кем-то из них вы давно не общаетесь, все равно включайте их в ваш список. Вспомните каждого из них. Постарайтесь восстановить в памяти историю ваших взаимоотношений. Было ли у вас взаимопонимание? Чувствовали ли вы тепло и поддержку от этого человека? Легко вам было с ним или трудно? Было ли у вас чувство, что вы родные, близкие люди или оставались чужими, даже если предпринимали попытки как-то найти общий язык? Попробуйте интуитивно определить, кто из этих людей мог бы принадлежать к вашей группе родственных душ. Ваша главная родственная душа. Вы прекрасно знаете, кто есть кто в вашей жизни. У вас есть родные, близкие, любимые, есть лучшие друзья и просто друзья, есть знакомые и коллеги по работе. Но это всего лишь роли, которые души могут играть во время воплощения на земле. Эти роли могут меняться. Но истинная суть ваших взаимоотношений останется неизменной. Так у каждого человека есть первичная или главная родственная душа. Вы с ней прошли через множество воплощений, в которых представали в разных ролях, чаще всего супругов и возлюбленных. Иногда вы были братьями и сестрами, иногда лучшими друзьями, а могли быть даже родителями и детьми друг друга. Впрочем, последнее случается редко. Вы оба могли менять свой пол из воплощения воплощение, меняться семейными и социальными ролями, но при этом вы оставались и продолжаете оставаться главными людьми друг для друга. Ведь главная родственная душа — это самая важная для вас душа во всех ваших воплощениях, а также между воплощениями в мире душ. Это душа, с которой вас связывает самая сильная и самая искренняя любовь. Именно для проверки и укрепления этой любви вы можете из воплощения воплощение устраивать себе самые разные испытания. Какого рода эти испытания? Вы и сами можете догадаться. О различных сложностях, драмах и даже трагедиях, связанных с любовью, написано множество книг, снято огромное количество фильмов и поставлено спектаклей. И все они так или иначе основаны на реальности. Мы знаем немало случаев в истории, когда влюбленных разлучают, наказывают и даже казнят за то, что они осмелились вопреки всем запретам быть вместе. Случается, что кто-то из пары преждевременно уходит из жизни, трагически погибает, оставляя второго безутешным, но давая ему таким образом шанс закалить душу, стать сильнее, преодолев свое горе. Родственные души тоже могут и ревновать друг друга, и даже изменять друг другу, но могут и хранить верность до конца дней, даже в разлуке, и прожить долгую счастливую жизнь, нечая души друг в друге. Все зависит от того, какие уроки нам надо пройти и какие взаимоотношения мы сами выбрали для себя на данное воплощение. Практическое задание. Как вы думаете, кто из ваших близких является вашей главной родственной душой? Чаще всего это супруг или супруга, даже если у вас не самые лучшие отношения. Но это может быть и возлюбленный, с которым вы не состоите в браке. Это может быть брат, сестра или друг, а может сын или дочь. Вы непременно чувствуете какую-то глубокую нежность к этому человеку. Это именно то чувство, по которому главные родственные души могут узнать друг друга. Перед воплощением главные родственные души обычно договариваются о том, кем они будут приходиться друг другу в будущей жизни и при каких обстоятельствах произойдет их встреча. Обычно они решают, что эта встреча должна сопровождаться какими-то знаками. Потому в момент вашей встречи что-то могло привлечь ваше внимание. Может это была какая-то яркая деталь в одежде вашего избранника или особые слова, которые показались вам важными или даже знакомыми. А может это были какие-то другие знаки, просигналившие вам о необычности происходящего. Практическое задание Вспомните встречи, которые вам чем-то запомнились. Начинайте вспоминать с недавнего прошлого, а затем отступайте во времени все дальше и дальше, до ваших юности и детства. Как вам кажется, были ли какие-то особые знаки, сопровождающие эти встречи? Неважно, если знакомства не продолжились или были короткими. Наши родственные души в разных воплощениях могут проявляться в самых разных качествах. Иногда родственная душа появляется только для того, чтобы напомнить о себе, дать знать, что она существует, чтобы вы не унывали и не отчаивались. Представьте, что вы перед воплощением договорились подать друг другу какие-то особые знаки. Представьте, что вы помните об этом. Какой знак вы бы выбрали? О чем он должен был бы напомнить вашей родственной душе? На какой знак вы отреагировали бы так, будто знаете его давно и понимаете, что он означает? Пофантазируйте на эту тему. Фантазии тоже часто имеют под собой вполне реальные основания. Возможно, эти размышления приведут вас к выводу о том, кто из встреченных вами в жизни людей может быть вашей главной родственной душой. Почему родственные души не всегда встречаются? Существует множество вариантов взаимодействия главных родственных душ во время воплощений на земле. И далеко не всегда встреча родственных душ ведет к безоблачному счастью. Это неудивительно, ведь мы приходим на землю ради сложных уроков. Случается и так, что супругом или супругой становится вовсе не родственная душа, не самый близкий вам человек. А то и вовсе человек живет всю жизнь одиноким, не создавая семью. Это не значит, что у него нет главной родственной души. Она есть у каждого человека. Просто в данном воплощении она может явиться в каком-то другом качестве. Есть случаи, когда главные родственные души договариваются провести какое-то воплощение врозь, если это нужно им для саморазвития. Бывает, что слишком сильная привязанность душ друг к другу тормозит развитие каждой из них. Бывает, что люди привыкают из воплощения в воплощение жить жизнью другого человека, а не своей собственной. Если такое случается, души добровольно принимают решение временно разлучиться. Помните, что эта разлука лишь временная. Вы, скорее всего, провели множество жизней вместе, и впереди у вас еще огромное совместное будущее. А если именно сейчас главная родственная душа не встречается, значит, вы договорились, что какое-то время будете уделять внимание себе и своему развитию, учиться жить своей собственной жизнью, а не жизнью другого, а главное тренироваться не терять любовь в своей душе, быть источником любви, даже если любимого человека нет рядом. Станьте для себя любимым человеком номер один, и ваш возлюбленный вернется, ведь он и так совсем недалеко, просто ждет момента, чтобы проявить себя в физическом облике. Если же вы видите какую-то очень счастливую пару, не завидуйте. Во-первых, вы не знаете всей правды об их отношениях. Сложности могут быть скрыты от посторонних глаз. Во-вторых, вы не знаете, через что они прошли в прошлых воплощениях и через что пройдут в будущих. Лучше для всех нас было бы, если бы мы с юных лет настраивали себя на то, что отношения — это сложная работа, а вовсе не безоблачное радостное существование. мы многому должны учиться в жизни и принимать несовершенства свои и партнера и сохранять любовь вопреки всем сложностям и понимать друг друга и прощать и становиться лучше и совершеннее в этих отношениях, что бы ни происходило. Случай из практики Бывает так, что главные родственные души принимают решение встретиться только во второй половине жизни или даже ближе к ее концу. Тому есть причины. Так произошло с Елизаветой. Когда она пришла на сеанс регрессии в прошлую жизнь, ей было уже за 50, и главный вопрос, который ее мучил, где же ее родственная душа, почему не встретилась до сих пор. Во время сеанса выяснилось, что с ее главной родственной душой они провели уже несколько воплощений. Каждый раз их встреча сопровождалась яркими знаками, и между ними вспыхивало сильное и страстное взаимное чувство. Но в текущей жизни этот человек так и не появился. Посмотрев несколько прошлых воплощений, Елизавета ужаснулась тому, как они вели себя, будучи совершенно ослепленными своей любовью. Один раз они встретились совсем юными, почти подростками. Любовь скружила им головы, они были буквально одержимы друг другом. Однажды они отправились в горы, и юноша, чтобы произвести впечатление на свою подругу и сделал стойку на руках на самом краю обрыва. В какой-то момент, потеряв равновесие, он сорвался вниз. Елизавета, конечно, у нее было тогда другое имя, без раздумий кинулась следом. Оба погибли, разбившись об острые камни на дне ущелья. В другом воплощении они встретились в более старшем возрасте, но тоже были еще очень молодыми. Елизавета в шутку спросила, на что способен ее возлюбленный ради любви к ней, может ли он совершить преступление, ну, скажем, ограбить банк, если она его об этом попросит. Узнав, что молодой человек воспринял ее пожелания всерьез, Елизавета вызвалась быть соучастницей в этом, как им казалось, головокружительном приключении. Подготовка к ограблению была для них увлекательной игрой, оба чувствовали себя героями книги или фильма, и оба были застрелены охраной банка при попытке вооруженного нападения. Еще в одном воплощении они оба были детьми весьма состоятельных родителей, вступив в законный брак по взаимной любви, они предались бесконечным развлечениям, в том числе и опасным. Однажды они наняли яхту и за большие деньги уговорили капитана выйти в море в сильный шторм. Судно потерпело крушение, все погибли. Они оба были неопытными душами, практически детьми. Им обоим не хватало мудрости и уравновешенности, а также знаний о том, что такое жизнь на земле и каковы ее законы. Они просто резвились, не думая о последствиях. Поэтому в данном воплощении они решили прожить большую часть жизни в разлуке, получить опыт страданий и одиночества, который должен был помочь каждому из них стать мудрее. Во время регрессии в прошлую жизнь, а затем в мир душ, в жизнь между жизнями накануне данного воплощения, Елизавета встретилась со своей главной родственной душой и узнала, что они договорились в этой жизни встретиться уже пожившими зрелыми людьми. Им обоим необходима была разлука которая должна была помочь каждому из них стать мудрее и взрослее, окрепнуть духом и подняться на следующую ступень в своем развитии. Через некоторое время в жизни Елизаветы действительно произошла встреча с мужчиной, в котором она сразу узнала родственную душу. Она рассказывала, что встретив этого мужчину сразу почувствовала, что они давно и хорошо знают друг друга. Примерно то же самое ощутил и он. Сейчас они уже несколько лет вместе и счастливы. в их любви больше нет прежней необузданности, доходящей до безумия, зато появились тепло, взаимная забота, уважение и нежность, чего раньше им не хватало. Другие родственные души и души из других групп. Кроме главной родственной души, у каждого человека есть еще несколько очень близких душ. Обычно их число составляет от трех до пяти. Они также могут воплощаться и в качестве возлюбленных и супругов, и в качестве родителей, бабушек и дедушек, теть и дядь, братьев и сестер или близких друзей. Эти души неизменно рядом с нами. Они в разном качестве сопровождают нас из одного воплощения в другое. В задачу таких близких душ входит прежде всего взаимопомощь и поддержка. Поэтому, если даже вы не встретили главную родственную душу, это еще не значит, что вы обречены на одиночество. У каждого из нас не одна родственная душа, их несколько. И тут возможны разные варианты. К примеру, если вы и ваша главная родственная душа очень мягкие, покладистые и нежные, то однажды вы можете принять решение расстаться, чтобы закалить себя в более сложных отношениях. Иногда души выбирают себе партнеров даже не из своей группы, а из других групп, возможно, вам нужен на данное воплощение более конфликтный партнер. Может, вам нужен кто-то, кто будет вам перечить, не сможет вас по-настоящему понять и оценить по достоинству. И это все тоже нужно для вашего же блага, чтобы вы могли выработать качества, которых научиться отстаивать себя, повысить самооценку, выработать психологическую устойчивость против чьего-то конфликтного поведения. Возможно, рядом с вами вовсе не родственные души, а души из других групп. Ведь никто не запрещает любым душам взаимодействовать и воплощаться вместе. Для наших уроков иногда нам нужны вовсе не родственные души, а как раз те, кто противоположен нам и не всегда способен нас понять. Принимайте и это как благо, как уроки, которые необходимы вам. Практическое задание. Возьмите список близких вам людей, которые вы составляли. выполняя одно из упражнений этой главы. Тогда вы интуитивно определяли, кто из них является вашими родственными душами. Теперь попробуйте выявить тех, кто явно не относится к их числу. Как вы думаете, ради каких уроков они появились в вашей жизни? Чему они вас научили? Восприняли ли вы эти уроки получили ли нужный опыт, использовали ли себе во благо эти отношения? Как они помогли вам в вашем развитии? Если не удалось извлечь позитивный опыт раньше, имейте в виду, что сделать это не поздно никогда. Вы можете прямо сейчас хорошенько обдумать, какие позитивные возможности могли быть заложены для вас в опыте этих отношений? Какие качества вы могли бы получить, если бы отнеслись к этому как к уроку? Мысленно поблагодарите этих людей за урок. Это было для того, чтобы вы вспомнили о своей божественной сути, открыли в себе источник любви и стали сильнее. Помощь через время и пространство Для родственных душ не существует преград в виде времени и пространства. Они поддерживают связь с нами и заботятся о нас даже после того, как уходят из земной жизни. Они могут направлять нам свою энергию. Очень часто души делают это, чтобы утешить своих близких после своего ухода из земной жизни. Точнее, они не просто направляют энергию, они могут своей энергией прикоснуться к близкому человеку и даже обнять его. Тот, кому предназначено такое объятие, ни с чем не спутает его. Он очень явственно почувствует, что это близкая душа рядом с ним и обнимает его или ласково прикасается. Многие люди ощущали подобное после смерти близких. Они чувствовали не просто присутствие близкого человека, но его успокаивающее и даже целительное воздействие. Да, ушедшие близкие могут исцелять нас, облегчая наше горе. Ведь освободившись от физического тела, они получают в свое распоряжение те возможности, которыми не обладали на земле. Например, они обретают способность работать с целительной энергией. При помощи этой энергии они могут успокоить вас, помочь вам перестать плакать, сбалансировать ваши эмоции, чтобы вы не так сильно расстраивались. Кроме того, душа ушедшего человека может контактировать с нами через вещи и предметы, которые были ему дороги при жизни. А если мы забыли об этих предметах, души наших близких могут напомнить нам о них, привлекать наше внимание к ним. Для этого они могут соединить свою энергию с тем предметом, на который вы в данный момент смотрите. Например, если вы смотрите на цветы, душа вашего близкого человека может на время слиться с этими цветами. Его энергия начнет действовать через цветы на вас. и он сможет плавно перевести ваше внимание на какой-то предмет, связанный с ним. Например, вы вспомните о его любимом украшении или предмете одежды, или дереве, которое он посадил своими руками, или картине, которую он с любовью выбирал и вешал на стену. Вам покажется, что эта вещь случайно пришла вам на память, но это не так. И если вы прикоснетесь к ней или возьмете в руки, то почувствуете утешающее и успокаивающее присутствие близкого человека. Он в самом деле рядом, и он не потерян для вас. Просто теперь пришло время общаться иначе, как душа с душой. Но придет время, и вы снова сможете видеть друг друга и быть рядом в материальной форме. И, конечно, любящие нас души умеют являться нам во сне. Такие сновидения, где мы видим ушедших любимых, всегда несут в себе какое-то послание. Это может быть и предупреждение о будущих событиях, это может быть и благословение на какой-то поступок, который вы хотите, но боитесь совершить. Это может быть просто утешение и признание в любви. В таких сновидениях с нами всегда присутствуют наши гиды. Они следят, чтобы мы не испугались, оберегают нас от негативных эмоций и помогают лучше воспринимать сновидения. То, что нам снится, это не случайно. Очень часто таким образом передаются важные для нас весточки из мира душ. Есть и множество других способов, какими души ушедших людей могут дать о себе знать, напомнить нам о том, что они рядом, успокоить нас, помочь справиться с горем. Например, внезапно вы услышите старую мелодию, любимую вами обоими, или кто-то окликнет вас по имени знакомым голосом, а может птица сядет вам на руку, хотя раньше такого не случалось. И если это знак от вашей близкой души, то вы обязательно почувствуете энергетику вашего родного человека, которую вы так хорошо знаете. Вы почувствуете его присутствие, его тепло и заботу. У вас не будет сомнений, что он рядом. Скажите ему спасибо. Поблагодарите за то, что утешает вас и не оставляет своей заботой. Душе вашего близкого человека станет гораздо легче. Он сможет вернуться в мир душ и присоединиться к своим родственным душам, чтобы готовиться к следующему воплощению. Но и это не будет означать, что он покинул вас. Наши души умеют путешествовать сквозь время и пространство, кроме того, обладают удивительным свойством пребывать одновременно в двух и более местах. Оставаясь в мире душ, они могут одновременно быть и с вами, особенно если вы их позовете, нуждаясь в помощи и поддержке. Только не привязывайте их к земле своим горем и страданиями. Душам, чьи близкие слишком долго горюют, очень тяжело оторваться от того места, где закончилась их земная жизнь, и вернуться к свету и любви царствующим в мире душ. Все мы, бессмертные души, вышли из любви и должны вернуться к ней. Давайте помогать в этом друг другу, где бы мы ни находились, в качестве воплощенных существ на земле или будучи невоплощенными в мире душ. Практическое задание. Если в вашей жизни случались потери, вы теряли близких, дорогих людей, попробуйте вспомнить, какие весточки они вам посылали и каким образом это делали. Может быть, вы видели их во сне или наяву ощущали их присутствие или вам приходили еще какие-то знаки. Может быть, вы пугались этого? Осознайте, что страх был напрасен. Во-первых, потому что любящая душа хочет вам только добра. Она сочувствует вам и мечтает помочь. Во-вторых, душа, попадая в мир душ, освобождается от того негативного, что она могла нести в себе при жизни. И теперь суть ее отношения к вам это любовь и ничего кроме любви. В-третьих, с вами в это время были ваши гиды, которые следили, чтобы с вами не произошло ничего негативного. Если хотите, возьмите в руки какую-то вещь, принадлежавшую ушедшему, и мысленно, а может и вслух, попросите его каким-то образом дать о себе знать. Если такой вещи нет, вы можете вспомнить что-то, что вас связывало. Вещи, места, где вы бывали, ваши любимые мелодии, ароматы и так далее. Вы почувствуете присутствие близкой души и то тепло и любовь, которые она вам посылает. Если хотите, попросите помощи и поддержки. поблагодарите за это. Будьте уверены, ваша встреча сейчас была вполне реальной. Урок девятый. Уровни развития души. Путь души. Восхождение по ступеням к совершенству. Все души без исключения несут в себе искру Божью. они связаны воедино с высшей духовной силой, являющейся источником и Творцом нашего мира. В этом смысле все души равны. Ведь они являются частью единого Творца, общей для всех Божественной сущности. Будучи едиными и равными, души все же отличаются по уровню своего развития. По Майклу Ньютону существует пять основных уровней развития души, воплощающейся на земле. К уровням один и два относятся молодые души, только недавно начавшие воплощаться на земле, а также души, которые уже много воплощались, но все же не могут выйти из детского возраста, так как из воплощения воплощение не находят решения одним и тем же задачам, а потому все время остаются, образно говоря, на второй год. Такие души все равно, что дети и подростки, со всеми свойственными им особенностями. К уровням три и четыре относятся более зрелые души, которые уже проделали очень большую работу на земле и сумели достичь значительных успехов в деле своего возмужания и взросления. Это все равно, что люди молодого и среднего возраста на земле. К уровню пять относятся продвинутые души, но они не обязательно старые. Это могут быть души, которые из воплощения воплощение посвящали себя духовному росту и развитию, постигали законы Вселенной и очень быстро совершенствовались на пути возвращения к источнику, из которого мы все вышли. Есть и более высокие уровни развития души, но после уровня пять души, как правило, не воплощаются на земле и в других материальных мирах. Они делают большую работу в мире душ, у них больше нет необходимости проходить земные уроки, потому что они прошли это обучение более чем достойно и сдали все экзамены на отлично. Если такие души изредка и воплощаются, то не для решения своих задач, а только для помощи человечеству. Все души в процессе воплощения проходят этот путь восхождения от уровня один к уровню пять. Это естественно, ведь наша задача на земле самосовершенствование и развитие. И если все люди находятся на разных уровнях, это не значит, что кто-то хуже, а кто-то лучше. В мире душ нет никакого соперничества. Здесь никто не может быть выше другого. Такие сравнения просто исключены. Мы ведь не сравниваем детей со взрослыми, не судим их по взрослым меркам. Никто не скажет, что ребенок хуже, чем взрослый. Просто он на другом уровне, но тоже когда-то станет взрослым. Никто не скажет, что первоклассник хуже десятиклассника. Просто у каждого свои задачи на данном этапе. Определить свой уровень это уже означает сделать огромный шаг на пути развития. Ведь если ребенок осознал, что он ведет себя по-детски, значит он уже не совсем ребенок. Взросление это рост самосознания, это принятие на себя ответственности за свою жизнь. А если мы посмотрим по сторонам, то увидим, что современному миру этого катастрофически не хватает. Множество людей хоть и считают себя взрослыми, а ведут себя совершенно по-детски. Это неудивительно, ведь по данным Майкла Ньютона, около трех четвертей людей, населяющих Землю, относятся к начальным уровням, а именно 42% к уровню 1 и 31% к уровню 2. По сути, огромная доля населения Земли еще не вышла из детского и подросткового возраста. А что мы хотим? Ведь Земля это большая школа, понятно, что большинство ее населения ученики и многие едва только пошли в первый класс. Что касается других уровней, то Майкл Ньютон приводит такие цифры. К уровню 3 относятся 17% всего населения земного шара, к уровню 4 9% и к уровню 5 всего 1%. Давайте разберем подробнее свойства и признаки уровней души, а также рассмотрим, какие уроки, необходимые для движения к совершенству, встают перед душой на разных уровнях. Души уровней 1 и 2 Отсутствие зрелости Люди, чья душа еще не превзошла в своем развитии начальные уровни, часто чувствуют себя беспомощными, не способными самостоятельно решать свои задачи. Им кажется, что мир жесток и жизнь несправедлива, они склонны жалеть себя. Психология жертвы одно из основных их свойств. Они не умеют брать ответственность на себя и ждут, что другие за них будут что-то решать. Им как детям нужна няня, которая возьмет их за руку и покажет, куда надо идти, а в случае необходимости накормит, укроет теплым одеялом и положит в кроватку, где они будут чувствовать себя в покое и безопасности. Если же такой няне не находится, если другие не желают решать их проблемы, они часто обижаются, даже озлобляются и еще сильнее укрепляются в мысли, что мир плох, а они невинные жертвы. Такими людьми движут инстинкты и собственные желания, часто сиюминутные и неразумные, последствия осуществления которых они чаще всего не могут предвидеть. Они не склонны к анализу своего поведения, не видят себя со стороны, живут практически неосознанно. Их жизнь сводится подчас к простым автоматическим реакциям на внешние раздражители. Если их обидели, они обижаются, если хамят, отвечают хамством. Агрессия рождает в них ответную агрессию. Они не могут взять паузу и осмыслить свои реакции, отреагировать как-то по-другому. Войны, конфликты, вооруженные столкновения возможны на Земле потому, что в них втягиваются люди начальных уровней развития, которых, как мы знаем, очень много. Они могут быть очень эгоистичны и совершенно невосприимчивы к чувствам других людей. При этом у них не развито чувство собственного «я», потому что их самосознание находится на низком уровне. Они очень подвержены влиянию толпы и чаще всего просто подражают другим, так как стремятся быть, как все. Они редко задают себе вопросы, кто я, зачем я живу, чего я на самом деле хочу. Они привыкли действовать по уже известным шаблонам и идти по проторенным дорогам. Им трудно жить самостоятельно, и они стремятся стать частью какой-то группы. Они не умеют мыслить независимо и часто отдают себя во власть тем, кто кажется им более сильным. Но бывает и наоборот. Именно души начального уровня жаждут власти над другими, так как для них это кажется единственным способом самоутвердиться и почувствовать свою значимость. Подверженность негативным эмоциям это удел душ находящихся на начальных уровнях. В них слишком мало любви, сострадания, умения понимать себя и других. И поэтому их легко берут в свой плен зависть, обиды, гнев, ненависть, желание мести. Души начальных уровней очень часто считают себя зрелыми и даже продвинутыми. Практически никто из них не отдает себе отчет в том, что они находятся на начальных уровнях. Они склонны преувеличивать свои достижения и степень своего развития. Основные уроки, которые нужно пройти душам первого и второго уровней. Открыть источник любви внутри себя. Научиться принятию и пониманию самого себя и других. Научиться сочувствию, состраданию. Осознать свое «Я» как частицу Творца, бессмертную душу и уникальную индивидуальность. Начать жить осознанно, отдавая себе отчет в своем поведении, не предаваться первой автоматической реакции, а брать паузу, прежде чем отреагировать на внешний раздражитель. Сначала думать, потом говорить и действовать. Научиться брать ответственность на себя за свою жизнь, осознавать, что каждый человек сам творит свою судьбу и сам отвечает за то, что он создал. Преодолеть склонность к негативным эмоциям, научиться прощать себя и других. Научиться самостоятельно жить и принимать решения, независимо мыслить, не следовать слепо за примером других людей, не поддаваться ничьему влиянию. Души уровней 3 и 4. Зрелость Как только человек осознал и почувствовал, что у него есть собственное «я», как только он научился не поддаваться влияниям, как только он стал устойчивым к воздействиям окружения, как только у него появились свои собственные представления о том, кто он есть и как ему следует устраивать свою жизнь, он перешел на уровень 3. Такие люди уже способны брать на себя ответственность за свое поведение, самостоятельно мыслить, принимать решения. Чем более зрелой становится душа, тем лучше она способна понимать других, сочувствовать, прощать. негативные эмоции уходят, потому что на первое место в самоощущении и поведении такого человека выступает любовь. Более зрелые души живут в соответствии с высокими стандартами морали и нравственности. При этом они никогда не гордятся, не кичатся и не хвастаются своими достижениями, напротив, склонны их преуменьшать. Если душа начального уровня очень часто убеждена, что она продвинутая, то по-настоящему продвинутые и зрелые души, напротив, могут считать себя недостаточно развитыми. Зрелые души непременно задумываются о смысле жизни, устройстве мироздания и своей роли в нем. Они стремятся к знаниям, способны осознанно учиться и самосовершенствоваться всю жизнь. Они заинтересованы не только в материальном благополучии, но и в творческой самореализации, в поисках своего призвания. Это обычно уравновешенные, спокойные люди и при этом им свойственна искренность, непринужденность, открытость. Они позитивно мыслят и делают все от них зависящее для развития Земли и ее лучшего будущего. Души уровня 4 часто готовы взять на себя роль гида, наставника, учителя для более молодых душ. Основные уроки, которые проходят души 3-го и 4-го уровней. Познание истинной сути человека и мира. Постижение законов мироустройства и обучение этому других. Развитие интуиции, сверхчувственного восприятия, умение работать с энергией. Умение брать ответственность не только за себя, но и за других. Развитие лидерских и учительских качеств. Раскрытие и реализация собственных талантов и способностей. Умение помогать другим в их самосовершенствовании, оказании духовной помощи. Души уровня 5. Высшая ступень развития на земле. Таких душ очень мало, и они обычно очень сильно отличаются от других людей, когда воплощаются на земле. Эти продвинутые души отличаются огромной всепрощающей любовью к миру и людям, и вместе с тем они мужественны и сильны, так как не только самостоятельно справляются с проблемами и трудностями своей собственной жизни, но и помогают другим. они наделены огромным самообладанием. Доброта, понимание, сочувствие к людям — это их суть. Они способны буквально видеть насквозь события и людей, так как очень мудры и всегда смотрят в суть происходящего. Они знают истинную природу мира, постигнув ее самостоятельно, иногда интуитивно. Поэтому от них веет умиротворенностью и покоем. Они могут казаться безмятежными даже в самых сложных и опасных ситуациях, но при этом вовсе не беспечны, так как способны мгновенно собраться, проанализировать происходящее и принять верное решение. Они словно излучают свет всегда и везде, что бы ни происходило. Они бесконечно терпеливы и терпимы к людям. Они способны увидеть божественное начало в каждом, даже в тех людях, которые погрязли в разного рода негативе. Одно их присутствие позитивно влияет на людей. Они могут одним взглядом или словом снять вашу тревогу, нервозность и напряжение. Они сердечны и дружелюбны, но есть в них что-то, что не дает всем и каждому обращаться к ним за панибрата. Это их глубинное чувство собственного достоинства, которое не имеет ничего общего с гордыней и высокомерием. Они уважают себя и с уважением относятся к другим. Духовная составляющая жизнь для них важнее материальной. Они могут жить очень скромно и не видеть в этом проблемы, потому что им в самом деле не очень много нужно для себя. Они бескорыстны, они живут в безгранично богатом духовном мире и понимают, что все внешнее не важно, так как это лишь антураж декорации на сцене. Эти продвинутые души часто проявляют себя в сферах благотворительности и помощи людям в области культуры и образования, а также там, где у них есть возможность позитивно влиять на развитие планеты. Иногда они живут уединенно, делая свою большую работу вдали от людей, что не мешает им помогать людям и позитивно воздействовать на них, а иногда они бывают лидерами и вдохновителями, способными вести людей за собой. Очень часто они бывают гидами других душ и воплощаются на земле также в качестве гидов. Уроки, которые проходят души пятого уровня на земле. Основные уроки эти души уже прошли, и их главная задача совершенствования в качестве гидов, наставников, учителей и тех, кто разными способами помогает людям справляться с трудностями земной жизни и развиваться духовно. У этих людей еще есть кармические уроки, иначе они бы не воплощались, у каждого они свои. Кому-то надо научиться лучше вписываться в социум, общаться с людьми, кому-то наоборот, работать в уединении и так далее. Одна из важнейших их задач раскрыть и наиболее полно реализовать свое предназначение, о чем мы будем подробно говорить в следующей главе. Ваши ориентиры на пути развития души. Уровни, через которые проходит душа в земной жизни, наглядно демонстрирует нам суть самосовершенствования духовного развития. Эти слова для большинства людей звучат слишком неконкретно. В самом деле, что такое саморазвитие? От чего, к чему мы должны развиваться? Что такое совершенствование, приобретение каких конкретно качеств и свойств оно предполагает? мы получаем вполне конкретные ответы на эти вопросы, когда видим, какими свойствами обладают души, достигшие уровня 5. Это, безусловно, не предел совершенства, но в земной жизни это максимум того, чего мы можем достичь, поэтому души 5 уровня могут быть для нас образцом и ориентиром. Не случайно эти души становятся учителями и гидами еще при жизни. На них можно и нужно равняться, но, что важно, не делать их кумирами при этом. Помнить, что это такие же люди, как и мы. Они более развиты, но это не означает, что они лучше и выше. Они опередили нас, но и нам предстоит рано или поздно повторить их путь. Если человек обладает поистине продвинутой душой, он не будет смотреть на остальных свысока, он не будет ощущать своего превосходства, он будет воспринимать других как равных себе, независимо от того, на каком уровне находится в данный момент. Поэтому и нам с вами не стоит смотреть на таких людей снизу вверх. Не нужно их обожествлять, а также не нужно им завидовать. Нет смысла вступать с ними в отношения соперничества и стараться их победить. Найдите то, чему у них можно поучиться, но не пытайтесь слепо их копировать. Адаптируйте их опыт к своим собственным темпам развития. Учитывайте ваши индивидуальные особенности. Каждый человек уникален. Вы не должны становиться точно таким же, как эти учителя, достигшие высшего для земли уровня развития. Даже если очень постараетесь, вы все равно не станете точно таким же. Это невозможно. Берите из их опыта то, что подходит вам, и ищите свои собственные пути. Только на индивидуальном, своем собственном пути можно прийти к совершенству. Чужими путями туда не придешь. Помните об этом, и тогда у вас появится шанс эволюционировать достаточно быстро. Практическое задание. Попробуйте определить, на каком уровне находится в настоящий момент ваша душа. Помните, что ни один уровень не хуже другого. Это естественные ступени развития души, так же, как для человека естественно переходить от детства к юности, от юности к зрелости. Если вы читаете эту книгу, то, скорее всего, или уже относитесь к зрелым душам, или близки к переходу на уровень три. Есть ли какие-то признаки, по которым вы можете более точно определить степень развития вашей души. Затем попробуйте хотя бы приблизительно определить уровень близких вам людей. Те, в ком вы чувствуете родственную душу, скорее всего, находятся на том же уровне, что и вы. Но далеко не всегда наши родные развиваются синхронно с нами. Так дети и родители очень редко принадлежат к одной группе душ. Чаще всего они находятся на разных уровнях. Как вам кажется, кто из ныне живущих известных вам людей может находиться на уровне 5? По каким признакам вы это определили? Чему бы вы могли поучиться у этих людей? Каким примером хотели бы следовать? Что для вас может быть полезно из их опыта? Помните, что все души на свете происходят из единого источника, а потому все мы связаны, представляя собой единое целое. Поэтому нам не обязательно быть знакомыми с теми, у кого мы хотим учиться. Обучение может происходить без личного общения и на любом расстоянии. Если хотите, вы можете встретиться с этим человеком во время регрессии в мир душ. Или можете в состоянии транса установить с ним телепатический контакт. А можете просто наблюдать за ним и следовать его примеру в том, в чем для вас это возможно. Выбирайте сами свои способы и формы обучения. Главное, ваше желание двигаться по пути совершенствования. Если вы осознанно выразите это желание, то образцы для подражания и возможности для этого роста непременно появятся. Причины, по которым некоторые души не развиваются. Мы знаем, что многие души как будто не хотят развиваться, сидят в одном и том же классе из воплощения воплощение, снова и снова проходя, причем безуспешно, через одни и те же уроки. Так происходит с незрелыми душами. Когда душа проходит уровень 2, она становится достаточно взрослой и осознанной, чтобы дальше двигаться очень быстро. Почему же происходит такое застревание? Главная причина состоит в полном забвении человеком себя и своей души. Человек полностью подчинен материальному миру и не может вспомнить, что является бессмертной душой, частицей Бога. Он не улавливает сигналов своей души, не слышит голоса интуиции, который пытается напомнить ему о том, кто он есть. Из этой причины вытекают и другие. Страх смерти, который так парализует человека, что он не может развиваться, да и не видит смысла в этом. Страх перед жизнью и окружающим миром, который представляется чем-то враждебным. Слишком серьезное восприятие происходящего на земле. Забвение того факта, что все это лишь игра, спектакль и на самом деле ничем нам не грозит, а нужно лишь для обучения и получения душой нового опыта. Да, материальный мир заставляет нас забыть о том, что мы частицы Бога и мы бессмертны, что все происходящее не является подлинной реальностью, но задача человека и состоит в том, чтобы вспомнить об этом. Иногда для этого требуется пройти через множество воплощений и пережить огромное количество страданий. Все страдания прекращаются, как только мы вспоминаем свою истинную суть и постигаем настоящую природу мира, в котором мы живем. Этот мир создан энергией любви, наполнен ею и является безопасным для нас. Мы можем спокойно и свободно развиваться в нем, идти к совершенству и решать свои задачи, ничего не опасаясь. Случай из практики. Елена пришла на сеанс регрессии в прошлое воплощение в связи с тем, что ее личная жизнь складывалась неблагополучно. Она давно развелась с мужем и не смогла найти человека, с которым у нее сложились бы удовлетворительные отношения. Ее дети росли в основном под опекой бабушки, матери ее бывшего мужа. У самой Елены не было по-настоящему теплых отношений с ними. Елена была склонна искать причины своих неудач не в себе самой, а в других людях. Она выглядела очень растерянной и беспомощной, когда говорила, как ей не везет, потому что она не встретила в своей жизни никого, кто мог бы по-настоящему полюбить ее. Во время регрессии в прошлую жизнь выяснилось, что бывший муж Елены является ее главной родственной душой, но она не поняла этого, не заметила большой любви, связывающей их. Они расстались не по его вине, а из-за ее эгоизма и неумения любить. Несколько раз в ее жизни появлялись и другие родственные души из ее группы, но она не смогла разглядеть их, не поняла их чувств, так как ее собственные чувства были заблокированы. В ней не было великодушия, умения прощать и понимать других. Из-за этого все ее отношения рушились, и она неизменно оставалась в одиночестве. Сеанс регрессии стал для Елены настоящим откровением. Она воочию увидела, как жестоко и несправедливо обращалась с любящими ее душами. Также она убедилась, что является бессмертной душой, чья задача проходить уроки на земле. В течение нескольких воплощений она уклонялась от этих уроков, не хотела брать на себя ответственность за свое развитие и пришла к полному тупику и ощущению себя жертвой. После сеанса Елена начала размышлять о себе и своем поведении. Она решила, что впредь будет учиться брать на себя ответственность и проходить уроки, а не уклоняться от них. Ее главной задачей на данный момент было осознать себя бессмертной душой, чья суть энергии любви и открыть источник этой любви к себе самой. Она пересмотрела свое отношение к детям, мужу, другим людям, и ее душевное состояние заметно изменилось к лучшему. Это значит, есть шанс изменить к лучшему и отношения с окружающими, а главное свою судьбу. Освободитесь от страхов и идите вперед. Как определить, что вы перешли на следующий уровень? Сначала изменится ваше внутреннее самоощущение, восприятие себя. Затем изменятся и некоторые внешние обстоятельства. Разберем наиболее характерные признаки взросления души, перехода от уровня 2 к уровню 3. Вы чувствуете, что обрели внутреннюю устойчивость. Ваше «Я» стало чем-то ощутимым, прочным, это словно ваша опора и источник внутренней силы. Раньше чужая энергетика могла словно вытеснять вас из самого себя. Вы поддавались влияниям и иногда чувствовали, что вас как будто нет без других людей. Вы воспринимали себя лишь как отражение в их глазах. Теперь вы воспринимаете «Я» как ценность, которая не зависит от отношения к вам других людей. Эту ценность вы уже не позволите отнимать и искажать другим людям. Теперь у вас есть границы. Теперь вы можете сказать «Я» это «Я». «Я» такой, какой «Я» есть. Я принимаю себя таким, какой «Я» есть. Я есть ценность, и эту ценность у меня не отнимет никто и ничто. Меняется ваше окружение. Это естественно, ведь при каждом переходе на новый уровень мы переходим в другую группу душ. Те, с кем мы развиваемся синхронно, переходят вместе с нами. Те, кто отстает, остаются в своих старых группах, тогда как мы движемся вперед к тем душам, которые соответствуют нашему новому уровню развития. Исключение – случаи, когда отстающие от нас души нужны нам для прохождения дальнейших уроков. Тогда они выступают в качестве кармических партнеров, катализаторов нашего дальнейшего движения вперед. Вы становитесь терпимее к себе и другим. Вы спокойнее относитесь как к своим собственным ошибкам и недостаткам, так и к ошибкам и недостаткам других людей. Вы воспринимаете все происходящее как урок, делаете выводы и идете дальше, не поддаваясь обидам и комплексам. Вы не поддаетесь первой автоматической реакции на внешние раздражители. Вас трудно вывести из себя хамством, оскорбительным поведением, насмешками. Вы можете не реагировать, если кто-то на вас кричит, потому что преисполнены чувства собственного достоинства и не принимаете это на свой счет. Вы не даете захватить себя негативным эмоциям. Вы не поддаетесь унынию и тоске, так как знаете, что безысходности нет, тосковать неизычево и позитивный настрой непременно вернется к вам. Если кто-то направляет на вас негативные эмоции, вы не даете их волне захлестнуть себя, а мягко отводите ее. Вы чувствуете себя хозяином своей жизни. Если раньше вы чувствовали себя беспомощным перед лицом обстоятельств и зависимым от других людей, то теперь понимаете, что сами формируете события своей жизни. Вы начинаете постепенно ощущать в себе силы, чтобы менять жизнь так, как нужно вам. Вы чувствуете свое право на это и свои возможности делать это. Вы берете ответственность на себя. Практическое задание. Останьтесь наедине с собой, закройте глаза, мысленно соединитесь со своей бессмертной душой. Вы душа, чистая энергия. Вы частица творца и несете в себе божественную любовь. Вы обитаете в мире душ, где можно чувствовать себя в безопасности, в окружении любящих вас существ. Вы можете принимать любые формы, перемещаться на любые расстояния, для вас нет никаких преград. Вы живете в безграничном мире и обладаете безграничными возможностями. Вы идете путем совершенствования, возвращения к совершенству и чистоте источника, из которого мы все вышли. Вы предпринимаете для этого увлекательные путешествия на землю и в другие миры, где переживаете самые разные приключения, участвуете в разных событиях, играете разные роли. Все это гигантский спектакль, в котором вы принимаете участие добровольно, так как он нацелен на ваше высшее благо, задуман как средство вашего самосовершенствования, получения самого разного опыта и обретения созидательной силы. Почувствуйте себя такой душой, свободной, бесстрашной, играющей, принимающей любой опыт как то, что идет ей во благо. Скажите себе, что развиваться и совершенствоваться не страшно. Скажите себе, что жить на земле не страшно. Скажите себе, что вы много раз проходили через смерть и возрождение, и это не страшно. Скиньте с себя все страхи. Скажите себе, что мир по сути своей добр и прекрасен, потому что в его основе энергия божественной любви. Вам ничего не грозит. Вы можете совершенно свободно и бесстрашно идти от воплощения к воплощению, поднимаясь от одного уровня самосовершенствования к другому. Представьте себе, что конца этому пути нет, так как нет предела совершенству, и впереди у вас бесконечная прекрасная дорога. Постарайтесь сохранять такое самоощущение в вашей обыденной жизни. Урок десятый. Предназначение души. Поиск предназначения признак зрелости души. Когда человек задумывается о своем предназначении, это признак наступающей зрелости. Ведь только души на пороге зрелости получают возможность обрести и реализовать свое предназначение. Души начального уровня этого лишены. Им нужно сначала повзрослеть. Как первокласснику рано приобретать профессию, так и душам первого и второго уровней еще не пришло время задумываться о призвании. Они, как правило, об этом и не думают. Люди, чьи души еще не вышли из детского возраста, обычно озабочены только выживанием и материальным благополучием. Для них кажется странным каждый, кто задается вопросами о смысле жизни, о своем призвании, предназначении, миссии. Поскольку душ начального уровня на Земле большинство, то люди, задумывающиеся о духовных материях, и впрямь могут казаться какими-то странными. Но у них глубоко внутри все равно есть очень сильное чувство собственной правоты. если вы кажете себе изгоем на фоне других людей, которые живут другими, как правило, сугубо материальными интересами и с трудом способны понять вас, обратитесь внутрь себя, и вы поймете, что на глубинных уровнях своего существа вы уверены в себе и в своем пути. И эта уверенность имеет под собой очень прочные основания. Она основана на высших истинах, которые ваша душа получает от источника всего сущего. Вы не должны считать себя изгоем и каким-то не таким. Просто вы взрослый человек, и если дети не понимают вас, это совершенно нормально. Они ничем не хуже вас, просто они дети. И ваша задача не обижаться на них, то есть не вести себя как ребенок, не уподобляться им. Возможно, ваша задача помочь повзрослеть тем из них, кто уже к этому готов. Что такое предназначение? Предназначение — это способ, которым души реализуют свои уникальные качества как во время земных воплощений, так и в мире душ. Это то, что у вас получается лучше всего, что приносит вам удовольствие и что вы можете делать не только для своего блага, но и для блага других людей и душ. Каждая душа уникальна и у каждой свои наклонности. Кроме того, каждая душа наделена талантами, часто целым спектром разных способностей. Души реализуют свои таланты и в мире душ, но для полноты реализации требуется воплощение в материальном мире, потому что нет большей радости, чем преображать материю энергиями своей души. Зрелая душа в поисках предназначения думает не только о том, как проявить свои таланты, но и о том, что полезного, нужного и важного можно сделать при помощи этих талантов для Земли, для людей, для Творца и всей Вселенной. Мы реализуем себя по-настоящему лишь тогда, когда наша деятельность лежит в русле энергии любви, в созидательном русле, ведущем к лучшему будущему для всего человечества. Вы думаете, что не можете в одиночку изменить мир? На самом деле вы это можете, и для этого нужно всего лишь хорошо делать дело, которому вы призваны. пусть вам будет казаться, что от этого в мире ничего не меняется, но для настоящих перемен далеко не всегда требуются какие-то яркие революционные события. Если вы делаете свое дело с любовью и вкладываете в него душу, вы меняете мир. Потому что энергии любви передаются от сердца к сердцу и способны завоевать планету быстрее и лучше, чем самое мощное войско. Вам не нужно оружие, чтобы преобразить мир. Ваше лучшее оружие это любовь, которая живет в вашей душе и в сердце, которая связывает вас с Творцом и которая есть суть всего сущего. Чем больше на Земле людей, которые нашли свое предназначение и, выполняя его, сеют добро и любовь каждым своим действием, шагом и поступком, тем быстрее эти энергии победят на планете, тем скорее закончатся войны и конфликты, тем ближе окажется лучшее будущее Земли, то самое, которое и было изначально запланировано для нас Творцом. Практическое задание. Есть ли у вас представление о том, в чем состоит ваше предназначение? Может быть, вы реализуете его уже давно или начали делать это недавно? Может, вы лишь готовитесь к этому или еще ищите себя? У каждого человека есть таланты и особые способности такие, каких нет у других. Есть что-то такое, что вы умеете делать хорошо, лучше, чем многие люди. А главное, вы умеете это делать по-своему. Поэтому у вас не возникает мысли, а зачем я буду это делать, когда кругом и без меня столько мастеров? Вы знаете, что тоже можете делать это, что делаете это иначе, чем другие, а потому занимаете свою нишу в этой сфере, что делать для вас это важно, ведь у вас есть сильная потребность в самореализации именно в этом деле. Перечислите все то, что вы любите делать. Важно, чтобы вас увлекал сам процесс, а не только результат. Кроме того, вам должно быть комфортно заниматься любимым делом. Если вам каждый раз приходится себя переламывать, преодолевать внутреннее сопротивление, скорее всего, это не ваше призвание. Обратите внимание и на такие сферы деятельности, которые вас притягивают, несмотря на то, что вам кажется, будто у вас нет в этом талантов. Если вам действительно нравится чем-то заниматься, если вы получаете удовольствие и от процесса, и от результата, значит, у вас есть способности, просто возможно, они проявляются не так, как у других людей, или не так, как вы ожидаете. Перечислив то, что вы любите делать, задайтесь вопросом, как посредством этого занятия вы можете сделать что-то хорошее для других. Не ставьте пока вопрос о том, как при помощи любимого дела заработать деньги. Если вы найдете способ делать то, что нужно другим людям, вопрос о деньгах решится сам собой. Люди захотят покупать плоды вашего труда, но для начала нужно трудиться бескорыстно. Делитесь тем, что вы делаете, дарите, помогайте, оказывайте бескорыстные услуги. Когда вы поймете, что люди готовы платить за это, тогда можно начинать заниматься этим профессионально. Если у вас есть сомнения, вы можете посоветоваться с вашим гидом или отправиться в мир душ, чтобы выяснить, какую работу вы выполняете там и как это можно реализовать на земле. Способы осуществления предназначения Специализация души Души, достигшие стадии зрелости, получают специализацию в мире душ. Эта специализация подбирается с учетом индивидуальных особенностей души. Каждая душа делает то, что ей лучше всего подходит. Работая в рамках своей специализации, душа выполняет свое предназначение. Специализаций, конечно же, существует очень много. Перечислим наиболее распространенные учителя, философы, художники, целители, конструкторы, исследователи. Обратите внимание, это условные обозначения. Так к целителям может быть отнесен не только врач, который лечит тело, но и писатель, который лечит душу. А конструктор это не только тот, кто придумывает какие-то машины и механизмы, но тот, кто может создавать целые новые миры, управляя энергией и материей. Конечно, это очень общая классификация. Каждая специализация предполагает множество способов самореализации и проявления своих талантов. Но все же, благодаря этой классификации, вы сможете хотя бы в общих чертах сориентироваться, в каких сферах деятельности для вас более естественно проявить себя. Учителя в пространстве жизни между жизнями это воспитатели молодых душ, в том числе и тех, которые еще ни разу не воплощались на земле. Также это гиды-помощники воплощающихся душ. Далеко не все души по мере зрелости стремятся стать гидами. Для этого нужно особое призвание. Души учителя должны очень любить детей и тех, кто относится к детям по возрасту и тех, кто выглядит взрослым, но имеет детскую душу. Они должны обладать терпением, быть милосердными, уметь любить и прощать, но при этом, если нужно, быть достаточно строгими, не потакать слабостям детских душ, а помогать их развитию, которое не всегда идет гладко. Иногда приходится проходить через суровые уроки. Учителя могут помочь в этом, но не будут делать за учеников ту работу, которую те должны выполнять самостоятельно. Учителем может быть только тот, кто уже прошел на своем опыте все необходимые уроки, а потому знает не понаслышке то, чему он учит других. Он и воспитывает, и дает знания, и защищает, и помогает в трудные минуты. В земной жизни они могут лучше всего проявить себя, конечно, в роли учителей, преподавателей, воспитателей, наставников юного поколения, тренеров, но не только. Это еще и духовные учителя, которые несут людям знания об истинном мироустройстве, о природе человека и Творца. Их служение может проявляться в самых разных формах. Они могут писать книги, читать лекции, работать с учениками индивидуально. Но они могут быть и политиками, и общественными деятелями, и теми, кто так или иначе работает с людьми, осуществляя просветительскую миссию. Суть их предназначения от этого не меняется. Обучение, воспитание, помощь в развитии и самосовершенствовании молодым душам. Философы. Наименование специализации опять же условно. В широком смысле это души, которые исследуют высшие божественные законы и разрабатывают нравственные нормы и правила, соответствующие этим законам для земли. Философы также обучают этому людей, а в жизни между жизнями консультируют другие души, дают советы, как вести себя в разных ситуациях, чтобы не нарушать нормы этики и тем самым не калечить свою судьбу. Эта специализация очень важна, так как души воплощаются в тела, движимые в первую очередь инстинктами, а не нравственными законами. Для тела первоочередная задача выжить, найти пищу, удовлетворить физиологические потребности. Инстинкты подсказывают, что каждый сам за себя, и чтобы выжить, можно пренебречь интересами другого, можно обманывать и хитрить, и даже физически уничтожать противника. Вот почему законы любви, которые душа несет на землю, так трудно находят здесь себе дорогу. Если бы это происходило легко и просто, души философы были бы не нужны, но они нужны, и у них на земле очень много работы. Они должны доносить до человечества те законы, нормы и правила, которые в самом деле достойны человека. В мире душ философы работают с более молодыми душами, помогая им анализировать прожитые жизни с позиций законов нравственности и давая советы относительно поведения в будущем. В земном мире эти души могут вести самую разную работу, быть учеными, писателями, психологами, работать в сфере культуры и образования. В любом случае смысл их предназначения нести на землю высшие нравственные законы и делать все от них зависящее, чтобы эти законы соблюдались. Художники души художники это те, кто несет в мир красоту и гармонию. По сути, они тоже просветители, потому что несут божественный свет на землю. Они несут и высшие истины, только выраженные другим языком, образным, но не только в этом их задача. Они работают с энергиями. Своим трудом они восстанавливают энергетический баланс на земле. Негативные эмоции, конфликты, нарушения людьми высших законов нравственности, все это не только разрушает судьбы людей, но еще и приводит к дисбалансу энергий на планете. Истинные художники это целители не только для людей, но и для планеты. Своим искусством они могут даже предотвращать стихийные бедствия и природные катастрофы, потому что несут свет и гармонию туда, где она нарушена. Особенно хорошо умеют это делать художники, работающие в мире душ. Да, там тоже существует искусство, но оно отличается от земного. Художники в мире душ работают непосредственно с энергиями, создавая красоту и гармонию буквально из ничего, преобразовывая в свет даже темные энергии. В земном мире эти люди часто работают в сфере искусства, но они могут быть и проповедниками, и просто мудрыми людьми, которые очень хорошо владеют искусством речи и в своем слове несут не только информацию, но и гармоничные вибрации, обладающие просветляющим и исцеляющим действием. Целители Задача целителей также состоит в том, чтобы восстанавливать гармонию, но они делают это другими средствами. Кто-то из них работает с физическими субстанциями, кто-то с энергиями. Их особенность в том, что они несут в самих себе информацию об идеальном здоровье для Земли и людей, потому что подключены к энергетической матрице здоровья из высших источников. поэтому они могут легко ставить диагнозы и обнаруживать проблемы, ведь их мозг словно бы сканирует людей и другие объекты на предмет соответствия высшей гармонии. Но главное, что они умеют помогать людям устранять проблемы. И это касается не только физического здоровья. Подлинный целитель может вылечить больные отношения, помочь в исправлении нарушений в судьбе человека, и, конечно, он исцеляет душу, а спектр средств для этого существует огромный. У каждого целителя они свои. Кто-то снимает беспокойство и тревогу, кто-то помогает найти себя в любимом деле, кто-то подталкивает человека к раскрытию его талантов, кто-то способствует освобождению от зависимостей, исцелению комплексов, развитию чувства собственного достоинства. Надо сказать, что каждый человек сам несет ответственность за свое здоровье, как душевное, так и телесное. Поэтому целитель может исцелить больного только при его активном участии. Если больной ждет, что целитель проделает всю работу за него, то его исцеление будет лишь временным. Целители дают нам необходимые для восстановления гармонии средства, а главное, они дают нам энергетический эталон совершенного здоровья. А насколько мы сможем этот эталон воспринять и следовать ему, зависит уже от нас. В мире душ целители помогают излечиться от душевных травм и восстановить энергетику душам, прибывшим с Земли и из других материальных миров, где они воплощаются. На Земле целители — это и целители в прямом смысле слова, врачи и все те, кто связан со сферой здравоохранения и психологи, и общественные деятели, и все, кто работает с энергиями, а также проповедники, писатели и люди любых профессий, которые умеют одним словом, взглядом, прикосновением руки снять боль, освободить от тревог, избавить от горя и страданий. Конструкторы Души-конструкторы выполняют удивительную задачу. Они творят новые миры и наполняют их самыми разными материальными вещами. А вы думали, только Творец способен создавать миры? Да, их создает Творец, но делает он это руками душ-конструкторов. Творец творит миры в том числе через людей, ведь каждый из нас несет в себе энергию Творца, являясь его частицей. Именно поэтому люди и их души могут творить миры силой Творца. Во Вселенной множество миров, которые еще находятся в стадии становления. Во Вселенной постоянно создаются новые миры, души. И души-конструкторы принимают в этом самое прямое участие. Что они создают? Абсолютно все. Горные породы, почву, камни, скалы, песок, природные ландшафты, растения и животных. Все это создается в мире душ благодаря особой способности, которой обладают души. Они умеют из энергий создавать материальные формы. Души-конструкторы наделены этой способностью в ярко выраженной форме. На земле души-конструкторы также чаще всего занимаются работой, связанной с созданием новых материальных форм. Это и архитекторы, и инженеры-конструкторы, и дизайнеры, и технологи, проектировщики во всех областях деятельности, изобретатели, камнерезы, а также представители различных других ремесел. Это также биологи и генетики, селекционеры, агрономы, экологи. Души-конструкторы могут найти и другие способы самореализации. Например, они могут быть прекрасными кулинарами, изобретающими новые блюда, химиками, создающими новые вещества, и представителями всех прочих профессий, предполагающих непосредственный контакт с материальным миром. Суть их предназначения создавать новые и новые формы материи, проявлять в материальном мире то, чего до них не существовало. Исследователи души-исследователи заняты тем, что путешествуют в самые разные миры и не просто изучают их как наблюдатели, но испытывают на себе свойства материи и энергии этих миров. Такие души используют метод полного погружения, для чего воплощаются не только на Земле, но и в разных других мирах. А свойства материи и энергии там могут очень сильно отличаться от земных. Есть вулканические миры и водные миры, есть миры, где совершенно иная сила тяжести, есть миры не только физические, но ментальные, и каждый раз душа-исследователь должна приспосабливаться к новым условиям, а для этого ей надо подчас довольно сильно изменить собственные энергетические вибрации. Таким образом, они не только закаляются, получают новый опыт и обретают силу, но и создают энергии совершенно нового качества, способные адаптироваться к любому миру. Души-исследователи это первопроходцы, которые исследуют неизведанные земли, и им подчас бывает очень трудно, но их работа увлекательна и почетна. Наиболее опытные души-исследователи становятся навигаторами, проводниками для новичков, которые еще только начинают осваивать эту специализацию. На земле такие души обычно занимаются работой, связанной с путешествиями, а также освоением новых неосвоенных пространств. Это летчики, космонавты, моряки, альпинисты, аквалангисты и водолазы, а также инструкторы по туризму, путешественники и все те, чья работа связана с частыми и длительными переездами. Их предназначение изучать неизведанные миры, а также исследовать возможности человека по адаптации к ним с целью получения новых качеств, способностей и новых ресурсов, полезных для жизнедеятельности человека на планете Земля. Случай из практики. Кириллу было уже за 30, а он все еще не мог найти себя. Он не смог закончить высшее учебное заведение, так как ему быстро надоела учеба. Его душа просила чего-то неизведанного, романтики дальних странствий, приключений. Его родные считали это блажью и предлагали ему образумиться, жить как все. Но Кирилл не мог смириться с образом жизни его окружения, казавшимся ему очень скучным. Не ладилась и его личная жизнь. Он расстался с женой, прожив с ней менее двух лет, так как она не вынесла его непредсказуемого нрава и склонности к бродячему образу жизни. Кирилл постоянно ходил в походы с друзьями или мог внезапно сесть в самолет и позвонить домой с другого конца земного шара. К тому же он был плохим добытчиком. обязанность каждый день ходить на одну и ту же работу, зарабатывать деньги и содержать семью казалось ему слишком тяжкой. При этом сам Кирилл мучился от всего этого. Он и хотел бы жить обычной жизнью, иметь семью, чувствовать какую-то стабильность, но у него это никак не получалось. Регрессия в прошлую жизнь и в жизнь между жизнями выявила, что душа Кирилла хоть и не достигла еще порога зрелости, но уже определилась со своей будущей специализацией. В данный момент он готовился к поприщу души исследователя, но у него было еще слишком мало опыта, чтобы чувствовать себя комфортно в этом качестве не только в мире душ, но и на земле. К тому же выяснилось, что несколько последних воплощений у души Кирилла проходили в очень комфортных мирах. Там можно было беспрепятственно перемещаться в пространстве на любые расстояния, не используя транспортные средства. Нужно было лишь парить в потоках энергии, что душа Кирилла умела делать в совершенстве. Поэтому жизнь на земле показалась ему просто ужасной, ведь здесь он утратил ту свободу, к которой уже привык. Во время сеанса регрессии Кирилл узнал также, что его душа не случайно выбрала на сей раз землю. Ему нужно было испытать свои способности исследователя в этих сложных условиях, где не так легко преодолевать расстояние и существует довольно серьезное сопротивление среды. Узнав о своих задачах, Кирилл воспрянул духом. Он освоил сразу несколько профессий, связанных с путешествием и освоением новых пространств. Гида-переводчика, инструктора по альпинизму и проводника туристических групп. На новом поприще он нашел свою главную родственную душу и его жизнь налаживается во всех отношениях. Самореализация важная часть вашего плана на земле. Помните о том, что вы в первую очередь бессмертная душа. Душа по сути своей безгранична, у нее огромное количество возможностей. Не все из них могут реализоваться в данной текущей жизни, поэтому многие люди мечтают о чем-то неизведанном, далеком и таинственном и чувствуют себя не до конца реализованными. Пусть это не приводит вас в уныние. На протяжении множества жизней у вас была, есть и будет возможность реализовать целиком и полностью все свойства и качества своей души. И в этой жизни непременно есть такое занятие, которое способно радовать вас, приносить удовлетворение и давать вам чувство собственной реализованности. Ведь у вас, как и у каждого человека, есть план данного воплощения, который вы составляли сами вместе с вашими гидами-помощниками. Этот план включает самые важные на данный момент для вас задачи. Он включает и самореализацию в любимом деле. Поверьте, заняться им никогда не поздно. Если вы задумались о предназначении, значит, пришло время его найти. И не важно, сколько вам лет. Даже если вы запланировали найти свое предназначение в возрасте за 80 лет, это осуществится и принесет вам немало радости. Живите так, как будто у вас вся жизнь впереди. И это так и есть. Ведь вы бессмертны и нет конца путешествиям вашей души. Практическое задание. Подумайте о том, какую специализацию могла бы выбрать ваша душа. По каким признакам вы определили, что вам близко именно это направление деятельности? Соответствует ли ваша профессия специализации вашей души? Если нет, реализуете ли вы себя в избранной вами специализации каким-то другим способом, может быть посредством хобби или общественной деятельности? Возьмите бумагу, ручку и запишите как можно больше занятий, которые соответствуют этой специализации. Затем выделите те, которые вам нравятся больше других. Выберите то, чем вы реально можете заниматься прямо сейчас, без подготовки или с минимальной подготовкой. соберите информацию о том, где и как можно получить недостающие знания и квалификацию. Выясните, где и как могут быть востребованы эти знания и умения. Если вы не ошиблись с определением специализации, ваша душа сама поведет вас к цели, ваши гиды помогут вам, и вы очень быстро найдете занятие, в котором реализуется ваше предназначение.